Дэн Абнет Неведая страха Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Они мертвы и не оживут, они призраки и не восстанут, пока мы не принесем им разрушения и не сотрем память о них. Апокрифы Терры, дата неизвестна. Последний документ – хронологическая запись, скомпилированная из оперативной сводки Ультрамара 13.11.36.271В и текстов примарха Робаута Желемана, исключительно для пользования Адептуса Стартос, обладающих доступом. Битва за Калк Указания цели Фаза планирования, она же составление подготовки. Является жизненно важным сегментом ведения любой войны. Несмотря на то, что воин должен быть готов сражаться в любых обстоятельствах, без предупреждения и подготовки, он наиболее эффективен, когда готовится и составляет план войны, учитывая специфические черты противника. Как я уже отмечал ранее, это война, как наука или искусство. Зачастую сражение выигрывается еще до первого выстрела или же даже оповещения о нем. Желеман Примечание к воинской кодификации 1. Отметка 136-5707 Кто умер первым? В большинстве хроник будет упомянута смерть Гонория Люциеля, капитан 209-я рота и 17 прочих от руки Сора Тачура на ротной палубе крейсера Самофракия на отметке 001945. Однако на самом деле это были не первые боевые потери. Примерно за 136 часов звездных до начала отсчета в качестве подготовительного этапа к атаке на Кал взята на абордаж и уведена сапогея Тармуса, мобильная база Компанила. Казнены 3709 членов экипажа, включая капитана, навигатора, начальника эшелонного порта, двух фабрикаторов сортировочной станции и охранявшей палубу на ряд 10-го полка неритских регуляторов. Предоставленная примарху Желеману около отметки 01300 подтверждение потери Компанилы указывает на проведенное противником планирование и обнаруживает то, что примарх Желеман называет подготовительной фазой, опровергая заявление о лежащей в основе конфликта ошибки или несчастном случае. Это доказывает предварительный злой умысел со стороны неприятеля и придает сил примарху Желеману, поскольку избавляет от сожалений при сопротивлении или нанесении ответного удара всей военной мощью. Больше нет смысла пытаться вразумить брата, поскольку этот брат на самом деле пытается его убить вовсе не по ошибке. Ларгар изначально планировал войну. Обстоятельства потери Компанилы в подробностях неизвестны. И одинокий в этом мраке перегруженный и скрипящий кораблик, который замедляет ход и минует по дуге внешние луны, неся больше трех с половиной тысяч душ, поскольку с ее обломков не получена запись бортового журнала или кассета самописца. На него в ночи проникло нечто, сделанное в ночи, сделанное из ночи. Тьма с глазами и зубами, холодная словно пустота, брыжущая через все шлюзы, уплотнение люков и вентиляционные трубы, будто сжатое масло. Хотя предполагается, что ее догнал и захватил со всей командой боевой корабль 17-го легиона. Все они кричали, ослепнув и задыхаясь. Некуда бежать, нет спасения, ни одна дверь не открывается, кроме тех, что ведут в лишенный воздуха открытый космос. А созданное из ночи нечто заполняет компанилу, каждую каютую палубу, каждую камеру и коридор, словно черная бурная вода, захлестывая подземное жилище, ослепляет, душит и затапливает все, заполняет комнаты, заполняет рты и заполняет уши, заполняет желудки, сваривает мозги, гасит стрельбу, тупит клинки, поглощает крики смерти и сопротивления, уносит вопли прочь и смеется в ответ. Издевательскими голосами, которые уверяют, что эти крики всего лишь камерная музыка для темных монархов, о которых человечество лишь начало грезить. Так что оказалось возможным использовать швартовочные коды для проникновения к сортировочной платформе. На отметках 136, 14, 12, а затем 135, 01, 20 и 122, 11, 35. Управление системы Калта фиксирует отклонение курса компанилы. На отметке 99, 21, 59 зафиксирована потеря ВОКС-контакта. Спустя два часа управление системы Калта присваивает компаниле статус повод для беспокойства, и магистр порта принимает решение выслать поддержку на перехват, если до конца смены не будет новой информации. В этот день в Веридийской системе в связи с соединением флотилий находится 192 тысячи единиц корабельного сообщения. Поддержки на перехват не высылаются, поскольку на отметке 88, 10, 21 компанила возобновляет передачу кода. Экипаж компанилы числится в списках погибших в бою, хотя с тех пор их никто не видел. Но их видели, однако не в том обличье, в котором их, лишенных голосом, можно было бы узнать. Отметка 124, 24, 03 Первые корабли приближающегося флота подтянули свои покрытые вмятинами корпуса к тормозным стапелям и остановились у верхней швартовочной станции над городом Нумин. Эти боевые корабли проделали долгий путь. Уничтожив великое множество различных существ и гордо несут цвета и символику 17-го легиона. Люциель открывает люк воздушного шлюза. Его рота назначена обеспечивать непосредственную безопасность Нуминского верхнего опорного пункта. Он сам просил об этом задании. Высокий, как будто его несет на плечах еще один крупный человек. Широкий, как три атлета тяжеловеса, облаченный в керамитовую броню блестящего доспеха претер, который еще увеличивает габариты тела, Люциель открывает люк воздушного шлюза. В исходящем изнутри свете он оказывается сине-золотым. На голове облегающий шлем. По ту сторону щелий Визера, глаза Люциеля реагируют так же быстро, как и встроенная в оправу щелий оптическая аугметика. Бессознательные боевые инстинкты работают независимо от него. Открыто новое пространство, и он должен осмотреться и просчитать возможные угрозы. Шлюзовой отсек 60 кубометров. Настил с гравиподдержкой. Самогерметизирующаяся бронированная обшивка. Нейтральные тормозные атмосферные условия. Хотя Люциель чувствует след давления в конце рабочих циклов воздушных насосов. На противоположном конце шлюзового отсека находится встречный люк. Перед дверью стоит фигура. Другой космодесантник в полном боевом облачении. Люциель принадлежит к 13-му легиону. Он ультрамарин. Синий золотым. Цвета чистые и отчетливые. Броня отполирована до шелковистого блеска. Тип претер – новый вариант, который локально изготовляется в Веридийской кузнице. Однако еще не является официально принятой моделью в легионы Састартес. Второй из 17-го легиона. Несущий слово. Тип его доспеха – четвертый. Максимус. Созданный для утверждения имперского господства. Улучшенная нагрудная броня и угловатые очертания шлема легко узнаваемы. Но не их цвета. Темно-багряный с серо-стальным. Выполненные темным лаком, ротные обозначения и меткоотделения практически не поддаются расшифровке. Как будто их стерли или не четко нанесли. Куда делся вытравленный плазмой серый цвет прежней раскраски? Несущего слова почти невозможно узнать. На какую-то наносекунду он кажется Люциелю незнакомцем. Угрозой. Трансчеловеческие реакции включаются непроизвольно. Уровень адреналина взлетает, чтобы сократить и без того потрясающее время реакции. Мышцы вспоминают. В набедренной кобуре Люциеля его болтер. Хорошо смазанный черный питбуль в мире оружия. Капитан может выхватить его, прицелиться и выстрелить менее чем за секунду. Дистанция 6 метров. Цель ничем не заслонена. Вероятность промаха нулевая. Усиленная спереди броня Максимуса может остановить массореактивный снаряд. Поэтому Люциель будет стрелять дважды, целясь по щелям визора. Рукав оболочка воздушного шлюза восстанавливается самостоятельно и перенесет лазерный огонь. Однако заряд болтера разорвет ее, так что Люциель готовится к взрывной декомпрессии в случае рикошета или неточного попадания. Повинуясь простейшему подсознательному нейроимпульсу, электромагниты на подошвах накапливают заряд, чтобы прикрепиться к пластинам пола. Люциель размышляет теоретически, но разумеется, тут нет никакой теории. Не существует тактического прецедента боя одного космического десантика с другим. Сама идея нелепа. Он мыслит практически и именно это указывает ему на щели визора. Менее чем за полторы секунды он может произвести аккуратный выстрел в голову, выпустив два заряда для надежности и вероятно сохранить целостность атмосферы шлюза. Все это прокручивается в мозгу детально, инстинктивно и непроизвольно, менее чем за наносекунду. Несущий слово поднимает правую руку. Куда он тянется? К основному оружию, плазменной пушке, которую нужно потянуть, чтобы высвободить из кобуры. Рука раскрывается ладонью вперед, словно цветок. На крохотных кольчужных звеньях мерцает свет. «Люциэль!» – произносит несущий слово. «Брат!» «Чур!» – отвечает Люциэль. Его голос выходит из динамика шлема рычанием. «Брат!» – добавляет он. «Рад встрече!» – говорит воин 17-го легиона, делая шаг вперед. «Давно не виделись!» – произносит Люциэль, двигаясь навстречу. «Они обнимаются!» – защита на предплечьях лязгает о спинную броню. «Скажи, брат!» – спрашивает Люциэль. «Что нового ты научился убивать с момента нашей прошлой встречи?» 2. Отметка 116.50.32 Эонид Тиель – ультрамарин, подверженный дисциплинарному взысканию, садится в синезолотой громовой ястреб в 2000 километров к югу от Нумина. Солнце – звезда под названием Веридия, лишь перламутровая точка в бледном небе. Прекрасная звезда, как слышал Тиель. Прекрасная звезда и превосходный мир. Перед ним солнечный свет озаряет матовый металл низины Деракарин – района заводов и сборочных цехов. Простые опрятные и утилитарные постройки выпускают в чистое небо пряди белого пара через круглые трубы и вращающиеся на крышах вентиляторы. Между доводочных залов сохранены островки леса, где рабочие могут отдыхать в перерывах между сменами. На западе, словно луна, только что взошла одна из орбитальных верфей. Всего лишь туманный призрак, низко висящий в небе. Киелю известно о существовании еще восьми. Вскоре, возможно, через два или три десятилетия, Калт сравнится по объему выпускаемой продукции с Макраген. Уже ходят разговоры о проекте сверхорбитальной платформы, как на Терри. У Терры есть сверхорбитальные платформы. Они есть у ведущих миров Империума. Калт станет одним из ведущих миров сектора Ультрамар, примкнув к Маккраге, Сараманту, Конору, Аклюде и Аяксу, и вместе с ними будет управлять обширным пространством сегмента Ультима, став одной из опорных точек грядущей цивилизации. Калт — воплощение награды за столетия войн. И по этой причине Калт не должен пасть. Из-за своего статуса части Доминиона Ультрамар, из-за способности производить корабли и наличие мира кузницы, от Хоруса получены данные разведки, теоретическое опознано. Киель полагает, что это должно быть куда больше, чем теоретическое, раз предприняты такие сборы и приготовления. Если только новоявленный не рвется продемонстрировать свое главенство. Чтобы мобилизовать 13-й, крупнейший из всех легионов, ради одиночного военного действия, нужно иметь яйца. Чтобы говорить Робауту Желеману, примарху, которому меньше всего нужно кому-то что-то демонстрировать, как он должен исполнять свой долг, требуются яйца из Адамантия. А чтобы предположить, что Желеману может потребоваться помощь, Хорус, великий человек, Киелю не стыдно это признать. Киель видел его, служил с ним и восхищался им. Его назначение на пост магистра войны вполне разумно. Как бы там себя не обманывали прочие примархи, это мог быть лишь кто-то из трех, может быть четырех. Стать воплощением императора, его полномочным представителем. Только Хорус, Желеман, Сангвиний и, быть может, Дорн. Любые другие притязания на это место – просто бред. Но даже если сузить круг до четверых, Дорн был слишком суровым, а Сангвиний – чересчур неземным созданием. Либо Хорус, либо Желеман. Хорус всегда обладал пылкостью и харизмой. Желеман был более бесстрастен и вдумчив. Возможно, это-то все и решило. Как и то обстоятельство, что на Желемане уже лежала ответственность. Наполовину созданная империя ультрамат, управление, население, культура. Желеман уже превосходил статус полководца. Хорус же все еще оставался истребителем миров и покорителем врагов. Возможно, воитель Хорус сознает это несоответствие, что даже после триумфального избрания его опережает брат, который уже не стремится к почестям магистра войны. Может быть, именно поэтому Хорусу нужно использовать свою власть и отдавать приказы Тринадцатому. Вероятно, из-за этого он объединяет их Семнадцатым, с легионом, с которым им никогда не было уютно. Или, возможно, новый проявил творческий подход и увидел шанс для Требья Ларгара поднабраться блеска славы Желемана. Объединяться, и перед ними будет наглядный пример. Эонид Тиель, ультрамарин, произнес эти мысли вслух. Дисциплинарное взыскание он получил не за них. Отметка 111.02.36 Они грузят ящики с боеприпасами в доках на южном побережье реки Борос. С той стороны широкой серой полосы воды на них глядит город Нумин. Работа тяжелая, однако люди, имперская армия, смеются все до единого. После погрузки обеденный перерыв. Выпить напоследок, а потом вылет на орбиту. Обшарпанные металлические ящики, похожие на маленькие гробы, наполнены лазерными винтовками местной модели. Иллюминатор 6. Улучшенный вариант, штампованный на Верегийской кузнице. Люди надеются, что воспользуются оружием в ближайшие две недели. Вдоль устья дует ветер, несущий запахи моря и береговых землечерпалок. Все люди принадлежат к Нуминскому, 61-му, к регулярной пехоте. Некоторые из них ветераны Великого Крестового Похода. Прочие же призваны из-за критических обстоятельств новобранцев. Сержант Хелок поддерживает боевой дух. Это будут зеленокожие? Зеленокожие? Все допытываются новички. Они слыхали о зеленокожих. Он заверяет, что это не так. Это упражнение по совместной работе, говорит Хелок. Боевая демонстрация силы. Ультрамар играет мускулами. Хелок лжет. Он поджигает палочку лхо и закуривает в тени хвостовой балки. Ворот темно-синего полевого мундира расстегнут, чтобы высыхал пот на ключице. Сержант в хороших отношениях с капитаном, и тот ему доверяет. У Хелокова капитана есть друг в девятой роте ультрамаринов. Такое братание поощряется. Трансчеловеческий друг капитана говорит, что угрозу носят совсем не теоретический характер. Он называет ее вероятной вылазкой со стороны ксеновладений Гаслакха. Дерьмовее описание не придумаешь. Зеленые ублюдки. Ублюдочные орки. Ублюдочные ублюдки. Собираются на краю сектора и набираются смелости прийти и разграбить кал. Ни хрена не теоретически. Поэтому вы берете весь долбанный 13-й вместе с долбанным 17-м, а еще все подразделения армии, какие можно раздобыть, и бросаете их на ксеноматих владения ублюдка Гаслакха. Спасибо за это большое. Проводите по их драгоценным ксеновладениям, убивающие целые системы силы приведения к согласию. Валите их, пока они не завалили вас. И в то же время гробите их варварскую империю. Просто убиваете. Мертвы. Пропали. Пока-пока. Отряхнуть руки. Больше никакой угрозы. Теоретической или хрен знает какой другой. Берете силы приведения к согласию таких размеров, каких не видели с момента Ула-Нора или ранних дней Великого Крестового Похода. Два полных легиона лучших бойцов императора. Направляете их на гнойное зеленое сердце, тухлый зеленый мозг и хренов зеленый хребет ксеновладений Гаслакха. И с ними покончено. Так все это видится сержанту Хелоку. Имя сержанта Хелока Боу. Никто из подчиняющихся ему людей этого не знает. И только один-два выживших впоследствии узнают его, прочитав в списках погибших. Боу Хелок умрет через два дня. Его убьет не Орк. Отметка 111 05 12 Сержант Хелок отошел покурить. Люди замедляют шаг. У них болят руки. Бэйл Рейн, самый молодой из них, он совсем зеленый, прошел недельную ускоренную подготовку. За шесть недель до сегодняшнего отлета ему туманно обещали дать час на прощание с невестой. Мысль, что он ее не увидит, невыносимо. Он уже подозревает, что то было пустое обещание. Ниф на том берегу реки ожидает его на общей пристани. Ждет, когда он помашет рукой из-за ограждения парома. Он едва может сдержаться при мысли, что ее ждет разочарование. Она прождет всю ночь в надежде, что он просто опаздывает. Стемнеет. В черной реке появятся желтые отражения заводских дымовых труб. Она замерзнет. От этой мысли у него болит сердце. Подними воротник, говорит ему Кранк, дернув за ухо. Кранк старше, он ветеран. Отработано солнце, ворчит он. Ты обгоришь, парень. Фуражку ниже, воротник выше. Даже если потеешь. Ты не хочешь обгореть, уж поверь мне. Это хуже, чем разбитое сердце. Отметка. Не указано. Отметка Калта обозначает две вещи. Во-первых, в боевом протоколе 13-го легиона она относится к прошедшему времени сражения в тиранских звездных часах. Все операции и акции Ультрамарина за этот период доступны для изучения в архивах и отметки прошедшего времени используются для поиска и навигации. Инструктор может отослать новицата к отметке Оракса 12-16-10, имея в виду десятую секунду 16-й минуты 12-го часа записи приведения Оракса к согласию. Обычно отчет начинается либо со времени отдачи приказов по операции, либо с ее фактического начала. Однако на Калте он ведется с момента, когда Желеман отдал приказ об ответном огне. По его словам, все, что произошло ранее, было не битвой, а всего лишь предательством. Во-вторых, отметкой Калта называют вызванные солнечной радиацией ожоги, которые получили многие участники сражения, в первую очередь люди, особенно нетрансчеловеческие войска. Спустя много лет последние выжившие из ветеранов все еще отказываются от трансплантационного восстановления и с гордостью носят свои отметины. 3. Отметка 109-08-22 Рем Вентан, капитан четвертый, руководит сборами в провинции Эрут. Предполагается, что это честь, но у него нет такого ощущения. Работа кажется канцелярской. Работа кажется трудом бюрократа или администратора. Кажется, что примарх преподает ему очередной ценный урок, а связанный с трансчеловечностью ответственности. «Учись гордиться работой по управлению так же, как и войной, чтобы быть правителем не хуже, чем командиром». Рем Вентан это понимает. Когда война закончится, ведь в конце концов она должна закончиться. Когда не останется врагов, с которыми нужно покончить, и миров, которые нужно покорить, что тогда делать создавшим империум транслюдям? Уйти на пенсию? Зачахнуть и умереть? Стать обузой? Кровавым напоминанием о былых, более грубых временах, когда человечеству требовалось, чтобы для него выковали империю сверхлюди. Война приемлема, когда является необходимым средством для выживания. Когда потребность в ней отпадет, становится неприятным сам факт, что когда-то такой инструмент был нужен. «В этом заключена великая ирония», — сказал Желеман своим капитаном и магистром всего неделю назад. «Легиона Састарта созданы убивать, чтобы добиться победы и мира, в котором им не найдется места». «Ошибка в концепции?» — спросил Гейдж. «Необходимое бремя», — предположил Сиданс. «Я строю ваш храм, зная, что не буду молиться в нем». И на то, и на другое Желеман покачал головой. «Мой отец не совершает настолько больших ошибок», — сказал он. «Космические десантники преуспевают на войне, поскольку их создали, чтобы они преуспевали во всем. Каждый из вас станет лидером, правителем или господином своего мира и применят свои трансчеловеческие таланты в управлении и культуре, поскольку сражений больше не будет». Рем Вентан знает, что примарх искренне в это верит. Но он сомневается, что примарх, вроде Ангрона или Руса, с таким же оптимизмом смотрит на перспективу мирного будущего. «Чему вы улыбаетесь?» — спрашивает стоящий рядом Селатон. Рем бросает взгляд на сержанта. «Я улыбался?» «Вы смотрели на инфопланшет и улыбались, сэр. Я гадал, что такого забавного в декларативном списке 80 сверхтяжелых единиц бронетехники. Мало чего», — соглашается Рем. «По ту сторону наблюдательной амбразуры, массопогрузочные машины затаскивают 400-тонные танки в чрево громадных подъемных кораблей». Брат Брайленд молод и еще ни разу не сражался с зелеными, в отличие от капитана. В залитом солнечном светом лагере на Уросенских холмах проходит импровизированная тренировка, в ожидании сигнала собираться и грузиться на борт. «Орк, в теории», — говорит капитан Дамокл. «В голову или в позвоночник, масс реактивными», — отвечает Брайленд. «Или в сердце?» «Идиот», — ворчит сержант Дамициан. «Выстрел в сердце его не остановит. Нет гарантии. Грязные твари поглощают повреждения даже от болтеров. Значит, череп или позвоночник, — исправляется Брайленд». Дамокл кивает. «Орк на практике», — спрашивает он. «Что у меня есть?» — уточняет Брайленд. «Твой болтер, боевой меч. В череп или позвоночник, — говорит Брайленд, — «или в оба места, куда угодно, лишь бы сработало. Как можно больше повреждений. Если дойдет до ближнего боя, обезглавить». Дамокл кивает. «Мой тебе совет. Не позволяем подобраться настолько близко», — произносит Дамициан. «У них хватает силы. Они тебе конечности поотрывают». «Иногда проклятые твари продолжают двигаться, даже лишившись головы или с раскроенным черепом. Нервные корешки или что-то в этом роде. Если можешь, держи их на расстоянии. Дальнобойным орудием, огнем болтера. Как можно больше повреждений». «Хорошая рекомендация», — говорит капитан Дамокл к своему сидеющему сержанту. Он смотрит на стоящих кругом братьев. «Ее дает человек, который сражался с зеленокожими на шесть раз больше, чем я. Шесть ведь дом. Полагаю, что семь. Благодарю вас, сэр», — откликается Дамициан. «Но если вас это не огорчит, то и меня тоже». Дамокл улыбается. «Впрочем, ты упустил одно предостережение в практической оценке», — говорит он. «Разве, сэр?» — спрашивает искренне удивленный Дамициан. «Кто знает», — интересуется капитан. Брайлен поднимает руку. «Считать патроны», — произносит он. Дамициан смеется и досадует на самого себя. «Как он мог забыть этот основной момент?» «Осветишь остальных, брат Брайлен», — подсказывает капитан Дамокл. «Подсчет боекомплекта», — говорит Брайлен. «Максимум повреждений, максимум вреда. Но следите за счетчиком зарядов и старайтесь соотносить наносимый урон с нормой боеприпасов». «Почему?» — спрашивает Дамокл. «Потому что, когда речь идет о борках», — произносит Дамициан, — «их всегда чертова куча». Брату Андрому также еще не приходилось сражаться с зеленокожими. Когда капитан распускает группу и отправляет всех по делам, он беседует с Брайленом. Их обоих недавно перевели из резервных род, и они готовы окончить период ученичества, послужив на линии боевых действий. Оба благодарны и горды, что им дали место в шестой роте. Возможность служить под началом Саура Дамокла и нанести на синее поле своих наплечников, пусть даже и временно, ротную эмблему, белую змеящуюся шестерку. Отметка 99.12.02 У Ола есть земля в дельте возле Нериды. Это примерно 20 гектаров хорошего наносного чернозема. Эти гектары наделы за службу. Ол служил, и у него есть подтверждающий это пожелтевший формуляр на дне сундука в кладовке. Славные годы службы. Маршировки под штандартом императора. Ол из армии. Его служба окончилась на Хризофаре 18 стандартных лет назад. Тогда его звали Рядовой Персон. У него есть бумаги, лента за выслугу, штамп в формуляре и надел, размеры которого пропорциональны годам службы. Армия всегда округляет в меньшую сторону. Ол провел два года на корабле-скотовозе, шедшем от Хризофора к Калту. Во всех листовках и плакатах ультрамар называли новой империей. Лозун казался несколько нелояльным, но указывал путь. Богатое новое скопление миров, которое великий Желеман привел к согласию и превратил в сильную пограничную республику, выглядела как новая империя. Плакаты пытались привлечь поселенцев и колонистов, которые стремились к краю под защитой экспедиционных флотов. Приезжайте в ультрамар и разделите с нами будущее. Постройте новую жизнь на Калте. Поселитесь на Октавии. Новые миры. Новые судьбы. Если вы выбирали себе на дел за службу, на развивающемся мире вроде Калта, администрация оплачивала вам переезд. Ол прибыл вместе с тысячей людей, которым предстояло стать его соседями. Когда он добрался до Калта, то уже был известен как Ол. И только те, кто замечал выцвевшую татуировку на левом предплечье, знали, что в прошлом он был профессиональным убийцей. Термоядерные электростанции Нериды дают энергию, питающие лампы, которые освещают Нумин и крепость Калкас. Станции нагнетают воду из реки, чтобы смывать угольную грязь с турбин и согревают дельту насыщенной черной жижей, из-за чего речная долина является одним из наиболее плодотворных мест на планете. Хорошая земля. Во влажном воздухе всегда воняет свеклой и капустой. У Олла нет жены, он занят только тяжелым трудом. Он выращивает яркие цветы, которые украшают дома и петлицы знати Нумина. А затем, после смены сезона, снимает второй урожай темнотравья для полотняной промышленности. Для обоих урожаев нужны сезонные рабочие руки. Олл нанимает молодых мужчин и женщин из окрестных семей. Девушки срезают и упаковывают цветы, а юноши собирают и скатывают темнотравья. Он контролирует их при помощи бывшего армейского погрузочного сервитора по имени Графт. Графта нельзя запрограммировать так, чтобы он не называл его рядовой персон. На шее Олла, на тонкой цепочке, висит старый катерианский символ, подарок жены, которую он только-только начал узнавать, когда она умерла. И ей на смену пришла жизнь в армии. Символ и вера – две причины, по которым он приехал в Ультрамар. Он чувствует, что здесь, в сегменте Ультима, легче верить. Так предполагается, во всяком случае. Некоторые из его соседей, которые прожили рядом 18 лет и детей, которых он нанимает на работу, смеются над его верой. Называют богобоязненным. Прочие же вместе с ним посещают маленькую часовню на кромке полей. Сейчас сезон темнотравья, и мужчины с мальчиками находятся в полях. Впереди две недели тяжелого труда. Сегодня в небесной вышине много кораблей, войсковые транспорты, перевозчики боеприпасов. Они пролетают мимо, и Олл жмурится на солнце. Он узнает их. Фермер, колонист, верующий. Кем бы он ни был, внутри он все еще из армии. Он узнает их и испытывает старое ощущение, которое напоминает ему о висящей над камином лазерной винтовке. Отметка 68, 56, 14. В Барторе, к востоку от реки Борос, 111 и 112 роты Ультрамарина размещены в городах-префабрикатах на краю леса. По команде магистра 11-го ордена Вареда, они сядут в лендрейдеры Рено и длиннозубые наступательные Рено, и отправятся в порт Нумен на погрузку. Командование 111-й недавно перешло к Экриту от Бриенда, который пал на эмиксе. Это была тяжелая потеря для роты. Экрит – хороший начинающий командир. Он жаждет настоящего боя, который вернет 111-й форму и продемонстрирует им, что он – достойная замена любому Бриенту. «Никогда не видел человека, который бы так рвался преодолевать трудности», произносит Фроскарикс, капитан 112-й. «А вы, сержант Ахнис?» «Нет, сэр», – отвечает Ахнис. Они присоединились к Экриту на насыпи под деревьями. Он образует естественную наблюдательную площадку. Им видна пойма реки, лагеря род несущих слова, которые совершили высадку прошлой ночью, палаточные городки армии и площади титанов. Боевые машины отключены. Они дремлют, стоя рядами, словно гигантские металлические деревья. По магистрали внизу с грохотом движется колонна бронетехники и буксируемых артиллерийских орудий. Мелькают низколетящие перехватчики, синяя дымка. Экрит ухмыляется. Фросторекс – ветеран, старик. Экрит понимает, что Варет возложил на Фросторекса роль наставника на время перелета. Рота – это немало. Командование ею нельзя принять с легкости. «Знаю, не следует торопить войну», – говорит Экрит. «Знаю, знаю. Я читал Махулия, Антакса, фон Клаусвитса. И Желемана, надеюсь», – замечает Фросторекс. «Слыхал о нем, разумеется», – отвечает Экрит. Они смеются. Даже стоящий на вытяжку Ахнис вынужден скрыть улыбку. «Мне нужно сосредоточить своих людей на цели, практической угрозе, не теории. Пока им не потребуется мой личный пример, я могу только произносить множество воодушевляющих речей». Фросторекс вздыхает. «Сочувствую. Помню, как принял командирский жезл после смерти некто. Мне нужен был лишь первый соперник, чтобы пролить кровь. Проклятие, я в нем нуждался. Мне было необходимо, чтобы они сплотились вокруг меня против врага. Они объединились против меня, как чужака». Экрит кивает. «Это правильно, сержант?» Ахнис задумывается. «Совершенно верно, сэр. Теория – только звук. Концентрация на битве заставляет людей забывать о прочих делах. Это отличный способ привязать их к новому командиру. Дайте им знакомое ощущение. Разумеется, в случае капитана Фросторекса ему так и не удалось сплотиться с нами или доказать свою достойность. Все трое громко хохочут. «Хотелось бы, чтобы с организацией дела обстояли получше», – говорит Экрит. «Масштабы этой мобилизации смехотворны. Только логистика все тормозит». «Говорят, что мы улетаем сегодня», – произносит Фросторекс. «Самое позднее завтра. Что потом? Две недели на корабле, и будешь по самые уши в крови орков». «Жду не дождусь», – говорит Экрит. «Потому что здесь никогда ничего не произойдет». Отметка 61-20-31. «Если начинаете многими, а заканчиваете одной победой, то промежуточные затраты приемлемы». Желеман перечитывает написанное. «Эта мысль изначально принадлежит не ему». Ее произнес член племени воинов Тванте. Он всего лишь отшлифовал ее. Он даже не уверен, думает ли он так же. Однако все военные концепции и афоризмы стоит записывать. Хотя бы для того, чтобы понять, как мыслит враг. Племена воинов верили в это. Они были благоразумными союзниками, одаренными бойцами. Разумеется, низкотехнологичными. И близко ничего не похожего на его легион. Тванте согласились служить в качестве ауксилий. Со стороны Желемана это был дипломатический ход. Если он позволяет аборигенам разделить с ним победу, они смогут принять на себя ответственность за поддержание согласия на своей планете. Однако в тот день перемещения орков были необъяснимы. По толпе проходили непредсказуемые всплески своеволия. Вопреки всякому здравому смыслу, они повернули на запад. Силы Желемана задержались на целый день. Племена воинов двинулись вперед самостоятельно и заняли холм в кундуке, в буквальном смысле слова обезглавив командование зеленокожих. Казалось, что Тванте наслаждаются своими достижениями и абсолютно не замечают потери 89 тысяч человек. Желеман задумчиво вертит в пальцах стилус. Чтобы гибнуть в таких количествах, нужна дисциплина. Это одна из причин, по которым в его покоях на стене висит Кордулус, клинок Тванте. Он полагает, что у него наиболее дисциплинированная военная сила в империуме, что вполне справедливо, учитывая качество прочих легионов. Но он не уверен, что даже его ультрамарин сможет проявить столь высокий уровень дисциплины, уровень Тванте. Им никогда не придется этого делать, размышляет он вслух. Желеман откидывается назад, кресло изгибается, поддерживая бронированную громаду его тела. Он имеет облик человека, но является гораздо большим, куда большим, чем даже гиганты-транслюди из его легиона. Он примарх. Во Вселенной осталось лишь 17 подобных ему существ. Он – тринадцатый сын императора человечества, владыка ультрамарина, тринадцатого легиона. Среди себе подобных он один из наиболее человечных. Некоторые больше похожи на ангелов, некоторые – наоборот. Издалека его можно спутать со смертным. Только приблизившись, осознаешь, что он куда больше походит на Бога. Говоря кратко, он красив. Красив, как регент на старинной монете, как хороший меч. Но в нем нет привлекательности ритуального оружия, как в фулгриме. Он не ангел, как сангвиний. В нем нет пронзающей сердца ангелоподобностей. Его красота иная. У него твердо очерченный подбородок, как у преданного долгу брата Дорна. Они оба наделены аристократизмом. Присутствует огромная сила Ферруса и живучесть Мартариона. В глазах порой мелькает шальной блеск хана, а иногда – степенность льва. Как говорят многие, в форме его носа и лба есть энергия и победоносность Хоруса Луперкаля. Нет той горечи, что омрачает Коракса. Нет затравленного отчаяния, которое терзает несчастного Конорда. В нем никогда не бывает нарочитой таинственности, окутывающей Магнуса или Альфария. И он более открыт, чем погруженный в себя вулкан. Он одарен, чрезвычайно одарен, даже по меркам примархам. Ему известно, что широта его познаний тревожит более прямодушных, неизгибаемых братьев, вроде Ларгара и Пертураба. Он никогда не проявляет вспышек ярости Ангрона. Его глаза не горят сумасшедшим блеском Русса. Он многого достиг и знает это. Порой ему кажется, что это недостаток, в котором он должен оправдываться перед братьями. Но потом он чувствует вину за то, что извинялся. Мало кто из них на самом деле доверяет ему, поскольку, как он чувствует, они всегда гадают, что он собирается извлечь для себя из соглашения или сотрудничества. И еще меньше тех, кто его любит. Своими друзьями он считает только Дорна, Феруса, Сангвиния и Хоруса. Некоторые из его братьев довольствуются ролью инструментов крестового похода, которыми они стали. Иные даже не задумываются и не знают, что являются таковыми. Ангрон, Рус, Ферус, Кертураба. Они всего лишь оружие и не желают ничего сверх этого. Им известно их место, и они согласны оставаться на нем, как Рус. Или же они понятия не имеют, что может быть другая желаемая роль, как Ангрон. Желеман полагает, что ни один из них не был создан для того, чтобы стать только оружием. Ни одна война не может длиться вечно. Император, его отец, растил неодноразовых сыновей. Зачем ему было наделять их такими талантами, если им было предначертано стать ненужными после окончания войны? Он вертит стилус в руке и перечитывает то, что написал. Он много пишет, кодифицирует все. Информация – это власть. Техническая теория – это победа. Он намеревается собрать и систематизировать их все. Когда война кончится, быть может, у него найдется время преобразовать свои архивы в некую формальную кодификацию. Он осознанно пользуется стилусом, записывая вручную. Стилус делает пометки прямо на люмопластиковой поверхности инфопланшета. Но даже это считается архаичным. Клавиши кажутся безликими, а вокс-рекордеры или секретарские рубрикаторы никогда его не устраивали. Какое-то время он пробовал мысленную передачу и одно из более современных мнемоперьев. Но и то, и другое оказалось неудовлетворительным. Стилус останется. Желеман вертит его в руке. В его покоях тихо. Через расположенные за его спиной огромные двери и стонированного армогласа ему видно магистров орденов, которые собираются на аудиенцию. Они ожидают его вызова, предстоит много работы. Они думают, что он пребывает в праздности, пишет заметки и не следит за потоком информации. Забавно, что они все еще его недооценивают. Он писал заметки по военным обычаям Тванти 17 минут, но в то же время просмотрел и отметил 15 сотен информационных бюллетеней и сводок, выведенных на второстепенные экраны слева от него. Он видит и увязывает воедино все. Информация это победа. Отметка 61 25 22 Магистры орденов ожидают своего примарха. Они видят его из вестибюля сквозь тонированный армоглаз дверей. Он сидит словно памятник среди пустой часовни. Время от времени его рука двигается, когда он делает пометку на парящем планшете при помощи старинного пера. Помещение покоя Желемана обставлено строго и скудно. Стальные перекрытия и ребристые адамантиевые стены. На дальнем конце стена из кристаллфлекса, через которое видно орбитальное пространство. Мерцают звезды. Сияющего внизу мира сквозь черноту доходит свет. Мари Гейдж первый магистр. Еще не все собрались. Уже прибыло двенадцать, и это уже немало. К концу дня их станет двадцать. Тринадцатый легион, крупнейший из легиона разделен на ордена. Пережиток древней полковой организации громовых воинов. Каждый орден состоит из десяти рот. Рота является основной единицей. Тысяча легионеров плюс вспомогательные силы, которых возглавляет старший капитан. Как Гейдж часто слышал от примарха, одной роты более чем достаточно для большинства задач. Есть старинное изречение, популярное в тринадцатом. Возможно, оно хвастливо, высокомерно и неприменимо к некоторым противникам вроде орков или эльдар. Однако в его основе лежит истина. Чтобы захватить село, пошлите легионера. Чтобы захватить город, пошлите отделение. Чтобы захватить мир, пошлите роту. Чтобы покорить цивилизацию, пошлите орден. Сегодня на Калте соединятся для отправки 20 из 25 орденов тринадцатого, 200 рот, 200 тысяч легионеров. Оставшиеся по всем пятистам мирам ультрамара. Подобный сбор является небеспрецедентным, однако редким. Тринадцатый не давал общий обет на столько персон с первых дней Великого Крестового Похода. А к их массе еще добавился эквивалентный пяти орденам семнадцатый, легион несущих слова. Мощь избыточная почти до смешного. Что же такого, по мнению магистра войны, есть в запасе у ксеновладений Гаслакха? «Надеюсь», произносит Кен Атрей, магистр шестого ордена. «Надеюсь», громко повторяет он, «что мы обнаружим крупнейшее гнездо зеленокожих в известной части космоса». «Надеешься на проблемы?» удивленно спрашивает Гейдж. «Примечание 56-21», говорит Варат из одиннадцатого. «Никогда не желайте опасности. Опасность не нуждается в вашей помощи. Не существует судьбы, которую опасно искушать. Однако активное стремление к войне никогда не укрепляет боевой дух». Атрей хмурится. «Я бы лучше немного поискушал судьбу», говорит он, «чем тратить время ради чужой славы». «Кого именно ты имеешь в виду?» интересуется Гейдж. Атрей смотрит на него. Шрам пересекает левый глаз и загибает вниз уголок рта. Когда он улыбается, это почти незаметно. Это приведение к согласию которых не является военной», произносит он. «Мы должны добавить немного блеска к тяжеловесной репутации несущих слова, поработав совместно с ними. И мы должны продемонстрировать авторитет Хоруса, перебрасывая по его прихоти двадцать полных орденов». «Атрей это теоретическая или практическая оценка?» спрашивает Банзор. И все магистры смеются. «Вы же видели тактические сводки. Зеленокожие Гаслакха это смешно. Сомнительно даже, что они вообще двинулись к Галсории. Исходящая от них угроза переоценена. Я мог бы взять одну роту из резерва и смять их за неделю. Дело в самоутверждении и демонстрации авторитета. Дело в том, что Хорус хвалится своим положением». Раздался приглушенный шум голосов. Многие соглашаются. «Хорус Луперкаль», произносит Марий Гейдж. «Что?» переспрашивает Атрей. «Хорус Луперкаль», говорит Гейдж. «Или воитель Хорус, или магистр войны. Возможно, ты не считаешь его более достойным, чем наш примарх. Однако император считает и пожаловал ему звание. Даже в неформальной обстановке среди нас, как сейчас, ты будешь говорить о нем уважительно. Он воитель Атрей, наш главнокомандующий. И если он говорит, чтобы мы отправились на войну, мы отправляемся». Атрей замирает, а затем кивает. «Мои извинения». Гейдж кивает в ответ. Он оглядывается вокруг. Собралось 14 магистров орденов. Он поворачивается к дверям. Те открываются. Их раздвигают скрытые под полом гидравлические поршни. «Заходите», зовет Желеман. «Я вижу, что вы там беспокоитесь». Они входят. Гейдж идет впереди. Сопровождающие и ветераны остаются снаружи. Желеман не поднимает глаз. Он делает стилусом очередную пометку. На невидимых гололитических панелях слева от него бегут строчки данных. Внутри покоев открывающийся через кристаллофлексовую стену вид стал более эффективным. Внизу блестит на солнце далеко растянувшийся громадный корпус флагмана «Честь МакКрага». 26 километров полированной брони из керамитой стали. Сбоку словно на второстепенных швартовочных точках 18 барж, каждая размером с город. На верхних уровнях удерживаемой гравитацией словно луны сияют десантные корабли, транспорты, балкеры механикум, крейсеры, гранд-крейсеры и линкоры. Пространство между ними насыщено мелкими кораблями и грузоперевозчиками, которые снуют между трюмами и причалами. Внизу грузовые люгеры поднимают с орбитальных платформ военную они похожи на муравьев листорезов и скорпионов, которые тащат клешнями превосходящую их размерами добычу. Ниже фрегат проверяет свои двигатели в ближайшем орбитальном кармане. Еще ниже калк, белосиний в отраженном солнечном свете. В его сиянии вспыхивают зеркальные булавочные острия. Это вспыхивает в солнечных лучах поднимающиеся с поверхности челноки. Гейдж прокашливается. Мы не хотели вас беспокоить, примарх, однако многое нужно сделать, заканчивает Желеман. Он бросает на первого магистра взгляд. Я следил за потоком данных, Марий. Ты думал, что нет? Гейдж улыбается. Ни секунды, сэр. Сотня дел одновременно. Способность примарха заниматься сразу множеством задач почти пугает. Мы хотели удостовериться, что от вас не укрылась ни одна мелочь, говорит Эмпион из девятого, самый молодой, получивший назначение самым последним. Гейдж прячет улыбку. Несчастный глупец все еще не отучился недооценивать. Думаю, что нет, Эмпион, произносит Желеман. Сама фракия нуждается в дальнейшем освидетельствовании двигателей, отвечает Желеман. Я велел капитану кулаку выделить сервиторов с орбитального кармана 1123. Да, Эмпион, я это видел. Я видел, что Млатус перегружен на 82 сотни тонн и рекомендую начальникам станции перенаправить 41-й Эспандорский на высокое восхождение. Сборы провинции Эрут отстают от графика на 6 минут, поэтому Вентану нужно, чтобы Сенешаль Арбут повысила скорость обработки груза в порту Нумина. 6 минут растянутся на следующие 2 дня. Калафраксису требуется поставить корабль в строй. Провинция Карен опережает график, поэтому я доволен капитаном Тейроном и 135-й, хотя и сомневаюсь, что он подготовился к ливню, который обещан позднее сегодня. Так что он должен быть в курсе, что состояние поверхности ухудшится. К слову, о 135-й прилетит сержант Киель. Он подвергнут дисциплинарному взысканию. Когда он прибудет, отправьте его ко мне. Этот дисциплинарный вопрос может быть решен на уровне магистра, сэр, говорит Антоле. 13-й его, и эта роль выпадает ему. «Когда прибудет, отправьте его ко мне», повторяет Желеман. Антоле бросает взгляд на Гейджа. «Разумеется, мой примарх». Желеман поднимается на ноги и смотрит на Антоле. «Антоле, я просто хочу с ним поговорить. И да, Марий, я снова влезаю в мелочи. Простите меня. Погрузка армии скурпулезное, но утомительное занятие. Мне хотелось бы немного отвлечься». Магистры улыбаются. «Когда представление главных гостей?» спрашивает Желеман. «Флот примарха Ларгара совершал переход в систему с полуночи по времени Калта», говорит Гейдж. «Первые корабли сопровождения собираются. Как мы понимаем, примарх пересекает границу света и тени в системе, приближаясь в реальном пространстве на большой скорости. Итак, осталось шестнадцать часов. Шестнадцать с половиной», отвечает Гейдж. «Я округлял в меньшую сторону, как армия», говорит Желеман. «Все смеются». Примарх смотрит через кристалл флексорную стену. Среди рядов блестящих, словно полированные клинки мечей, звездолетов, уже присутствуют росы более темных кораблей, похожих на окровавленное оружие, которое ожидает чистки. Первые боевые корабли Ларгара, которые швартуются и маневрируют, занимая место в строю. «Получены приветствия от прибывающих капитанов и командующих», сообщает Гейдж. «Эрик просит об аудиенции в удобное для вас время». «Он может немного подождать», произносит Желеман. «Это довольно унылый человек. Я бы предпочел вытерпеть их всех, но за один раз». Магистры снова смеются. «Подобная бестактность уместна только в нашем кругу», напоминает Желеман. «Эта операция спланирована так, чтобы продемонстрировать эффективность новой эпохи. Она целиком спланирована для того, чтобы прославить моего брата Хоруса и укрепить его авторитет». Желеман смотрит на Атрея, который улыбается, и на Гейджа, который глядит в сторону. «Да, Марий, я слышал, и вот что, Атрей был прав. Это представление, помпа и в сущности трата времени. Но, и это главное, Хорус является магистром войны. Он заслуживает прославления, а его авторитет нуждается в укреплении. Но в то же время, Атрей, Марий также был прав. Ты всегда будешь говорить о магистре войны с почтением? «Да, мой примар». «И последний вопрос», говорит Желеман. «Шесть половиной минут назад произошел сбой сигнала Вокса. Детали записаны. Возможно искажение из-за солнечной вспышки. Но я прошу кого-нибудь проверить. Для всего мира это прозвучало как пение. Отметка 613912. Помехи проверены и списаны на солнечные искажения. Вокс артефакт. Пустота постоянно потрескивает и нашептывает в слышимом и электромагнитном диапазонах. Спустя полчаса специалист на борту Касторикса докладывает о том, что слышит в Воксе поющие голоса. Через 20 минут песнопение на 11 секунд блокирует основную орбитальную информационную передачу. Источник песнопения не установлен. Часом позже происходят еще два всплеска, не имеющие источника. Через час после этого управление связи сообщает о серии поломок и предупреждает, что в течение дня возможны дальнейшие искажения связи, пока проблема не будет выявлена. Еще через час на ночной стороне Калта начинается первый из дурных снов. Отметка 50-11-11 Существует множество предзнаменований. Принимая во внимание выдающуюся тщательность, с которой 13-й легион проводит свои приготовления, можно было бы счесть трагедией или некомпетентностью тот факт, что так мало из всего этого было замечено. В данном случае простая истина заключается в том, что ультрамарин не знает, что нужно искать. На поверхности Калта в утренних лучах Тилос Рубио вместе со своим отделением ожидают погрузки на транспорты. Они все принадлежат к 21-й роте, подчиняясь капитану Гаю. У Рубио болит голова, боль за глазами. Он не обращает на нее внимания. На короткое мгновение он призадумался, не сообщить ли о ней апотекарию, но не делает этого. В ходе подготовительной фазы они двигались несколько дней без перерывов на отдых. Не было возможности отключить высшие психические функции и поспать или хотя бы провести восстановительную медитацию. Он списывает боль на естественную усталость, очередное проявление слабости человеческой плоти, которая в течение часа выявит и нейтрализует его трансчеловеческая биология. Это не усталость. Впоследствии Рубио пожалеет, что не обратил внимания на свое недомогание. Пожалеет об этом куда сильнее, чем обо всем остальном, что произойдет на Калке. Сожаления будут терзать его до самой смерти еще много лет. После смерти резни, после стрельбы и убийства, когда судьба совершит необычный ход и выведет его с поля боя, когда наконец появится возможность подумать. Тилос Рубио поймет, что в своей решимости следовать эдиктам императора, он оставил без внимания жизненно важное предупреждение. Он не одинок. Среди примерно 200 тысяч ультрамаринов, которые находятся в этот день на Калке и вокруг планеты, присутствуют сотни одаренных личностей, вроде него, покорно и самоотверженно принявших понижение доординарных званий. Все они игнорируют головную боль. В отличие от Рубио, мало кто проживет достаточно долго, чтобы об этом пожалеть. 4. Отметка 28, 27, 50. Я просил о праве присоединиться к наступлению, говорит Сорат Чур. Впервые с начала встречи Люциэль чувствует в поведении друга неловкость, и впервые он задумается о том, что они вовсе не друзья. Как бы лучше сказать, товарищи, быть может. Они встречались однажды, 8 лет назад. Их роты случайно сблизились при обороне Гонтовани и Себрас, последнего из городов башен Каскиана. 4 тиранских месяца они плечом к плечу отбивались от насекомоподобных созданий, чьего названия и языка они так и не узнали. Товарищи в силу обстоятельств. Обстоятельства принимают решения за всех нас. Простая, беспрекрас истина состоит в том, что 13-й легион Астартес Ультрамарин и 17-й легион Астартес Несущие Слово не близки друг к другу. Невзирая на внешнее сходство, они совершенно разные, по организации и боевой идеологии. Они настолько же различаются между собой, как и возглавляющие их примархи. Всякому глупцу видно, что изначальной целью императора при сотворении его сыновей и легионов было создать многообразие боевых сил, которые станут дополнять и украшать друг друга. Предполагалось, что различные сильные стороны и характеры будут сиять в контрасте, в единообразии слабость, а поскольку братья разные, они конфликтуют. Существуют соперничества и споры, ссоры и перебранки, зависть и состязания. Это также задумано, как часть здравого естественного процесса легиона состартос. Таков замысел императора. Пусть сыновья соревнуются, пусть легионы бросают друг другу вызов, так они будут подстегивать друг друга, так они будут работать лучше. Император и его старейшие, мудрейшие сыновья всегда рядом, чтобы остановить зашедшие слишком далеко события. Гонорий, Люциэль и Соро Чур стоят на наблюдательной палубе над главным трюмом крейсера Самофракия. Они поприветствовали друг друга с уважением и симпатией и провели день, наблюдая за распределением потока персонала армии и боеприпасов с боевого транспорта Чура на десантные корабли, за которыми надзирает Люциэль. Они похожи, сходство телосложения, одного звания, один красный, другой синий, как будто они отпечатаны одинаковыми заводскими прессами, а затем обработаны разными красками. Думаю, мы близки, говорит Чур. Надеюсь, что не ошибаюсь. Так и есть, соглашается Люциэль. Было честью служить вместе с тобой на Каскеане. А стало быть, мы необычные, делает смелое замечание Чур. Люциэль смеется. Ты просил о праве примкнуть к наступлению, произносит он. Полагаю, твой примарх проявил благосклонность? Да, так же, как и мой, отзывается Люциэль. Когда я просил об обязанности обеспечивать непосредственную защиту Нуминской верхней станции, нам отвели роль послов, брат. Мне тоже так кажется, кивает Чур, испытывая облегчение, что спустя несколько проведенных в обществе друг друга часов, об этом наконец зашла речь. Думаю, мы с тобой единственная настоящая точка соприкосновения между нашими легионами, говорит Люциэль. Неудивительно, что мы должны мастить путь к общему взаимодействию. Они идут по палубе под громадными арками ребер сводов трюма. Гордость моего легиона получила удар, произносит Чур. Разумеется, отвечает Люциэль. Уязвлена, я бы сказал, и это лекарство. Наши легионы будут нести службу плечом к плечу, прилагая совместные усилия и тем самым сплачиваться. Примером этого в миниатюре служит наш опыт. Говорили, что это маневры, откликается Чур, что Хорус играет властью, отдавая приказы двум своим братьям, в особенности тому, кто и так достаточно могуч. Но это все дым. Думаю, что Хорус демонстрирует замечательную проницательность. Он знает, что при нынешнем положении дел единства любого строя, образованного несущими слова и ультрамарином, будет неполным. Очевидно, что в своей бесконечной мудрости Хорус изучил рапорт о Каскианской кампании. Думаю, что да. Может потребоваться много времени, чтобы дурная кровь растворилась. Порой ее необходимо выпустить. Суть разногласий, удара по гордости проста. Неудовлетворенный продвижением и работой 17-го в ходе Великого Крестового Похода император отправил ультрамарина в Пакарате. Это была абсолютная и унизительная выволочка, проистекающая из отвращения императора к фанатизму несущих слова, в особенности, когда дело дошло до почитания его собственной персоны как божества. Истина императора была светской истиной. Он терпел набожное отношение в кругу своих сыновей, но не более того. Возможно, ультрамаринам не повезло, что их использовали таким образом. Не просто какой-то легион, а крупнейший, наиболее светский, наиболее эффективный, наиболее дисциплинированный, наиболее успешный, хотя с этим можно было поспорить. Люциэль склонен к сочувствию. Он несколько раз беседовал по этому поводу наедине с примархом, поскольку Желемана это тоже явно беспокоило. Неуютно выступать в роли инструмента унижения и примера для подражания. Желемана тревожит, никогда не исправится. Это стало понятно, поскольку он раз за разом расспрашивал Люциэля, единственного офицера 13-го, который когда-либо добивался относительного доверия офицера 17-го. Ибо несущие слова всегда были лишь верны и преданы. Люциэль это знает. У него нет сомнений в абсолютной верности Чура. Их преданность была поставлена под сомнение и очернена самим его объектом. Хотя Луперкаль демонстрирует свою мудрость и проницательность с самого начала управления он излечивает раны. Активно работает над тем, чтобы примирить два крупнейших легиона и забыть горький раскол. На Каскеане, говорит Люциэль, я многому у тебя научился, Сорот. Научился поражаться звездам и ценить внушающие смирения масштабы нашей галактики. А я учился у тебя, отзывается Чур. Учился плотному анализу и оценке врагов. И это изменило мои воинские способности. Их слова искренне. На Каскеане Чур напомнил Люциэлю о месте того в огромной вселенной. Хотя он и не пытался обратить капитана ультрамарина в какую-либо духовную истину, но смог помочь тому мельком увидеть неописуемое космическое таинство, которое напоминает смертному, пусть даже могучему транс-человеку о его крохотном месте в великом творении и создает пульс, живое сердце любой веры. В результате Чур дал Люциэлю видение мира, которое благотворно умолило представление капитана о себе перед лицом вселенной. Это указало Люциэлю на его место и напомнило о цели. Взамен Люциэль продемонстрировал Чуру строгость теории и практики, крепкость выучки, которая пронзала покров духовности желанным прагматизмом. Люциэль напомнил Чуру, что тот транс-человек. Чур напомнил Люциэлю, что тот всего лишь сверхчеловек. От обмена точками зрения они оба неизмеримо выиграли. Мне доставит огромную радость, говорит Люциэль, если наши братья с обоих сторон в итоге оценят по достоинству обоюдные различия, как это сделали мы. Я не сомневаюсь, отвечает Чур, что этот сбор положит конец враждебности между нашими легионами. Отметка 26, 43, 57 Эонид Тиэль, подвергнутый дисциплинарному взысканию, ожидает собеседования. Он уже несколько часов на борту чести Маккраги. Ему велели ждать. Он ждет, что его вызовут к Шараду Антоле, магистру 13-го ордена. Он готов к этому. Будет безжалостный выговор, за которым последуют дисциплинарные обязанности. Однажды его уже подвергал этому Тайрон, капитан его роты. В ходе собеседования Тиэль допустил промах, попытавшись оправдаться в своих поступках. Когда его вызовут к магистру ордена Антоле, он не повторит этой ошибки. Тиэля обязали ждать в огромной приемной на 40-й палубе. Это стендовый арсенал, увешанный оружием. В центре помещения на возвышениях располагаются отполированные тренировочные клетки. Спустя три часа ожидания в идеальной неподвижности он сдается, снимает шлем и начинает прохаживаться по пустому залу, восхищаясь оружием на стендах. В основном это клинки, многие из которых сработаны мастерами. Они представляют собой вершину оружейного искусства тысячи культур. Это образцовое собрание, сюда входят наиболее высокопоставленные офицеры тринадцатого. Чтобы изучить виды оружия, потренироваться и попрактиковаться с ними, тем самым улучшив теоретические и практические навыки. Киэль знает, что ему вряд ли удастся когда-либо еще так приблизиться к подобным совершенным образцам. Он борется с соблазном взять какое-нибудь оружие и изучить его. Ему хочется почувствовать сравнительный вес и индивидуальные особенности баланса. Когда ожидание затягивается и никто не приходит, Тиэль протягивает руку к подвешенному у стены на гравитационном крюке дуэльному мечу. Сержант Тиэль! Тиэль замирает офицер в церемониальном костюме. Да! Меня просили сообщить вам, что ждать осталось недолго. Я буду ждать столько, сколько потребуется, отвечает Тиэль. Что ж, пожимает плечами офицер, осталось недолго. На первое место вышли вопросы логистики. Примарх вскоре вызовет вас. Он поворачивается, чтобы уйти. Подождите, Примарх? Да, сержант. Я ждал, что меня вызовут к магистру ордена Антоли, говорит Тиэль. Нет, к Примарху. А, произносит Тиэль. Палубный офицер ждет еще мгновения, приходит к выводу, что беседа окончена и уходит. Примарх. Тиэль медленно выдыхает. Можно считать, что его проблемы практически самые серьезные, какие вообще могут быть. Что означает? Он снимает дуэльный меч, у клинка необычный баланс. Тиэль дважды взмахивает им, а затем поворачивается к ближайшей тренировочной клетке, останавливается, разворачивается обратно. Проклятие можно с одинаковым успехом заработать, как за часть, так и за все вместе. Он берет рафианскую саблю, вдвое короче меча, но почти такую же тяжелую. Держа в каждой руке по клинку, он идет к клетке. Тренировка, режим одиночного спарринга, двойное оружие, восьмой уровень сложности, выполнять. Клетка с гудением оживает, вокруг него поднимается система арматуры, с лязгом наращивая вращение. Тиэль приседает на корточке, он поднимает два бесценных клинка. Отметка 25 15 19 Их вылет отложен. Какой-то там шторм над провинцией Карен. Небо на востоке становится красно-лиловым, словно налитый кровью синяк. Сержант Хелок велит им устраиваться на ночлег и ждать вызова. Вылет отложен, но не настолько, чтобы позволить рядовому Бейлу Рейну покинуть позицию и пойти повидаться со своей девушкой. Согласно уставу никаких исключений, говорит сержант. Затем он слегка смягчается. Извини, Рейн, знаю, что ты надеялся. Бейл Рейн садится и прислоняется спиной к погрузочному поддону. Он начинает думать, что проведет остаток жизни, глядя на лицо сержанта Хелока и больше не увидит НИФ. Вряд ли он мог оказаться дальше от истины. Это что, пение? спрашивает Кранк. Он поднимается. Это пение, произносит он. Рейн тоже его слышит. В двухстах метрах по ту сторону какого-то ограждения периметра находится полевой лагерь, занятый подразделениями армии, которые прибыли в 17-м. Толпа оборванцев, так они выглядят. Просто какие-то проходимцы с окраинных миров. От них только и ждешь, что они будут семенить по пятам за фанатичными несущими слова. Когда они выгружались, то заработали немало критических комментариев сержанта Хелока, которые касались формы одежды, построения, обслуживания оборудования и парадной дисциплины. О, но это просто неприлично, говорит Хелок, поджигая палочку лхо и наблюдая, как те высаживаются из десантных модулей. Они похожи на долбаных бродяг, на тупых, как дерьмо охотников с мира, расположенного в заднице галактики. Солдаты с другой планеты и впрямь не выглядят многообещающе. Они оборваны. В них есть какая-то дикость, как будто они слишком долго были лишены чего-то жизненно необходимого. Их кожа бледна, а телосложение худощавое. Они похожи на растения, которые чахли без света в пещере. Похожи на дикарей. Как раз то, что нам надо, произносит Хелок. Дикие вспомогательные подразделения. Они поют, скандируют. Это неприятные или привлекательные звуки. В сущности их довольно неприятно слушать. Похоже, это придется прекратить, говорит сержант. Он давит каблуком окурок палочки лхо. Он движется через площадку, чтобы потолковать с командиром другого подразделения. Пение раздражает его. 5. Отметка 20, 44, 50. Капли дождя вырываются из сухого воздуха, словно болтерные заряды. Они разбиваются, как будто черное стекло, об обтекатель спидера, который селатон гонит по магистрали эрут. Повсюду пыль, высохшая до рассыпчатости земли, затвердевшая корка пыли на металле, пыль в воздухе, поднятая челноками, машинами и военным транспортом. Плоский ландшафт бледен и едва освещен. Небо странно потемнело, помутнело. С пассажирского места бронированного спидера вентану видно далекую линию холмов, покрытых зеленью. С юга надвигается ливень. По воксу говорят, что в Каран уже болото. Пройдет не так уж много времени и здесь тоже будет болото, думает Вентан. Свет такой странный, небо такое темное, а земля такая светлая. Капли дождя похожи на стеклянные бусинки, на слезы. Они разлетаются об него, об Ираню, о спидах, оставляя полосы влажной черноты на налете белой пыли, которым за день покрылись все поверхности. Капли дождя бьют по пыльной земле, по магистрали, по шероховатой обочине, оставляя миллионы крошечных входных отверстий, похожих на черные воронки и маленькие белые облачка. Вдалеке в нижних слоях тучи, словно прослойки блестящей руды в угле, сверкают мелкие серебристые нити молний. Селатон управляет по-идиотски. Спидер тяжелая двухместная машина с передними турелями. Ее кобальтово-синяя броня покрыта хлопьями пыли, а также вмятинами и царапинами от долгой службы. Кабина открыта. Гравитационные платформы отталкиваются от земли, а силовая тяговая установка обладает сверхмощностью, чтобы переносить окружающую ее броню. Это легкий разведывательный аппарат, пригодный, чтобы выбраться из неприятностей. Вентан затребовал его на день в качестве транспорта для личного состава. И вот теперь силотон управляет им по-идиотски. Он выжимает практически максимальную горизонтальную скорость, оставляя позади них на плоской и прямой дороге белый пыльный след. Дождь пытается прибить пыль, но та слишком плотная. На расположенном слева от водителя навигационном дисплее моргает карта маршрута. Дисплей укреплен и защищен решеткой от износа. Спидер рабочая машина. Вдоль всех верхних швов тянется голый металл. Предполагается, что дергающийся курс на подсвеченном дисплее это они. Вытравленная линия магистраль. Внизу экрана клякса. Это станция Эрут. Наверху треугольный значок. Перед курсором на линии появляется красный предупредительный пунктир. Медленнее произносит винтан по каналу шлема. Слишком быстро откликается силотон. В его голосе нетерпеливое веселье. Винтан даже не смотрит вниз. Он стучит по экрану навигатора. Силотон бросает туда взгляд. Замечает и немедленно сбавляет газ. Они приближаются к хвосту сборной автоколонны. Хотя они снижают скорость, но все равно попадают в пыльное облако за движущейся колонной. Силотон поворачивает, пересекает центр магистрали и начинает обгон. Тяжело двигающиеся пехотные транспорты. Двадцатиколесники, буксируемая артиллерия, нагруженные танковые транспорты. Все громоздкие машины мелькают мимо и остаются позади, оказываясь в поле зрения на секунду, пока они движутся в странном освещении, в воздухе, который одновременно сух от пыли и влажен от дождя. Военный грузовик пропал. Военный грузовик пропал. Военный грузовик пропал. В награду им вслед звучат радостные вопли и гиканье солдат армии, машущих из транспорта. Теперь мимо проносятся самоходные орудия, задравшие стволы вверх, словно обнюхивая небо. Десять, двадцать, тридцать единиц. Проклятая колонна длиной в сорок километров, теневые мечи, минотавры, новая бронетехника типа Инфернус и полковые транспорты. Вентан наблюдает, как на обтекателе спидера ползут и дрожат черные от сажи бусинки дождя. Ему пришлось оставить Сидонса за старшего в эруде. Под прикрытием надежных сержантов вроде Архо, Анкриона и Барки. Нужно кое-что уладить синишалями Нумина. Местная политика. Вентан ненавидит местную политику. Но это распоряжение пришло напрямую из аппарата примарка. Портовые дела, скорость обработки грузов, дипломатия. Вентан знает, как обращаться с болтером. Это очередное бесхитростное упражнение в рамках обучения их иным искусствам, которые однажды потребуются им в жизни. Учтивость, эффективное управление, власть. По сути, все, что не включает в себя болтер. Тут повсюду видны следы руки Желемана. Это тот тип дел, который Вентан предпочитал бы решать быстро отданным по воксу распоряжением. Однако ему велели разобраться лично. И вот бесполезное сорокаминутное путешествие в порт, где нет синишалей, с которыми ему нужно увидеться. А теперь час по магистрали Эрут. К? Где это? Голофузикон. Вентан не глупец, ему известно, что значит это слово. Он просто не знает, что на собой представляет. Треугольный значок на навигационном дисплее. Селатон издает какой-то звук, что-то бормочет. Удивление, его что-то впечатлило. Он еще сбавляет скорость. Они догоняют Титана. Титаны одной шеренгой маршируют по магистрали в направлении порта. Они тяжело шагают, они огромны. Вокруг их ног вооруженные машины сопровождения и моргающие огнями спидеры скитариев, которые огибают Вентана по широкой дуге. Они проезжают через движущиеся тени. Тень, солнце, тень, солнце. В каждой из теней кемно, словно под землей. Титаны покрыты спекшейся коркой пыли. Они выглядят изношенными, напоминая ветхих металлических узников, гигантских каторожников, которые шаркой обредут в тюрьму или к виселице. Странный резкий солнечный свет падает на верхние поверхности и окна кабин, блеск в глазах, убийственный взгляд. Древние колосы, пережившие все войны, покорно маршируют на следующую. Вентан обнаруживает, что смотрит вверх, смотрит назад, глядя на остающиеся позади машины. Даже он впечатлен. 47 титанов. Он слышит тектонический грохот их шагов поверх хвоя двигателей спидера. Самые крупные из них занимают все магистраль. Движущаяся навстречу колонна транспорта снабжения вынуждена съехать на обочину и ждать, пока те пройдут. Регулировщики машут жезлами и фонарями. Селатон в спешке сильно потянул рукоятку. Обочина занята неподвижными транспортами, так что он тянет ее еще дальше, пересекая границу магистрали, обочину, дренаж и кювет, съезжая с дороги в кустарник, вновь набирая скорость и вздымая хвост серой пыли. Он увеличивает мощность гравитационных элементов, поднимается еще на 50 сантиметров, отделяясь от рельефа местности и снова дает газу. Они закладывают вираж, снова набирая скорость. Привод спидера воет, они движутся параллельно магистрали. Вентан оглядывается, ему кажется, что один или два титана поворачивают массивные головы, чтобы посмотреть с угрюмым пренебрежением. Кто там несется мимо в крохотном спидере? Почему они столь нетерпеливы? Куда они движутся в такой чертовой спешке? Отметка 19, 12, 36. Галофузикон. Оказывается, что он треугольный как значок. Пирамида. На самом деле, это пирамида, установленная на три пирамиды меньшего размера, каждая из которых подпирает один из углов большой. Она сложена из гладкотесанного кремового камня. Вентан отмечает, что здание впечатляет как размерами, так и планировкой. Возможно, оно даже красиво. Он не уверен, у него нет опыта подобных определений. Здание видно за 10 километров. Магистраль Эрут проходит мимо него, соединяясь с подъездными дорогами самого Галофузикона и города служебных и гарнизонных сообщений. На горизонте встает сияющий силуэт Нумина. Галофузикон, величественный и громадный, возвышается посреди равнины. Несмотря на окружающую его обширную застройку, он все равно выглядит новым, словно его только что построили, и теперь он ожидает, когда же вокруг раскинется город, или как будто его сослали в пустыню в наказание. Дождь ненадолго прекратился, дует ветер, свет ярко блестит на обращенных к солнцу поверхностях монолита. Другие стороны в густой коричневой тени, подчеркивая идеальную симметрию. Подъездные пути это проспекты, увешанные трепещущими и хлопающими на ветру знаменами, золотистые мачты, позолоченные опоры балдахинов, подставки для ламп. На знаменах гербы пятисот миров ультрамара, терры, империума и тринадцатого. Вентан не видел столько знамен в одном месте с тех пор, как просматривал пикты сулонорского триумфа. А еще вокруг разбиты сады. Они очень зеленые. Вода из реки Борос была при помощи ирригации проведена на сухие равнины, чтобы создать оазис. Переливаются бассейны. Система орошения наполняют воздух брызгами. Образуются миниатюрные радуги, покачиваются пальмы. «Сбавь ход», говорит Вентан. Они проезжают под хлопающими знаменами, сквозь прохладную темноту под громадной аркой и вплывают во внутренний двор. Здесь находится огромный лестничный марш, словно проход для храмовых процессий. На стенах внутреннего двора висят новые знамена. Видны другие машины, а также точки. Люди, которые кажутся карликами в громадном замкнутом пространстве. По обе стороны от основного марша медленно и плавно движутся моторизованные лестницы с керамитовыми ступеньками. Они спешиваются, освобожденный от их веса спидер покачивается, словно маленькая лодка. Чтобы позаботиться о машине, приближаются одетые в ливреи слуги. Вентан начинает подниматься по ступеням, сержант следует за ним. Он отстегивает и снимает шлем, вдыхает нефильтрованный воздух, ощущая на лице тепло и свет. Галофузикон, произносит Селатон. Универсальный музей, говорит Вентан. Это я понял. Вентану для таких мест не хватает терпения или интереса. Он готов признать это изъяном своего характера. Они доходят до верха огромного марша. К концу такого подъема на солнце пеке обычный человек, будь он даже в превосходной форме, уже бы задыхался. Их же шаг напротив стал быстрее к концу подъема. Мраморная платформа и широкий вход. По ту сторону громадное просторное каменное пространство, освещенное естественным светом через прорези в крыше. Прохлада. Повсюду эхо приглушенных голосов. Вентан заходит через широкий вход. Он прямоугольный, вытянутый по горизонтали. Кромка проема над головой имеет 30 метров в ширину. Есть и другие посетители. Крошечные фигурки посреди огромного пространства. По сторонам громадного зала идут ольковы, подиумы, постаменты, стенды. Экспонаты, вероятно. Возле них и собираются посетители. Для чего сооружать такое колоссальное здание, а потом расставлять горстку экспонатов по краям? Чем это должно быть? Интересуется Селатон. Я не претендую на понимание больших замыслов, отвечает Вентан. К ним приближаются новые слуги в ливреях. Чем мы можем быть полезны, сэр? Спрашивает один из них. Вентан, капитан, четвертая рота, первый орден, тринадцатый, произносит Вентан. Я ищу. Он запомнил имя, Сенешалий, Арбут, Дориала и Тервина. Или в сущности любого старшего муниципального служащего, в круге ведения которого находится порт. Они все в здании, откликается слуга. К сетчатке его глаз явно напрямую подключена какая-то инфосистема. Вентан видит это по легкой остеклененности, с которой глаза человека расфокусировываются, чтобы проверить имена. Вы можете их привезти, интересуется Вентан. Они весь день на заседании, отвечает слуга. Это срочно. Вентан тщательно подбирает следующее слово. Он ставит на первый план не столько это слово, сколько паузу, которая означает «Я одет в боевой доспех, вооружен и изо всех сил стараюсь быть вежливым». «Да», произносит он. Слуги торопливо удаляются. Ультрамарины ждут. «Сэр, это ведь начинает селатон». «Да», отвечает Вентан. Вентан идет к далекой фигуре, которую они узнали. Она стоит на коленях перед одним из постаментов с экспонатами. На почтительном расстоянии ожидают слуги. Колено-преклоненная фигура видит Вентана и поднимается на ноги. Шестерни и моторы ее доспеха издают гул. Воин выше и шире Вентана. Громада его доспеха мастерски сработана и роскошно отделана золотыми крыльями, львами и орлами. Он опирается на палаш длиной с обычного человека. Лорд-чемпион произносит Вентан салютуя. Капитан Вентан отзывается гигант. Он воздерживается от салюта, вручает грозный меч оруженосцу и сжимает руками закованную в сталь кисть Вентана. Вентан льстит, что его узнала столь благородная личность. Почему ты здесь? спрашивает Колос. Я полагал, что ты руководишь сборами Эруда. Вы хорошо информированы, Тетрарх, отвечает Вентан. Информация это победа, брат мой, произносит Тетрарх и смеется. Вентан объясняет свое задание, дипломатическую миссию. Тетрарх слушает. Его зовут Эйкос Лампад. Он находится в чине Тетрарха, а также чемпиона примарха. Четыре Тетрарха представляют четыре господствующих мира, которые руководят княжествами Ультрамара под властью МакКраги. Сарамант, Конор, Аклюду и Аякс. Княжество Ламиада, Конор, мир кузница. Тетрархи, четверо князей Ультрамара. Они правят пятьюстами мирами, находясь в иерархии ниже Желемана и выше магистров орденов с планетарными лордами. Я знаю, Сенешали, говорит Ламиад, я могу представить тебя. Я был бы признателен, это было бы целесообразно. Половина лица Айкаса Ламиада, правая его половина, героически красива. Другая, бесшовно вставленный в плоть бледный безликий фарфор. Элегантное подобие отсутствующего лица. Левый глаз, механизм с золотым зрачком, который вращается и двигается в орбите, словно старинный оптический прибор. Ламиад получил ужасную рану при обороне Батора. Визжащие сюрикены разнесли его череп и расчленили тело. Однако почтительные адепты механикум, кузницы Коннор, воссоздали Тетрарха из уважения к его службе и хорошему управлению их миром. Говорят, что без их помощи он бы сейчас обитал в корпусе Дредноута. Тебе нравится Голофузикон, Вентан? Интересуется могучий чемпион. Его свита сервиторов, оруженосцев, советников и боевых братьев безмолвно и неподвижно. Все они в богатом церемониальном облачении. Нравится Повелитель? Ну, ты его оценил? Я не задумывался об этом Повелитель. Ламиад улыбается, способный на это половиной лица. Я чувствую сдержанность, Рэм, произносит он. Вы позволите говорить откровенно? Спрашивает Вентан. Говори. Повелитель, я был на многих мирах, имперских и неимперских. Думаю, что уже потерял счет всем тем вместилищам мудрости, что мне показывали. На каждом мире, у каждой цивилизации есть своя великая библиотека, свое хранилище чудес, свой архив информации, своя коллекция знаний, свой ларец всех тайн. Сколько может быть абсолютных архивов универсального знания? Звучит так, как будто ты впал в уныние, Рэм. «Важно, Рэм. Информация это победа, повелитель». «Именно так», говорит Ламиат, «нам необходимо хранить то, чему мы научились. Также мы очень многое узнали во время великого крестового похода, получив архивы согласных цивилизаций. Я понимаю, что…» Ламиат спокойным жестом поднимает руку. «Я не делаю тебе выговор, Рэм. Я понимаю важность тщательного сбора информации, но в то же время устал от чрезмерного почтения, которое проявляют к местам вроде этого. «О, так вы говорите, что это очередное хранилище самых потаенных секретов? Прошу вас, скажите мне, какие у вас там могут быть секреты, которых я не узнал в тысячи крипт наподобие этой?» Они смеются. «Знаю, что мне здесь нравится, Рэм». «Нет, повелитель, что?» «Здесь пусто», говорит Ламиат. Голофузикон был заказан 35 лет назад в ходе развития Нумина. Он моложе, чем они оба, моложе срока их службы. Строительные работы завершились совсем недавно, кураторы только начали завозить экспонаты и данные для демонстрации и хранения. «Обычно они такие древние, не правда ли?» – замечает Ламиат. «Пыльные гробницы информации, закрытые и охраняемые бесчисленные века. Чтобы попасть в них, нужны специальные ключи и ритуалы. Да еще все это утомительная таинственность. В этом же месте мне нравится его пустота, его предназначение. Это проект РЭМ, великое начинание, которое смотрит вперед, а не назад. Оно открыто и готово наполниться будущим человечеством. Однажды оно станет универсальным музеем и, быть может, встанет в один ряд с библиотеками ТЭРЭ, как одно из величайших хранилищ информации в империуме. Сейчас же это созданное из камня строение. Обдуманное заявление о нашем намерении создать крепкую и утонченную культуру, поддерживать ее, вести ее летопись, изучать ее. Это музей будущего, произносит Вентан. Неплохо сказано, так и есть, музей будущего. На данный момент это именно он. Вы поэтому сюда пришли, спрашивает Вентан. Ламиат указывает на экспонат, который он осматривал, когда пришел Вентан. В стерильном суспензорном поле находится стабилизированный лоскут, поврежденного огнем знамени. Тепло тела активирует гололитическое табло, показывающее изначальные детали. Это часть стандарта, который Ламиат нес на батаре. Этот экспонат один из тщательно отобранных нескольких первых сотен, чувствует его и его движение, увековечивая ту великую битву. У меня запланированы служебные поездки, которые уведут меня от ультрамара самое меньшее на 10 лет, произносит Ламиат. Я почувствовал, что должен прийти и взглянуть на это перед отправлением, увидеть собственными глазами. Он смотрит на Вентана. Ну, живым глазом и тем, что для меня сделали механику. Какое-то время они беседуют о сборах и грядущей компании. Никто не упоминает о 17-м. Говорят, что скоро Калт назовут старшим миром, произносит затем Ламиат. Он быстро развивается, а его сильные стороны очевидны. Верфи, производство. Его статус повысят, и он будет управлять собственным владением. Меня это не удивит, отвечает Вентан. Также у него будет собственный тетрар, произносит Ламиат. Будучи старшим миром, он будет обязан назначить военного губернатора, а также предоставить примарху чемпиона и его почетную гвардию. Разумеется, ходят разговоры об Эфоне, Эфоне из 19-й, как о возможном кандидате на этот пост. Эфон хороший кандидат, соглашается Вентан. Рассматриваются и другие кандидатуры. Как мне сказал наш возлюбленный примарх, выбор тетрарха это «И он уже не будет называться тетрархом, не так ли?» говорит Вентан. «Возможно, когда вас будет пятеро, вы все станете квитрархами». Ламиат вновь смеется. «Может быть, они придумают другой титул Рэм», произносит он, «не привязанный к числам. Калд будет не последним, а всего лишь следующим. Ультрамар растет. По мере встречи с будущим и заполнения этого галафузикона у нас станет больше пятиста миров и больше пятикняжеств. Как и эти пустые залы, мы должны быть готовы приспособиться к грядущим переменам и расширению. Он оборачивается, к ним приближаются фигуры в длинных бледно-зеленых облачениях в сопровождении слуг. «А вот и синишали», говорит чемпион Примарха. «Позволь мне тебя представить, чтобы ты мог выполнить свою работу». 6 Отметка 164412 В орбитальной сторожевой башне сервер управления Ул-Кехал-Хест общается с ноосферой. Кот говорит, он бормочет. Складки достигающего пола облачения механикум настолько жесткие, что кажется, будто он высечен из камня. Он стоит на вершине сторожевой башни, которая столь же пряма и изящна. Башня отбрасывает тень на крепость Калкас, бронированную цитадель, которая стоит напротив Нумина, по другую сторону сверкающего простора Бороса. Это кольцо стен и зубчатых башен, полноправный город, но в то же время и оборонительный сателлит, телохранитель, который приставлен пребывать за плечом Нумина и оберегать его от вреда. В сторожевой башне трудится 10 тысяч человек, а еще 50 тысяч в окружающих ее орудийных башенках и административных зданиях. Это сигнализатор, его ноосферическая архитектура разработана на мире кузницы Хеста, Коннери, и поддерживается при помощи технологий, которые напрямую поставляются фабрикаторами Марса. Командная палуба сторожевой башни обширна и кишит персоналом. Окна с поднятыми противовзрывными ставнями смотрят на реку и город с одной стороны и на равнину с другой. Хест может взглянуть на поток движения в космопорте, на пыль, которую подняли перегруппировкой на равнине, на светлую землю и потемневшее грозовое небо. Однако виды его не интересуют. Башня поддерживает собственную сеть манифольда и загружает информацию для Хеста и прочих адептов со скоростью эквивалентной ноосферной трансляции 800 боевых титанов. 60 модерати высшей квалификации, которые работают во встроенных в палубу амниотических саркофагах из бронестекла, помогают амортизировать поток и расчленять его для восприятия. С этой палубы, с этой вершины Хест может при помощи простой кодовой команды по постоянно находящемуся при нем ММУ отдать приказ ввести в бой планетарную оружейную сеть. 250 тысяч орудийных постов наземного базирования, включая шахтовые пусковые установки и автоматизированную плазменную артиллерию, а также башенные и турельные орудия, полевые станции, полярные огневые точки. Он может активировать системы громадных пустотных щитов, которые зонтиком накрывают первостепенные жилые кварталы Калта. Может вести в строй 962 орбитальные платформы. В число которых входят системы внешней защиты и нацеленные на поверхность изолирующие сети. Более того, он способен взять под контроль и координировать все доступные наземные силы, а также всефлотские соединения, собирающиеся на высокой орбите или на верфях. Все это означает, что сегодня вследствие объединения сервер Хест обладает непосредственным личным контролем над большим объемом огневой мощи, чем воитель Хорус, или возможно, чем сам император. Эта мысль не впечатляет сервера Хеста и не вызывает в нем волнения. Тем не менее, Хест знает, что мага Смейер Эдв Таурин считывает повышение его уровня адреналина. Таурин молода и расторопна, она высокого роста и полностью модифицирована. она преуспела в продвижении по эволюционным ступеням механикум и действительно хорошо выполняет свою работу. Она надзирает за аналитиками. Хесту она нравится. Он редко допускает эмоции. Однако в те моменты, когда решает им поддаться, всегда отмечает теплоту, с которой он ее воспринимает. Ее модификации технически привлекательны, а базовая органика обладает несомненной эстетичностью. Вы нагреваетесь, говорит она ему двоичным кодом, микросекундной передачей в личном прямом режиме. Передача невербальна, однако во вплеске содержатся кодовые знаки для Хеста и перегружающие свои приводы боевой единицы Титана. Ни в коей мере размышления. Просто сегодняшний день требует больших затрат сил. Таурин кивает, она призраком дублирует его наблюдение. Он знает, что она присутствует у него за плечом в манифольде, так же, как стоит рядом на палубе в плотском мире. Ее пальцы трепещут, касаясь невидимых клавиш и координируя данные при помощи тончайшей гаптики. Сегодняшние трудности в том, чтобы не стрелять. При объединении двух лотов плотность движения над калтом особенно высока. По сути, все это движется, следуя нестандартным или корректирующим маршрутам сообщения, экстраординарным ситуационным изменением скорости, курса и дистанции, которые не закодированы в регулярном наблюдательном регистре. Это одноразовые вещи, годные на один день и отвечающие за безопасную и уверенную организацию огромной армады. Оружейная сеть Калта обладает многочисленными резервными и многоуровневыми формами перекрестных проверок и авторизаций. Ее невозможно использовать неправильно или по ошибке силами одного индивида. Ни Хеста, ни сорока прочих серверов сторожевой башни, ни 6278 магасов и адептов, размещенных на станциях по всей планете, ни гарнизонных командиров армии или местных дивизионов. Ничто не может произойти без его персонального разрешения. Всякий раз, когда корабль прибывает, двигается, проходит мимо другого, присоединяется к формации, заходит на сортировочную станцию, начинает дозаправку или же вращается на месте для проверки двигателей, раздается сигнал тревоги. Любое нестандартное движение или система маневров активирует сеть, и Хест должен отклонить запрос на открытие огня. На самом деле, это великолепный тест и демонстрация сети Калта. Однако, это становится утомительным. С вершины сторожевой башни сервер Хест контролирует эффективную огневую мощь крупной флотилии, распределенную по поверхности и орбите. Система сверхчувствительна, и ничто не может застать ее врасплох и тем самым получить преимущество. Любая нестандартная ситуация запускает автоматический расчет огня сети, и Хест должен лично отменять его в дискреционном режиме. Сейчас он делает это от 80 до 25 раз в секунду. Таурин знает, что стандартной оперативной практикой механикум для подобных условий, которую рекомендуют как магистры кузнец Конора, так и верховные адепты Марса, является временный обход многоузловой автоматики сигнальных процессов сети и на время маневрирования флота перенаправление управления санкционированием на автоматические станции. Предоставить разумным машинам платформ нести это бремя на своих плечах, дать им проводить перекрестные проверки непрерывно загружаемых данных, дать проверить швартовочные коды и регистрационные отметки движения. Также известно, что Хест целеустремленная личность и очень гордится собственной работой и обязанностями сервера. Планетарная сеть Калта оптимизирована таким образом, чтобы работать на многоузловой автоматике с предоставлением окончательной санкции на все операции со стороны сервера или серверов. Переключиться на одну лишь автоматику значит признать слабость живого мозга, обратиться к одной лишь машине, а не биоинженерному синтезу, признать границы человека и подчиниться беспристрастной эффективности холодного кода. Они это обсуждали, обсуждали даже при помощи плоских голосов и голосовых связок, не подключаясь. Хест обладает чистейшим видением мечты механику, и она преклоняется перед ним за это. Это не преклонение перед машиной, как думают столь многие немодифицированные в обществе. Это использование машины для расширения человечности. Апофеоз через синтез. Отступить и позволить делать всю работу машинам отвратительно для Хеста. Возможно, эта идея кажется ему более ужасной, чем показалось бы немодифицированному человеку. Вы же знаете, это не признание неудач, передает она, продолжая позавчерашнюю беседу, словно с тех пор не прошло ни секунды. Он соглашается с ней, опознавая добавленный к ее коду разговорный маркер, который вновь открывает файл с тем диалогом. На самом деле, это рекомендованная Марсом практика. Хест кивает. Если мы создаем системы, которыми не можем управлять, какой смысл их строить. Скажите, к чему это ведет мага Стаурием? К самоуничтожению, отречению от сознания. Именно, произносит Хест. Ее удивляет использование им человеческого голоса, однако она мгновенно понимает, что он переключился с двоичного кода ради символичности. Это ее забавляет, и она демонстрирует свое веселье при помощи выражения лица. Вы думаете, что дело в моей гордости, как и он, она все так же делает незаметные гоптические движения и очищает поток данных ноосферы. Я полагаю, что никто, даже адепт уровня сервера или выше, никогда не проводил подобную операцию в одном лишь дискрепционном режиме. Я полагаю, что вы пытаетесь поставить своего рода рекорд, или пытаетесь завоевать медаль, или пытаетесь надорвать главный орган. Ее голос чист, так же как и кот. Порой ему хочется, чтобы она побольше говорила. Это простой вопрос безопасности и эффективности, говорит он. Сеть создана многоузловой, в этом ее сила. У нее нет одного сердца и единого мозга. Она глобальна, захватите любую точку, даже эту сторожевую башню, даже меня, и любой сервер или мага с того же уровня сможет перехватить управление. Сеть подстроится и распознает полномочия следующего в цепочке. Эта башня может рухнуть, но сервер на дальнем краю планеты мгновенно придет на смену. Многоузловое резервирование идеальная система. Нельзя убить то, у чего нет центра. Так что я предпочел бы никоим образом не ослаблять целостность системы планетарной обороны, пренебрегая осторожностью и передавая надзор за посадками орбитальным машинам. Ожидается, что это объединение продлится еще день или два, замечает она. Когда вы хотите, чтобы я сменила вас? До или после того, как вас парализует и вы упадете на пол? Таурин понимает, что он не слушает, его внимание поглощено загружаемыми данными. В чем дело, интересуется она? Мусорный код. Любая сложная информационная система будет производить мусорный код, как следствие внутренней деградации, ей это известно. Она удивляется, что он имеет в виду и всматривается в манифольд. Она видит мусорный код, тускло янтарные прожилки зараженных данных в массиве здоровой информации на 2% больше, чем в любой проекции, рассчитанной аналитиками для ноосферы Калта, даже учитывая необычные обстоятельства нынешнего дня. Это неприемлемая разница. Система фильтрации не вычищает его. Я не знаю, откуда он исходит. Он вернулся к треску двоичного кода. На слова нет времени. Отметка 15 02 48 Криолу Фоусту дали клинок, однако тот оказался неудобным в использовании. Вместо этого он пользуется пистолетом. Жертвователей нужно убивать быстро и аккуратно. Нет времени дурачиться с ножом. Снаружи убежища назначенные офицеры воодушевляют людей песней. Пение заполняет воздух. Им рекомендовали использовать виолы и катары, тамбуры, трубы, рожки и бубенцы. Предполагается, что это должно звучать как празднество. Канун сражения, славные союзники, предвкушение славы. Вся эта чушь. Предполагается, что это звучит радостно. Так оно и есть. Однако среди шумного пения Фоуст слышит ритуальную тему. Слышит, поскольку знает, что она там спрятана. Старые слова. Слова, которые были старыми еще до того, как люди научились разговаривать. Могущественные слова. Их можно положить на любой мотив. На хоровое пение боевого гимна армии. Они точно так же сработают. Пение громкое. Это немалая суматоха. 6 тысяч человек в одном только этом углу смотровой площадки. Достаточно шума, чтобы в нем утонули выстрелы. Он нажимает на спусковой крючок. Матово-серый автопистолет рявкает, дергается в руке и вгоняет один заряд в висок, которому приставлен. Забрызгивая китель, разлетаются кровь и мозговое вещество. Колено-преклоненный человек заваливается на бок, как будто его тянет вниз вес пробитой головы. В воздухе висит кровавая дымка и смешанный запах фицелина и обгорелой плоти. Фоуст глядит на человека, которого только что застрелил, и шепчет благословение. Таким одаряют путника, отправляющегося в долгое и трудное странствие. На этот раз милосердие чуть не опоздало. Глаза человека уже начали растекаться. Фоуст кивает, и двое назначенных офицеров делают шаг вперед, чтобы оттащить труп. Теперь на участке земли с одной стороны лежат тела семи жертвователей. Вперед с каменным лицом выходит следующий, невозмутимо приближаясь к неминуемой смерти. Фоуст обнимает его и целует в щеки и губы, затем отступает назад. Как и семеро его предшественников, человек знает, что делает. Он подготовился. Он разделся до форменных брюк и нижней рубашки. Все остальное, даже ботинки, он отдал. Братство ножа пользуется всем снаряжением, какое может собрать или добыть. Панцирями, бронежилетами, баллистической тканью, иногда кольчугами. Для защиты от непогоды сверху обычно накидывают плащ или китель. Всегда темно-серого или черного цвета. Более не нуждаясь в полевой экипировке, человек отдал хорошую куртку, перчатки и броню тем, кто сможет воспользоваться ими позднее, как и его оружием. Он держит бутыль. В этом случае это питьевая бутыль из синего стекла с притертой пробкой. Внутри плавает приношение. Человек перед ним использовал флягу, до него приспособление для восстановления потери жидкости из медицинского набора. Он открывает ее и сливает воду сквозь пальцы, так что находившаяся внутри полоска бумаги падает ему на ладонь. В момент, когда она извлекается из суспензии гидролитической жидкости и вступает в контакт с воздухом, бумага начинает нагреваться, края начинают леть. Человек роняет бутылку, делает шаг вперед и преклоняет колени перед бокс-передатчиком. Клавиатура готова. Он смотрит на полоску бумаги и трясется, читая написанные на ней символы. Над краем ленты начинает виться тонкий белый дымок. Дрожащий рукой человек начинает по одной букве вводить на клавиатуре передатчика слова. Это имя. Как и те семь, что были до него, его можно записать человеческими буквами. Можно записать в любой языковой системе, точно так же, как и положить на любой мотив. Креол Фоуст по-настоящему образованный человек. Он один из немногих членов братства, кто активно стремится к этому моменту. Он родился и вырос на Терри в богатом семействе торговцев и защищал его интересы среди звезд. Ему всегда чего-то не хватало. Когда-то он полагал, что это богатство и успех. Затем решил, что это знание и наконец осознал, что знание лишь очередной механизм достижения власти. Он жил на Марсе, когда его нашли и завербовали знающие. По крайней мере, так думали они сами. Фоусту было известно о знающих. Он особо изучал оккультные ордены, тайные общества, закрытые ложи, хранящие знания от непосвященных. Большинство из них было старо, зародилось в эру раздора или даже раньше. Большинство было легендами, а оставшиеся шарлатанством. Он прибыл на Марс в поисках посвященных, однако те оказались абсурдной выдумкой. Знающие, впрочем, существовали на самом деле. Он задавал слишком много вопросов и обращался к поставщикам информации в поисках слишком большого количества запретных трудов. Он заставил их заметить его. Если знающие когда-то и были настоящим орденом, то эти люди нет. В лучшем случае какими-то дальними, незаконно рожденными правнуками. Однако они знали вещи, которых не знал он, и он был согласен учиться у них и терпеть театральные ритуалы и напышенные тайные церемонии. Спустя несколько месяцев, став обладателем нескольких бесценных томов греховых идей, которые до того принадлежали знающим, Фоуст отправился к окраинам. Знающие не преследовали его с целью вернуть свою собственность, поскольку он позаботился о том, чтобы они были не в состоянии это сделать. Сброшенные в теплоотвод реактора улья на карато-мон стела так и не нашли. Фоуст двигался в запретные сектора, где все еще продолжался великий крестовый поход, подальше от безопасности, приведенных к согласию систем. Он направлялся к святым мирам, где в покоренных системах активно набирал армии добровольцев величественный 17-й легион, несущие слова. Несущие слова особенно заинтриговали Фоуста, заинтриговали своим необычным восприятием. Они были одними из 18-ти, одними из легиона Састартос, а стало быть центральным элементом инфраструктуры империума. Однако лишь они одни, казалось, проявляли религиозный фанатизм. По мнению Фоуста, имперская истина была ложью. Дворец Теры упорно навязывал рациональный и прагматичный образ галактики. Хотя любому глупцу было видно, что император опирается на аспекты реальности, которые явно неестественны. Например, на духовный дар, на империи. Казалось, только несущие слова поняли, что подобные вещи больше, чем просто полезные аномалии. Это доказательство великой и отрицаемой загадки. Свидетельство существования некой трансцендентной реальности за реальностью, возможно, какой-то божественности. Все легионы Састартес основывались на нерушимой вере, однако лишь несущие слова верили в божественные. Они поклонялись императору как аспекту некой высшей силы. Фоуст был согласен с ними во всем, кроме одного. Во вселенной были существа, достойные высшего преклонения и почитания. Император же, невзирая на все его способности, просто не был одним из них. В облаке Аквара на Звонане Святом Мире, все еще пребывавшем в дымном мраке после приведения к согласию несущими слова, Фриол Фоуст примкнул к братству ножа и начал служить примарху семнадцатого. Он был способным, его обучали на Терри. Он не был дикарем с захолустной планеты, подпитываемым лишь грубым фанатизмом. Он быстро поднялся из низов до назначенного офицера, затем до надзирателя, а оттуда к своему нынешнему положению доверенного лейтенанта. Это называется Маджи. Его поручителем и начальником был легионер несущих слова по имени Арун Ксен, и с его помощью Фоуст удостоился нескольких частных аудиенций у Аргела Тала из Галворба. Он посещал службы и слушал, как говорил Аргел Тал. Ксен дал Фоусту его ритуальный клинок. Это благословенный темными апостолами Атам. Самая красивая вещь, какой он когда-либо владел. Когда он держит оружие в руке, из окружающей темноты шипят задетые ненароком божества. Братство ножа так называется не потому, что в бою предпочитает работать клинками. Название недословное. На диалекте святых миров братство называется Ушметар-Каул. Острое лезвие, которым можно рассечь ложную реальность и оттянуть ее в сторону, чтобы открыть Бога. Фоуст отвлекся. Жертвователь закончил вводить восьмое имя. Бумажная полоска пылает у него в руке. Из пальцев выпадают дымящиеся кусочки. Он трясется, силясь не закричать, глаза сварились в глазницах. Фоуст приходит чтобы принести милосердие, но магазин пуст. Он отбрасывает оружие и пускает в ход отап, который дал ему боевой брат Ксен. Это милосердие более грязное. Теперь восемь имен в системе. Восемь имен транслируются в информационный поток имперской коммуникационной сети. Ни один фильтр или ноосферный барьер их не задержит, поскольку они составлены из обычных символов. Это не ядовитый код, не вирусные данные. Но когда они окажутся в системе и в особенности когда их прочтет и впитает ноосфера механикум, то начнут разрастаться. Станут тем, что они есть, перестанут быть сочетанием букв и обретут значение. Едкие, заразные, нестираемые. Их восемь, священное число, актет, и может быть и больше. Восемь раз по восемь. Восемью восемь. приветствует у ВОКС-передатчика следующего человека. Отметка 14, 22, 39. Все еще находясь в 12 часах от орбитального пространства Калта, мобильная база Компанила совершает серию корректировок курса и начинает финальную фазу приближения к планете. Семь. Отметка 13, 00, 01. Могу заверить вас, сэр, говорит Сенешаль Арбуд. Рабочие гильдии полностью осведомлены о важности данного предприятия. Женщина неожиданно молода, она невзрачна и деловита, ее одеяние серого цвета. Сержант Селатон пересматривает свою оценку, что ему о ней известно. Она не столь невзрачна, сколько не украшена, ни косметики, ни бижутерии. Волосы коротко подстрижены. По его опыту, высокопоставленные женщины куда сильнее тяготеют к декору. Они сопровождали ее от Голофузикона до порта, следуя за официальным транспортом на своем спидере. Она член торгового комитета легислатуры. Дариал и Этервин наделены большей властью, однако они оба настаивают, что у Арбуд куда более эффективные взаимоотношения с низовым составом гильдии. Ее отец был грузчиком, портовый район суматошный и шумный. Громадные полуавтоматические подъемники и краны, некоторые из которых напоминают четвероногих титанов, переносят грузовые штабели гигантским полевым грузоподъемникам. Кажется, капитан Вентан утомился от усилий. Он стоит сбоку, наблюдая, как мелкие летучие машины и курьерские суда снуют над портом, словно стрекозы над прудом. Он предоставляет вести разговор Селатону. При всем уважении, говорит Селатон, члены гильдии и портовики отстают от согласованного графика. В зонах сбора начинаются заторы. Это официальная жалоба, спрашивает она. Нет, отвечает он, однако она передана от примарха. Если вы замолвите словечко, мой капитан будет признателен, на него давят. Она быстро улыбается. На всех нас давят сержант. Гильдии никогда не проводили погрузку военной техники такого масштаба. Расчетный график был настолько точным, насколько это возможно, но это всего лишь расчет. Портовый персонал и загрузчики неизбежно будут сталкиваться с непредвиденными задержками. И тем не менее, произносит Селатон, обращение к их бригадирам, а членам городской легистратуры. Небольшая мотивация и признание их стараний. Просто чтобы быть в курсе, каково отставание интересуется Арбут. Когда мы прибыли в поисках вас, было шесть минут, отвечает он. Это шутка? Нет. Шесть минут это, простите, сержант, шесть минут это ничто. Это даже недопустимая погрешность. Вы прибыли за мной и выдернули меня с церемонии Галафузикона из-за шестиминутной задержки? Сейчас это двадцать девять минут, отзывается Селатон. Не хочу показаться грубым, Сенешаль. Однако эту операцию возглавляет легион. Допустимые отклонения меньше, чем в торговой или обычной военной операции. Двадцать девять минут находятся на грани омерзительного опоздания. Я поговорю с бригадирами, произносит она. Посмотрю, есть ли какие-то резервы, которые они смогут привлечь. Погода была плохой. Я знаю. И еще какой-то инцидент со сбоем в системе. Мусорная информация, испорченные данные. Это также случается. Я уверен, что вы сделаете все, что в ваших силах. Она смотрит на него и кивает. Ждите здесь, произносит она. Отметка одиннадцать шестнадцать двадцать один. По вашему взвешенному мнению интересуется Желеман. Магас пилот старший представитель служащих механику на борту флагмана честь МакКраги и ему только что потребовалось донести до примарха щекотливые новости. Прежде чем ответить, он на мгновение задумывается. Он не хочет опорочить свое ведомство некомпетентными суждениями. Однако он служил примарху достаточно долго, чтобы понять, что из попыток подсластить пилюлю никогда не выходит ничего хорошего. Обнаруженная нами проблема с мусорным кодом является помехой, сэр, произносит он. Это прискорбно, особенно в такой день, как сегодня. Подобные вещи случаются, не стану притворяться и утверждать обратное. Естественная деградация, ошибки кода, они могут произойти без предупреждения по множеству причин. Механикум чрезвычайно сожалеет, что мы поражены ими в ходе этого события. Причина. Возможно, сам по себе масштаб объединения. Именно потому, что сегодняшний день столь важен, просто массив информации. Это пропорционально, спрашивает Джелеман, это пропорциональный прирост, которого вы могли бы ожидать. Магас-пилот колеблется, его имплантаты механодридниты подрагивают. Немного выше, совсем немного. Стало быть, с позиции опыта механикум, это не нормальный уровень, неестественная деградация. Технически да, признает пилот, но не настолько, чтобы считать происходящее тревожным. Джелеман улыбается своим мыслям. Так что это, просто для моего сведения, было бы непозволительно не проинформировать вас, повелитель. Каковы выводы, Магас? Сервер управления настаивает, что в состоянии продолжать надзор за работой. Однако механикум полагает, что его внимание лучше употребить на обнаружение и уничтожение проблемы мусорного кода, до того, как тот распространится дальше. На время этой деятельности сервер приостановит дискретно, и надзор будет автоматически контролироваться информационными машинами в коммуникационном узле орбитальной станции. Желеман обдумывает это. Он смотрит на звезды через Кристоф Лекс. Группа адептов механикум, ваших почтенных коллег, пилот, всего месяц назад обедала со мной на МакКраге. Они превозносили достоинства кагитаторов новейшего поколения, которые запущены в эксплуатацию на станциях Калта и в сети. Они неимоверно гордились своими машинами. Как им исследовала повелитель, они говорили о них, как будто те обладали личностью, словно индивиды. Я счел это проявлением их близости к совершенству в разработке духа машины. Именно повелитель. Мы можем создать мир с совершенством и продуктивностью, превосходящим те, которыми обладает человеческая форма, магас. Можем расширить естественные границы человечества. Повелитель, я к тому, что, быть работа на время, пока сервер устраняет проблему, пилот кивает. Нам тоже так кажется, повелитель. Хорошо, я уведомлю наших гостей о существовании проблемы с мусорным кодом и тактично выясню, не принесли ли им они что-нибудь с собой по ошибке. Последнее время они бывают на окраинах, и вашему серверу понадобится их сотрудничество в ходе расследования. Очень хорошо, повелитель. Пилот, повелитель, что касается естественных границ человеческой природы, сущая мелочь, что в ходе обеда ваши коллеги не принимали никакой пищи. Да, повелитель, справедливости ради, сомневаюсь, что и вы в ней нуждались. Желеман улыбается. Очень хорошо, Магас. Он оборачивается к палубным офицерам. Наладьте и обеспечьте канал прямой связи, пожалуйста. Как можно скорее, инструктирует он. Я хочу поговорить с братом. Отметка 9.32.40 Телемехар пробуждается, однако сейчас не время воевать. Его учили разным вещам и в их числе контролировать свою злость, пока та не понадобится. Сейчас она не нужна и он контролирует ее. Он анализирует, сканирует, определяет. Его определение таково, он в своем саркофаге и саркофаг транспортирует. Его что-то разбудило, возможно неуклюжее или некомпетентное обращение саркофагом. Не время воевать, это его разочаровывает. Он контролирует разочарование, как его учили. Он контролирует свою злость. Он осознает, что дополнительно ему необходимо контролировать волнение. Волнение сродни страху, а страх это мерзость, которая раньше была ему неведома, и он полон решимости не допускать ее. При этом волнение нарастает. При жизни Телемехар был легионером 13-го. 10 лет службы, с момента генетического конструирования до смерти в бою. И все это время он не ведал страха, ничего в этом роде. С чем бы он не встречался, даже со смертью, когда она наконец пришла, он никогда не боялся. Во время первой беседы с техножрецами, которая состоялась после его смерти, они сказали, что теперь многое изменится. Смертные останки, останки Габриэля Телемеха из 92-й роты Ультрамарина более не были жизнеспособны. Испортилось слишком много органики, чтобы могла продолжаться жизнь, как он ее понимал. Однако из уважения к его смелости и службе, а также вследствие его совместимости, ему собирались оказать честь. Смертным останкам предстояло образовать органическое ядро киберорганического существа. Он должен был стать дредноутом. Будучи человеком из плоти и крови, Габриэль считал дредноутов древности. Они были ветеранами, братьями, которых забрали с края смерти и поместили внутрь неукротимых боевых машин. Они были стары, некоторым был уже век. Некоторые жили в механических коробках уже сто лет. Габрил Телемах не был стар, всего десять лет службы, и теперь он оказался навеки заперт в ящике. Техножрецы сказали, что нужно будет провести подстройку, ментальную подстройку. Прежде всего он принял, что любой дредноут, даже самый почтенный, рано или поздно становится новым. Дредноуты были жизненно важной составляющей боевой мощи легиона, и время от времени их теряли. Поэтому новых было необходимо собирать в те промежутки, когда в наличии были боевые корпуса, и боевые потери предоставляли подходящих и совместимых доноров органики. Техножрецы сказали, что ему будет не хватать многих вещей, которые его тело из плоти считало само собой разумеющимися. Для начала сна он будет спать, лишь когда его поместят в стазисную гибернацию. Он будет переживать, или скорее не переживать, продолжительные периоды такого рода, поскольку они позаботятся, чтобы он спал большую часть времени. Его будут пробуждать, когда наступит время воевать, и потребуется его участие. Техножрецы сказали, что дело в боли. Будет боль, и она будет постоянной. Несчастные смертные остатки обернут киберорганической сетью, вплетут в электроволоконные системы и запечатают в бронированном саркофаге. Не будет возможности справляться с болью, так, как он это делал, в бытность свою человеком. Никакого механизма контроля. По той же причине он обнаружит себе предрасположенность к эмоциональным колебаниям, которых не знал при жизни. Возможно, к ярости и злости. Невзирая на опустошающую мощь, которой он наделен, как дредноут, ему будет не хватать собственного смертного состояния. Он будет негодовать по поводу своей смерти, жалеть об обстоятельствах, зацикливаться на ней и начинать ненавидеть ту жизнь в холодной оболочке, которую ему дали взамен. Чтобы избавить его от этой горечи, от боли и злости, ему помогут спать долгие промежутки времени. Так же, как они ему сказали, он, вероятно, будет подвержен приступам страха, особенно на раннем этапе. Это объяснили они из-за сложного измененного состояния. Из-за продолжительной гибернации его сознание оторвалось от линейной смертной шкалы, от временных рамок, которые он мог осознать и понять, в сущности от самого времени. Страх, проклятие для космодесантника, всего лишь часть подстройки разума под эту последнюю судьбу. Это естественно. Ему предстоит научиться контролировать и использовать его, так же, как злость. В конечном итоге, страх испарится и щеднет. Он станет столь же бесстрашным, каким был легионером. На это потребуется время. Будут постепенные и аккуратные подстройки гормонов и биохимической смеси. Он пройдет гипнотерапию и адаптивные заговоры. Его обучат, подобные ему, почтенные, которые привыкли к своей странной участи. Он сказал техно-жрецам, я был бесстрашным боевым братом, хотя и мог пасть. Теперь вы сделали меня непобедимым и говорите, что я добыча страха. Зачем тогда называть меня дредноутом? Я ничего не боялся раньше. Я ничего не боялся, когда был человеком. Это и есть злость, о которой мы говорили, ответили они. Ты подстроишься. Сон поможет. Начать протоколы гибернации. Подождите, закричал он, подождите. Юстарий, его наставник, Юстарий почтенный. Юстарий тоже угрюм, и несмотря на свой огромный срок жизни в качестве дредноута, кажется, не растерял горечи и злости. Юстарий предпочитает спать. Когда его будят, он брюзглив. Похоже, что он в лучшем случае неоднозначно относится к тревогам телемеха. Это телемах, говорит телемеха. Юстарий в ответ. Они нас переименовывают, будто машины, или просто забывают. Я забыл, и что из этого? Телемеха самый новый дредноут в рядах тринадцатого. Он относится к типу контемптор, и ему еще только предстоит бой. Однажды его будят в ходе рутинного возвращения к жизни в склепах МакКраги. Имплантированный счетчик времени сообщает, что он спал два года. Техножрецы информируют его, что объявлена операция. Его установят в корпус и отправят на калт для несения боевой службы, а затем разбудят, когда придет время воевать. Предстоит война с орками. У телемехра есть вопросы, однако его возвращают в гипнотерапевтические сны. Подождите, произносит он. Телемехр пробуждается, однако сейчас не время воевать. Его учили разным вещам, в их числе контролировать свою злость, пока та не понадобится. Сейчас она не нужна, и он контролирует ее. Он анализирует, сканирует, определяет. Его определение таково. Он в своем саркофаге, и саркофаг транспортирует. Его что-то разбудило, возможно неуклюжее или некомпетентное обращение с саркофагом. Имплантированный счетчик времени сообщает, что с момента того рутинного пробуждения на МакКраге прошло 18 недель. Системы локаций, считывающие метки ноосферы, сообщают, что саркофаг находится на орбитальной сортировочной станции Калта. Промежуточный пункт, место объединения. Он проснулся слишком рано, он еще не на фронте. Он гадает, почему пробудился. Неловкое обращение. Погрузчик встряхнул саркофаг. Юстарий, Клотонт и Фаторнис рядом. В своих саркофагах они все еще в гиберстазисе. Его потревожили физически или кагитационные системы задела какая-то аномалия мусорного кода. Телемехр не знает, для него это вновь, поблизости нет тех нажрецов. Ему хочется, чтобы проснулся Юстарий, которому можно будет задать вопрос, нормально ли это? Что означают следы мусорного кода? Он чувствует себя, попавшим в западню, чувствует волнение, следом приходит страх. Он знает, что системы гибернации пытаются увлечь его в бессознательное состояние, в котором он должен находиться. Пытаются избавить его от боли и злости. Нет нужды просыпаться, ты пробудился слишком рано, тебе не нужно просыпаться. Техножрецы ошибаются, дредноут боится не боли, тишины, забвения, сна, неспособности спастись от самого себя. Отметка 8.11.47 Желеман смотрит на Гейджа и кивает. Гейдж дает команду операторам литопроектора и те активируют систему. Гололитическая панель оживает и Желеман ступает на нее. Многоярусные терминалы мостика флагмана возвышаются вокруг широкой плиты, словно сиденье амфитеатра. Вокруг него расползается свет. Очертания расплываются, будучи одновременно там и не там. Свет пойман, свернут и искажен, чтобы создать иллюзию реальности. Желеман знает, что где-то на расстоянии миллионов километров системы других палуб создают из света его изображение. Он появляется на литопроекторных панелях, чтобы помочь благородным командующим, призраки которых предстают перед ним. Особенно один из них. Достопочтенный брат мой, восклицает Ларгар. Он делает шаг вперед, приветствуя Желемана. Его модель примечательна, он светится, однако плоть и броня обладают подлинной плотью и твердостью. Аудио сопровождение не запаздывает, движение рта и звук синхронны. Примечательно. Не ожидал, что встречусь с тобой таким образом, говорит Ларгар. Серые глаза сияют. Живьем, чтобы я смог тебя обнять. Это кажется преждевременным. Мне сообщили о твоем запросе. У меня не было времени надеть церемониальное облачение. Брат, произносит Ларгар. Он смотрит на кого-то, кто не попал внутрь гололитического поля мостика. Капитан корабля говорит о пяти часах. Тогда мы соберемся вместе, ты со своими командирами, а я со своими. Желеман смотрит на полководцев, изображения которых возникли вокруг Ларгара. Они подключаются с разных кораблей. Он позабыл внушительную громаду Аргела Тала, безгубую ухмылку Федора Лафела, Хищное любопытство Холт Белофа, сгорбленную мрачность Корфаэрона, лишенную света улыбку Эриба. Некоторые из вас уже здесь, отмечает Желеман. Я, сэр, произносит Эриб. В таком случае мы скоро встретимся, говорит Желеман. Эриб склоняет голову, не столько соглашаясь, сколько допуская. Мой корабль выходит на орбиту, произносит Корфаэрон. Добро пожаловать на Калт, призраки из света салютуют ему. Я запрашивал этот краткий сеанс связи, говорит Желеман, чтобы обсудить небольшой технический вопрос. Я не хочу, чтобы он повредил нашей торжественной встречи или создал затруднения вашему флоту при прибытии и рассредоточении. Проблема, спрашивает Корфаэрон. Они неожиданно застывают. Желеман ощущает это, хотя они присутствуют лишь, как пригорожни света. Когда они появились изначально, осознает он, то были похожи на стаю крадущихся к огню псов, обнаживших зубы в улыбках, которые в то же время были оскалами. Радостные и любознательные. Теперь же они напоминают диких зверей, которых ему не следовало подпускать к своему очагу. Несущие слова вели дикие и жестокие войны, во имя согласия, на границах империума. Они свирепо и преданно сражались десятилетиями, с того самого судьбоносного дня в монархии, который навеки изменил отношения между тринадцатым и семнадцатым. В них есть что-то грубо-варварское, никакого притарианского благородства воинов-желемана. Они даже не высказывают пылкой набожности времен заблуждения. Они выглядят угрюмами, утратившими вкус к жизни, словно видели все возможное и устали от него. А черствелыми, как будто из них полностью вытекли милосердие и сожаление. Похоже, что они могут убивать без повода. Проблема, повелитель, повторяет Аргелтал. Проблема с машинным кодом, отвечает Джелеман. Меня уведомили механикум. В инфосфере Калта появилась проблема с вредоносным мусорным кодом. Мы работаем над ее устранением. Мне хотелось, чтобы вы были в курсе и приняли обобщая, это можно назвать информационной вспышкой, сэр, замечает Федерал Фелл. Вопрос в том, осторожно говорит Джелеман, что источник мусорного кода все еще не выявлен. Существует высокая вероятность, что в систему Калта непреднамеренно привезли извне информационный артефакт. Извне переспрашивает Ларгар. Откуда-то подтверждает Джелеман. В глазах Ларгара выражение, которое Джелеман надеялся, больше никогда не увидеть. Это боль и злость, но еще и уязвленная гордость. Ларгар вскидывает руку и проводит ею поперек шеи, словно пересекая горло. Джелеману требуется секунда, чтобы понять, что это не провокация и не грубое оскорбление. Гололитические изображения его офицеров и командиров замирают, а остается подвижным только Ларгар. Он делает шаг к Джелеману. «Я приостановил их трансляцию, чтобы мы могли поговорить откровенно», говорит он. «Откровенно и без обиняков. После всего, что произошло между нами и нашими легионами, всей отравы последних лет, всех стараний сделать эту компанию примирением. Первое, что ты делаешь, обвиняешь нас в том, что мы заразили тебя мусорным кодом или в чем, что мы настолько беспечны в плане культуры общения с информацией, что заразили вашу драгоценную инфосистему каким-то иномирным кодом чумой?» Брат начинает Джелеман. Ларгар указывает на застывших вокруг него световых призраков. «Сколько унижения ты собираешься взвалить на этих людей? Все, чего они хотят, угодить тебе. Заслужить уважение великого рабаута Джелемана, которого им не хватало последние десятилетия. Это важно, что ты о них думаешь». Ларгард «Они прибыли проявить себя, показать, что достойны сражаться бок о бок с величайшими ультрамаринами, воинами-королями ультрамара. Это объединение, это компания, миг наивысшей чести. Им это важно, очень важно. Они ждали восстановления этой чести годами». «Я не хотел никого оскорбить». «В самом деле», смеется Ларгард, «Никоим образом, брат мой, Ларгард Аврелиан, зачем бы мне иначе выходить на связь неформальным образом? Если бы я придержал этот вопрос, чтобы омрачить церемонию приветствия, тогда ты мог бы рассматривать его как оскорбление. Частная беседа наиболее доверенных командиров, вот и все. Тебе известно, что мусорный код может распространяться куда угодно и прицепиться к наиболее тщательно обслуживаемым системам. Это может быть мы, это может быть вы, может быть ошибка в наших стэках данных или же какой-то ксенокод, который пристал как репей, прицепившись к вашим системам после отбытия от внешних миров. Я не ищу виноватых, нам просто нужно распознать проблему и совместно работать над ее устранением. Ларгард пристально Желеман замечает, насколько густо кожа брата покрыта вытатуированными тушью словами. Я не собирался портить этим наше давно готовящееся воссоединение, говорит Желеман. Я пытался таким образом остановить порчу. Ларгард кивает. Он поджимает губы, а затем расцветает в улыбке. Понимаю. Он вновь кивает. Улыбка то появляется, то исчезает. Подносит ладонь ко рту, смеется. Понимаю. Если так хорошо, мне не следовало выражаться подобным образом. Я должен был быть более осмотрителем, откликается Желеман. Теперь я вижу, как это могло выглядеть. Мы проверим свои системы, говорит Ларгард. Улыбка вернулась к нему. Он еще раз кивает, словно убеждая самого себя. Я должен был быть более осмотрителем, настаивает Желеман. Нет, ты не прав. Явно присутствует напряженность, которую необходимо преодолеть. Ожидание. Ларгард глядит на него. Я разберусь с этим. Посмотрим, сможем ли мы отследить код. А потом мы встретимся, брат. Всего через несколько часов мы встретимся, и все будет приведено в порядок. Я жду этого с нетерпением, говорит Желеман. Мы встанем плечом к плечу, сокрушим оркскую угрозу, которую обнаружил наш брат, а затем наша история будет переписана. Надеюсь на это. Так и будет, брат. Если бы я не верил, что этот злосчастный разрыв между нашими легионами нельзя исцелить при помощи благого совершенства и совместных воинских усилий, то не согласился бы на это все. Мы станем наилучшими союзниками, Ларгард. Ты и я наши могучие легионы. Хорус будет доволен, а император наш отец улыбнется и былые обиды забудутся. Ларгард улыбается. Полностью забудутся, останутся в прошлом, говорит он. Без промедления, произносит Желеман. Отметка 7 55 09 Креол Фоуст умершвляет последнего из жертвователей. В посадочных лагерях 17 и его вспомогательных армейских подразделениях, которые рассыпаны по поверхности Калта, сотни таких же маджиров, как Фоуст, проводят аналогичные обряды. Братство поет. То же самое делают люди из Ценвар-Кау, Джахар-Ваната и Каул-Мандори, трех других основных культовых эшелонов. В орбитальной сторожевой башне сервер Ул-Кехал-Хест вышел из дискриционного режима, чтобы отследить и уничтожить проблему мусорного кода. У него ничего не выйдет. В безуспешных попытках он проведет остаток своей жизни. Проблему мусорного кода больше нельзя разрешить средствами механику. Аккет внедрен. 8. Отметка 4, 44, 10. Эонид Киэль просыпается. Он ненадолго соскользнул в режим отдыха. Ему стало скучно. Он долго ждал. Никто не пришел. Он просыпается, поскольку больше ни один в вестибюле сороковой палубы. Он кланяется. Ты Тиэль? Спрашивает Джелеман. Да, повелитель, отзывается Тиэль. Примарх выглядит рассеянным. Возможно, он в состоянии сказать, каким оружием пользовались, а затем положили на место и какие тренировочные это время. Да, повелитель, сегодня много дел, мое внимание было отвлечено. Это не оправдание, а всего лишь простое объяснение. Тиэлю хочется сказать, что он не понимает, зачем Примарх всем этим занимается, однако он не настолько глуп. Ты развлекался, интересуется Джелеман, снимая со стенной стойки меч и изучая лезвие. Я? Я решил провести время, практикуясь, отвечает Тиэль. Здесь есть оружие, с которым я не знаком. Я подумал, что смогу извлечь пользу из... Джелеман кивает, кивок означает заткнись. Тиэль затыкается. Джелеман осматривает меч, который держит в руке. Он не глядит на Тиэля, тот ждет, вытянувшись. Под мышкой зажат шлем, грубо окрашенный в красный цвет, означающий дисциплинарное взыскание. Я пришел сюда не за тобой, произносит Джелеман. Я вышел поразмыслить, я забыл, что ты здесь. Тиэль никак не реагирует. Эта мысль меня угнетает, говорит Джелеман, снова задвигая меч в стойку. Я что-то забыл. Я был бы признателен, если бы ты не делился ни с кем этим неосторожным признанием. Разумеется, повелитель, хотя едва ли вас можно осуждать за то, его. Запомни две вещи, сержант. Первое, мелких деталей не существует. Информация это победа. Невозможно и непозволительно отбрасывать данные, как несущественные, пока не окажешься в состоянии оценить их значимость, а это всегда происходит задним числом. Так что все детали важны, пока не станут излишними в силу обстоятельств. Да, повелитель. А что второе, Тиэль? Перед тем, как ответить, Эонид Тиэль слегка колеблется. На какой угодно шкале приличий, отвечает он, мое нарушение достойно порицания, а стало быть, я в любом случае не мелкая деталь. Безусловно, произносит Желеман. Примарх поворачивается и смотрит на высокий потолок зала. Над тренировочными клетками, где Тиэль проводил в чрезмерном напряжении последние часы, висит слабая марева. Думаю, я мог бы его обидеть, говорит Желеман. Повелитель. Желеман снова переводит глаза на Тиэля, устремляя на него задумчивый взгляд. Сегодня день большой деликатности, произносит он. Мы творим часть будущего империума, в той же мере, как приводим к согласию звездную систему. Мы скрепляем родство, исправляем слабость. Это политика. Разрыв между тринадцатым и семнадцатым это разрыв в имперском строю. Хорус это знает, потому-то он и зашивает его, а мы все можем проглотить собственное неудовольствие по этому поводу. Желеман потирает скулу кончиками пальцев, он меланхоличен. Будующее зависит от сплоченности легионов, говорит он. Там, где единство слабо, где его не хватает, его необходимо восстановить или усилить. Это принуждение. Мы ладим друг с другом ради высшего блага. Киэль предпочитает продолжать молчать. Он так переменчив, говорит Желеман, так подвержен крайностям. Страстно желает угодить, легко обижается. Для него не существует середины. Он так стремится стать тебе лучшим другом, а затем при малейшем намеке на оскорбление злиться на тебя. Разъяренный, обиженный как ребенок. Если бы он не был мне братом, то был бы политической обузой или помехой эффективному управлению империумом. Я знаю, что бы с ним сделал. Уверен, что смог бы показать, как именно повелитель произносит Киэль и подмигивает. Это была шутка, сержант. Возможно, я только что предпринял очень неудачную попытку сострить повелитель, признает Киэль. В сущности было довольно забавно, говорит Желеман. Он разворачивается, чтобы уйти. Оставайся тут. Я дойду до тебя по ходу дела. Да, повелитель. Отметка 3 0 1 10 Рядовой персон окликает граф, с жужжанием двигаясь по тропинке. В устье реки поднимается ветер, от которого шелестит темнотравье. Доносится пустой металлический запах холодной воды и грязи. Скоро наступит ночь. В крепости и вокруг нее зажигаются огни. Их отражения скачут по черной реке. Рядовой персон зовет сервитер. Пора остановиться. Конец дневных трудов. Умыться, привести себя в порядок и поужинать. Ол устал, однако он примерно в восьми рядах от места, где рассчитывал находиться. Слишком большая часть дня потрачена на взгляды в небо, на бегущие огни кораблей. Слишком большая часть дня ушла на наблюдение за тяжелыми посадочными модулями, которые блестят, проходя над головой. Графт катится к нему. Увеличенные для загрузки боеприпасов громадные верхние конечности сервитора заменены на типовые руки для перемещения грузов. Пора остановиться, рядовой персон, говорит граф. Пол кивает. Они сделали при свете дня все, что было в их силах. Но у него нет ощущения, что пора остановиться. Кажется, что вот-вот что-то начнется. Отметка 1.43.32 Вентан и Селатон наблюдают, как Арбуд беседует с очередной группой представителей гильдии рабочих. Позади них медленно втягивается в грузовую шахту выпускной желоб. Громадный серый, словно горный склон. На ракритовом покрытии блестят масляные пятна. Не понимаю, что в этом трудного, произносит Селатон. Она велит им работать усерднее. Они работают усерднее. У нее есть власть. Все сложнее. В самом деле, капитан, они этим занимались целый день. Насколько я могу судить, основная уловка состоит в продолжительности и чистоте перерывов на отдых. Усталость это проблема, напоминает сержант Увинтан. Человеческая проблема. Нам нужно сотрудничество. Нужно признавать их качество. Вы имеете в виду слабости. Качество. Я до глубины души рад, что не избран быть человеком, замечает Силатон. Увинтан смеется. Но все же за это нас сдернет примар, если сборы отстанут от графика. Нет, достанется мне, говорит Увинтан. И мы не опоздаем, Синишаль достаточно убедительна. Правда, сэр? Думаю, гильдия еле волочила ноги, потому что полагала, будто им следует предложить дополнительную оплату. Сознательно работать медленно, спрашивает Силатон, для которого вновь такой принцип. Да, сержант. Они суетятся из-за переработки, выторговывают себе обильную надбавку, а затем дают небольшую слабину, которую смогут выправить и произвести впечатление, будто работают изо всех сил. Думаю, наш новый друг Синишаль Арбуд заставила их держать ухо востро. Представив такие новые понятия, как патриотизм и благоприятное расположение примарха. Силатон кивает. Небо над космопортом грозового серого цвета. Ветер разгоняет неровные облака, подсвеченные садящимся солнцем. Особенно ярко сияют огни прибывающих транспортов. Мы остаемся без света, замечает Силатон, раньше, чем прогнозировалось. Результат шторма, говорит Винтан. Возможно, отвечает Силатон. Отметка 1.01.20 Мобильная база Компанила проходит внутреннюю точку Мандевиля Веридийской системы. Внешне маркировочное кольцо 16 и локальный пост. Она передает полные и точные швартовочные коды кораблям наблюдателям на кольце 13 и звездному форту Веридий Максим. Звездный форт отменяет захват цели и дает базе сигнал проходить. Кажется, что корабль замедляет ход. Отметка 0.55.37 Вспышка телепортации. По открытому склону расходятся вибрации и потрескивание энергетического разряда. Холодный северный воздух пропитывается озоном. Темный апостол Эрик обретает плоть и возникает из рощерка света. Он одет не в церемониальный доспех. Его экипировка сугубо функциональная боевая броня. Она зачернена пеплом и по всей поверхности исписана мелким паукообразным почерком. Его ожидает ударная группа. Во главе эсемберзот из галворба воитель отличающийся воспламеняющий других яростью. Его меч уже обнажен доспех выкрашен в цвет крови. Так их узнают враги Алая Цвета Пламени Преисподней Крови и Аккета. С Зотом рабочая бригада Истенвал Кау. 70 человек все бездетные. Они трудились с момента прибытия на рассвете на одном из первых кораблей. Расположенная в 2000 километрах от города Нумин Плато Сатрик уединенное место. Уже наступила суровая зима. Область Сатрик выбрана в качестве одной из 68 точек сбора из-за своего размера и ландшафта. По всей длине склона стоят посадочные модули, распахнувшие к серому небу грузовые люки. Эрип осматривает работу. Эта искрящаяся инеем область Плато Сатрик особенно прекрасна. Чтобы установить ее совершенство по отношению к прочим возможным местам потребовалось несколько дней сравнительного изучения с использованием орбитальных сканов. Она постоянно горизонтально по отношению к уровню моря, сориентирована соответственно магнитному полюсу и приливному процессу, и в день объединения над ней будет благоприятный восход Луны. Также она обладает прочими качествами, которые не смогла бы выявить стандартная имперская физика. Векторы материума выверены. Сегодня покров империев в этом месте тонок. Это поистине совпадение. Эрип размышляет, насколько же оно совершенна. Не просто пригодная к работе, подходящая или приемлемая, идеальная. На ближайшие 60 дней, начиная с сегодняшнего, как будто некая сила создала совершенство точно в нужное время. Люди Каул выложили круг. Отполированные черные камни, взятые с вулканических склонов и ствана 5, и отмеченные символами, образуют идеальную окружность диаметром в километр. Эрип принимает от Зота последний камень. Это камни призыва. Он ощущает тошноту от скрытой силы, лишь только взяв один из них в руку. Он помещает камень в разрыв в круге. Вставая на место, тот щелкает, а камни по бокам. Начинайте, говорит он Зоту. Люди Ценвар Каул приближаются с прочими приношениями из системы иствана. Двигаясь процессией, они несут портативные стазис-колбы, словно кадила на катерическом богослужении. Жидкость в стазис-колбах замутнена кровью. Собранные прагеноидные железы, геносемия, сгинувшая жизнь преданных душ, принесена теперь для окончательного кощунства. Здесь геносемия саламандов, железных рук, гвардии ворона. Эребу ведомо, что губительные силы не делают различий, поэтому здесь также и другое геносемие. Детей императора, гвардии смерти, повелителей ночи, железных воинов, несущих слово, альфа-легиона и даже лунных волков. Годятся все, кто пал в тайных мерзостях на Истване 3 и 5. Эреб останавливает первого человека в процессии и прикасается к стеклу стазисной колбы. Он знает, что внутри искромстанная ткань в непрозрачной суспензии. Тарик шепчет он. Он кивает. Люди каул начинают заносить колбы в круг. Когда носители проходят за камни, то начинают выть, их рвет. Некоторые умирают или получают инсульт. Они падают, разбивая колбы. Это не имеет значения. Поднимается луна. Бледный завиток в сиреневом небе, уже насыщенным светом. Зот вручает Эребу инфопланшет и апостол сверяет время прибытия. Он отслеживает информацию об использовании швартовочных кодов. Отдает планшет назад, а взамен берет устройство в ВОК-связи. Пора, произносит он. Отметка ноль сорок двадцать. Принято, отвечает Сорот Чур. Он возвращается к остальным. Его люди смешались с ротой Люциэля на ротных палубах Самофракии. Они завершили ритуальный обед, организованный Люциэлем. Никто из них не нуждается в пище и уж точно не в тех превосходных продуктах, которые предоставил Люциэль. Однако это символический жест. Отобедать как союзники, как воины короли, сплотиться в преддверии грядущей войны. Проблемы, спрашивает Люциэль. Чур качает головой. Небольшой вопрос по погрузочным платформам. Чур смотрит на Люциэля. Почему вы изменили эмблемы и окраску доспехов, спрашивает Люциэль. Мы создаем себя заново, отвечает Чур. Новой системой мы отмечаем новое начало. Возможно, это из-за характера возлюбленного нами примарха, да благословит его космос. Гонорий, мы еще не вполне пришли в себя. Не как вы. Мы стремимся понять подходящую нам роль. Не думаю, что ты ценишь собственную удачливость, чистоту вашего предназначения и положения ультрамаринов. С самого начала вы обладали репутацией, которую не нужно было ставить под сомнение, и задачей, которую не требовалось прояснять. Он делает паузу. Я годами презирал Ларгара, тихо произносит он. Что? Ты слышал? Сорот, ты не должен. Взгляни на своего примарха, Гонорий, такого выдающегося, столь благородного. Я завидовал вам, завидовал имперским кулакам, лунным волкам, железным рукам. И я не одинок. Мы боремся с переменчивым разумом, Гонорий. Страдаем от бремени блестящего, но способного ошибаться командующего. Друг мой, мы более не не несем слова, мы несем ларгара. Некоторые быстро находят свою роль, твердо говорит Люциэль. Я думал на эту тему, другим требуется время, чтобы развиться и обнаружить свое предназначение. Твой примарх великий ларгар, сын императора. Для него найдется роль. Может статься, что она окажется куда значительнее, чем выпавшая Желеману или Дорну. Да, нам повезло, что у нас есть ясность. Я это знаю. Также у кулаков, рук и ангелов. О, Терра! Сорот, таковы пожиратели миров и волки Фенриса. Возможно, нехватка ясности, от которой вы страдали до сих пор, вызвана тем, что роль ларгара все еще непредставима. Чур улыбается. Поверить не могу, что ты его защищаешь. Почему? Чур пожимает плечами. Думаю, мы наконец обретем цель, Гонорий, говорит он. Отсюда наша новая решимость. Изменение геральдики и цвета доспехов. Я? Меня попросили присоединиться к наступлению. Люциэль недоумевающе хмурится. Ты говорил, мне нужно кое-что доказать. Зачем? спрашивает Люциэль. Я должен подтвердить свое стремление к новой цели. И как ты это сделаешь? Интересуется Люциэль. Чур не отвечает. Люциэль замечает, что пальцы несущего слова шевелятся, постукивая по столешнице. Что это за волнение? Нервозность? Я кое-что узнал, внезапно произносит Чур, меняя тему. Немного из военного искусства, которое ты, оценишь. Люциэль поднимает кубок и отхлебывает вина. Продолжай, улыбается он. Чур поигрывает своим кубком, золотым бокалом с прямыми стенками. Это произошло на Истване, когда там шел бой. Истван, в системе Иствана было сражение. Чур кивает. О нем не сообщали, это было приведение к согласию. Оно случилось недавно, говорит Чур. Полные рапорты о компании все еще ратифицируются магистром войны, затем они станут доступны. Люциэль скидывает брови. Желеман не одобрит, что его хоть какое-то время держат не в курсе. Это так намеревается впредь вести Великий Крестовый Поход. Желеман настаивает на общности всей военной информации. Истван пребывал в согласии. Чур поднимает руку. Это было недавно, оно еще свежо, теперь все кончилось. Ваш примарх узнает обо всем как должно. Суть в том, что сражение было ожесточенным. Империум столкнулся с врагом, который обнаружил смертельную силу предательства. Предательство, переспрашивает Люциэль. Как ты понимаешь, не в качестве стратегии, не тактического предательства с целью застать врасплох и ослабить. Я имею в виду как качество, сила. Не уверен, что понимая, о чем ты, слегка успокаиваясь, улыбается Люциэль. Ты как будто говоришь о магии. Почти что так и есть. Враг верил, что в предательстве заключена сила завоевать доверие противника, замаскировать свою враждебность, а затем обратить. Ну, они полагали, что это действительно наделяло их силой. Не понимаю, каким образом. В самом деле, спрашивает Чур, могущество, как они думали, зависит от степени предательства. Если союзник внезапно обращается против союзника, это одна степень. Но если верный друг выступает против друга, это чистейшая мощь, поскольку предательство намного глубже, поскольку потребовалось переступить через такое количество моральных ограничений. Доверие, дружбу, верность, надежду, честность. Подобное деяние столь сильно, поскольку в него было невозможно поверить. С его помощью было достигнуто могущество сродни результату мощнейшего кровавого жертвоприношения. Люциэль откидывается на спинку. Безусловно интересно, говорит он. Ну, что они там думали? С точки зрения культуры это во многом говорит о силе их кодекса в чести. Если они верили, что подобное наделяло их силой, то это похоже на суеверие. Разумеется, в категориях военного мастерства и техники в этом мало стратегической ценности, кроме, как я предполагаю, психологической. Для них это безусловно работало. Разумеется, пока вы их не сокрушили. Сор от Чур не отвечает. В чем дело, спрашивает Люциэль. Это как жертвоприношение, произносит Чур. Ты осознаешь и совершаешь величайшее возможное предательство, и оно словно жертвоприношение, необходимое для посвящения и начала грандиозного обряда победы и разрушения. Все еще не понимаю. В этом нет тактической методологии. Правда? Правда, Гонорий? А если есть? Что если это совершенно иной способ ведения войны, выходящий за рамки практических техник, отрицающий и затмевающий все воинские кодексы, которые систематизированы ультрамарином и признаны империумом? Ритуальная война, своего рода демоническая война. «Ты так говоришь, как будто веришь в это», смеется Люциэль. «Подумай над моими словами», тихо говорит Чур. Он озирает зал, глядя, как его люди беседуют и пьют с людьми Люциэля. «Подумай, если бы несущие слова выступили против ультрадесантов, разве не было бы это величайшим предательством?» Ларгар против Желемана, поскольку они в любом случае недолюбливают друг друга. Прямо здесь, в этом помещении, двое людей, которым и в самом деле удалось стать друзьями. «Это был бы отвратительный обман», соглашается Люциэль. «Вынужден признать, что в нем была бы некоторая сила, эффект шока в легионе. Мы невосприимчивы к страху, однако ужас и ошеломления могут на какое-то время обезоружить в силу невообразимости сути поступка. Чур кивает. «Это стало бы центральным элементом», говорит он, «жертвенной искрой, от которой вспыхнет ритуальная война». Люциэль мрачно кивает. «Думаю, ты прав. Было бы хорошо понять и иметь в виду врага, который столь убежден в силе бесчестия». Чур улыбается. «Жаль, что ты не понимаешь», произносит он. Отметка 0 20 20 Компанила пересекает внутреннее кольцо. Ее коды приняты сетью обороны. Перед ней на сортировочной станции располагается громада сгруппированного флота. Сияющая слава Калта. Войдя внутрь орбиты луны Калта, она начинает резко ускоряться. Отметка 0 19 45 «Чего не понимаю», спрашивает Люциэль. «Меня просили присоединиться к наступлению», произносит Чур, «и...» «Я должен подтвердить свое стремление к новой цели». Люциэль глядит на него. Всего одну секунду, одно мгновение. И в это мгновение он наконец понимает, что пытался сказать ему сорат Чур. Чтобы не разорвать одну невозможную связь, от сората Чура требуется изменить другой. Кубок выпадает из пальцев Люциэля. Рука, ведомая одним лишь инстинктом, уже движется к пистолету. Его замедляет лишь незамутненное, выводящее из строя ошеломление. Плазменный пистолет Чура уже у того в руке. Кубок еще не успел удариться о стол. Чур стреляет. Выпущенный в упор заряд плазмы попадает в торс гонория Люциэля. Он раскален, как звезда главной последовательности. Он испаряет броню, панцирь, укрепленные кости, спинной мозг, уничтожает мясо, оба сердца и второстепенные органы, обращает кровь в пыль. Выстрел, словно удар молота, сбивает Люциэля с ног, швыряя через стол. Разбитая столешница подскакивает навстречу падающему кубку, закручивая его в воздухе в полукруге вина. Застегнутые врасплох люди Люциэля оборачиваются, не понимая, что происходит. Шум, движение, выстрел, жестокое нападение на их капитана. Люди Чура просто вытаскивают оружие. Стрельба их не отвлекла. Взгляды не отрывались от собеседников, которые сейчас в замешательстве отворачиваются. Люциэль катается по палубе, молотя руками и ногами, а вокруг падают обломки стола. Кубок отскакивает от плиты палубы рядом с его головой. Его глаза широко распахнуты. Плазменный заряд проделал в нем огромное сквозное отверстие. Тело пробито. Через содрогающийся торс видно палубу. Края зияющей раны опалены и обожжены сверхтемпературой. Доспех тоже пробит насквозь. Кромки светятся. Тельца ларимана не в состоянии закрыть или затянуть столь катастрофическое повреждение. Чур вскакивает, опрокидывая стул. Он опускает плазменное оружие, наводит его в лицо Люциэлю и стреляет еще раз. Вокруг него помещение сотрясается от внезапного шквала огня. 20 или 30 болтеров разряжаются практически одновременно. Отброшенные назад закованные в доспехе тела падают. Воздух заполнен кровавой дымкой. На третьем отскоке кубок приземляется, описывает круг и останавливается возле обожженного и расколотого черепа Гонория Люциэля. Абсолютное подавление Сражение не то состояние, в которое следует входить легко. Сражение всегда болезненно и за победу приходится платить. Поэтому дальновидный командующий никогда не переходит к сражению, пока у него остаются иные варианты. После реализации этого перехода и начала фазы исполнения или первичного состояния необходимо действовать с предельной эффективностью. С самого начала применять подавляющие силы, чтобы как можно быстрее полностью уничтожить врага. Не давайте ему времени и пространства, чтобы среагировать. Не оставляйте ему ни техники, ни свободы, которыми он сможет воспользоваться в фазе сбора. Уничтожьте его физически и психологически, чтобы полностью ликвидировать возможную угрозу с его стороны. Убивайте первым выстрелом, полностью уничтожайте первым ударом. Это можно считать использованием нападения в самой чистой его форме. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 4-1-9. 1. Отметка 0-18-43 Раздается сигнал тревоги. На полированной медной консоли начинает моргать красный предупредительный огонек. Вахтенный офицер на своем посту на мостике самофраки реагирует быстро, хотя он в некотором замешательстве. Системы корабля сигнализируют о неполадках. Это тревога высокого уровня. Чтобы выяснить ситуацию, он нажимает на клавишу из слоновой кости. На маленьком золотом экране возникает фраза, состоящая из светящихся зеленых символов. Стрельба, ротная палуба. Этого быть не может. А даже если было, выстрел должно быть произошел случайно. Как бы то ни было, вахтенный офицер хорошо подготовлен и высокодисциплинирован. Ему известно, что ответы, разъяснения, уточнения и объяснения второстепенные вопросы. Они могут подождать. Подождать может даже информирование капитана. Он знает протокол. Он реагирует так, как его учили. Он активирует вокс-системы и пробуждает защиту палубы. Руки с отрепетированной ловкостью порхают по клавишам. Он включает боевую тревогу. Начинает систематически закрывать переборки по всей длине ротной палубы и блокировать ведущие на палубу точки доступа и подъемники. В течение 4 секунд с момента сигнала тревоги вахтенный офицер уже начал процедуру блокирования и защиты всей ротной палубы, а также расстановки караулов у всех точек доступа. Его реакция образцова. В течение 35 секунд с момента сигнала тревоги будет осуществлена полная регулятивная изоляция. Но у него нет 35 секунд. Капитан услышал звук боевой тревоги и вскочил с кресла, чтобы соединиться с вахтенным офицером и узнать, что случилось. На его лице написано недовольство. «В чем дело вахта?» – спрашивает он. Его слова тонут в очередном сигнале тревоги. Затем следует еще один. Потом еще. Сирены, звонки и гудки накладываются друг на друга, вереща и гремя. Сигнал сближения. Сигнал предупреждения о возможном столкновении. Сигнал сбоя курса. Система обнаружения. Пассивный ауспик. Первый очередной сигнал тревоги по орбитальному сообщению от управления системы Калта. К ним что-то приближается. Что-то входит в плотные и строго управляемые флотские формации, которые разбросаны по ближнему орбитальному поясу. Что-то несется через швартовочную зону высокой орбиты, без разрешения и авторизации. На мгновение вахтенный офицер на полпути забывает о том, что делал. Он глядит на основной экран. То же самое делает капитан. То же самое делает экипаж мостика. Все происходит так быстро, что они ничего не успевают увидеть, хотя смотрят на это во все глаза. Отметка 01834. Компанила ускоряется. Она запускает маршевые двигатели реального пространства, создавая тягу основного объема. Хотя ей следовало бы двигаться практически по инерции, отрабатывая лишь корректирующими импульсами. Поднимает пустотные щиты и становится настолько неудержимой, насколько это возможно. И словно пуля несется в направлении планеты Калк. Все еще можно услышать вопли ее экипажа, но их никто не слышит. Тяга основного объема – это состояние двигателя, которое используется для первичного разгона. Максимальная выходная мощность, выводящая корабль на предел скорости в реальном пространстве при совершении перехода в империи. Ею пользуются, когда звездолет движется от планеты к ближайшей орбитальной точке Мандевилля, проходя расстояние, которое примерно соответствует половине радиуса средней звездной системы. Здесь нет места для такого длинного разгона. Компанила уже находится внутри орбиты спутника Калка. Ей недостаточно дистанции, чтобы хотя бы приблизительно достичь максимальной выходной мощности или скорости. Но все равно она набирает скорость меньше 40% от возможной в реальном пространстве, когда достигает края атмосферы. Ее перемещение слишком быстрое, чтобы его обнаружил такой прибор, как человеческий глаз, пиктограф или обзорный монитор. Ее видят только системы сканирования и сенсоры, детекторы и аусты. Они визжат, когда она внезапно и беспощадно приближается, словно ударная волна. Их вопли столь же тщетны, как и никому не слышные крики гибнущего экипажа. Она не врезается в Калк. На ее пути есть препятствия. Отметка 0.18.32 Компанила словно ракетом чится в орбитальный погрузочный пояс Калта. Она прокладывает путь сквозь формации кораблей на стояночной орбите. Сквозь шеренги грузовиков, барж и десантных кораблей на высокой орбите. Сквозь ряды громадных крейсеров и фрегатов. Блестящие облака малых кораблей, погрузчиков, подъемников и ботов, которые обслуживают корабли-матки. Она похожа на выпущенный в толпу болтерный заряд. Она проходит на расстоянии менее длины корабля от Млатуса, Каваскора, Лютины и Самофракии. Пролетает ниже курса линкора Ультимус Мунди и обдирает корму колоссального транспорта Завет Андромеды. Щиты задевают корпус ударного корабля Млекрус, повреждая мачты и сотни детекторов правого борта. Она проскальзывает между боевыми баржами Латница Победы и Латница Славы. К моменту лобового столкновения с гранд-крейсером Суспирием Маджестрикс, от которого расходятся во все стороны швартовочные и заправочные линии, соединяющие прославленный корабль с громоздкими тендерами, компанила разбросала по сторонам множество мелких суденышек, уничтожая их своими лобовыми щитами. Малые корабли разваливаются на части. На мерцающих щитах шипят яростные встречные огни. Грузовые боты, ликторы, перевозчики, обслуживающие монтеры. Смещением щитов компанила, словно приливной волной, отбрасывает всех с дороги, давя их гравиметрическим ударом и разбивая корпуса более крупных кораблей или поддерживающие рамы внешних орбитальных станций. А затем компанила достигает главной верфи. Верфи Калта, вращающиеся по орбите островки, первые зачатки будущей настоящей сверхорбитальной платформы планеты. Их дюжина вокруг Калта. Калтский виридийский опорный пункт, крупнейший и старейший из них. Он представляет собой массивную систему молов и стапелей, корабельных рам и доков, подвесных фабрик, жилых блоков, депо и стыковочных платформ. Чуть более 300 километров поперечники, живой и деятельный металлический муравейник. Компанила врезается в него и порождает свет. Движущиеся на высоких сверхсветовых скоростях пустотные щиты ударяются о физическую материю и аннигилируют. Мобильная база просто испаряет сухой док ультрамар Азимут, разрывая надстройку гигантской стояночной рамы и находящийся в ней крейсер антипатия. Разрезанная надвое 9-километровая антипатия исчезает в волнах быстро распространяющегося жара и света, когда детонируют ее двигатели и с ней гибнет 6 тысяч жизней. Взрыв воспламеняет два заводских модуля, присоединенных к сухому доку, мгновенно убивая еще 30 тысяч механиков и инженеров. Отрывает надстройку от защитных башен А1-12 и А1-14, которые падают на бок, отбрасывая корабль охранения Бурнабус на быстроходный эскорт и Эрика Рекс. Оба корабля получают катастрофические повреждения корпусов. Бурнабус расплющивается и сминается, словно стрелянная гильза. Компанила все еще движется. Позади нее рассыпается сухой док ультрамар Азимут, и она пробивает блок 919. Пустотелый сфероид, внутри которого сейчас находится угроза Фортиса, избавление Терры и производственный корабль Механикум, энкодер Фобоса. Все три корабля уничтожены. Сфера раскалывается, как стеклянный шад. Выброшенные обломки влетают в присоединенные жилые модули, опустошая их в космос. Взрыв вышвыривает часть энкодера Фобоса, которая вертясь попадает в главное грузовое помещение станции, и оно складывается пополам. Этот второй удар уничтожает 49 подъемных кораблей, а также 168 малых лихтеров и перевозчиков. Грузовые капсулы и транспортировочные контейнеры разлетаются, словно бусины из лопнувшего ожерелья, словно рисовые зерна из рваного мешка. Они рассыпаются, кувыркаясь. Некоторые начинают светиться синим, как паяльная лампа, падая в верхние слои атмосферы. Калский веридийский опорный пункт содрогается. По нему распространяются внутренние взрывы, которые следуют опустошительным курсам компанилы. Жилые блоки и депо разлетаются в дребезги. Молы рушатся. Краны манипуляторов гнутся и складываются, будто подбитые дробью охотника болотные птицы. Эгида оклюды вспыхивает по всей своей 7-километровой длине. Триумф Аякса, закрепленный на ограничительном эллинге, искалечен буре обломков. Второстепенные двигатели схлопываются, и массивный корабль разворачивается на 90 градусов, будто человек, которого рванули за щиколотки. Все еще закрепленный в посадочной раме эллинга, бок напарывается на узурпатор Тарнуса, который снаряжают на смежном эллинге. Столкновение уродует их, рвет и раздирает корпуса. Из прорванных пластин обшивки со взрывом вырывается атмосфера. Аэрозольная струя, заполненная частицами, которые представляют собой крохотные вертящиеся тела. Свечение нарастает, объем аннигиляции огромен, и она вырывается свечением. 17-километровый линкор «Дух Конора», один из самых могучих боевых кораблей флота 500 миров, вспыхивает, а затем исчезает. Когда критические повреждения достигают силовых установок и колоссальных арсеналов боеприпасов. Громадные пылающие секции станции, вертясь, вылетают вверх, в космос, или же падают на мир внизу. Сухой док «Ультрамар-Зенит» из-за полного гравиметрического сбоя разваливается, вращаясь и разлетаясь на части по пути к планете. Поддерживаемый этим доком гранд-крейсер «Антрадамикус» отрывается от причала, и начинает скользить назад, прочь от рушащейся рамы, жутковато пародируя старт корабля. Его двигатели отключены, у него нет энергии, чтобы помешать скольжению или стабилизировать свое положение. По крайней мере, ничего такого, что можно было бы достаточно быстро запустить или применить. Это крупный корабль, его длина 12 километров. Он просто скользит назад, словно громадная льдина, которая отрывается от ледника и уплывает в море. Компанила все еще движется. Ее щиты, наконец, отказывают, и теперь она представляет собой просто массивный снаряд, громаду из металла. Она уничтожает еще два стапеля и находящиеся на них корабли. Повреждает пришвартованный транспорт и аганипус артэмиссия, а затем таранит узел информационной аппаратуры в центре структуры станции. Все машины мгновенно уничтожены, автоматика отказывает. Ноосфера терпит критический и смертельный сбой. Сердце станции разрушено, и с ним гибнет еще 35 тысяч человек. Удар фактически стер незащищенную часть компанилы. Ее структура распылена на атомы, остались только небольшие крупные куски. Они летят дальше, пока корабль распадается, все еще двигаясь неимоверно высокой для реального пространства скоростью. Самый крупный из уцелевших фрагментов, часть твердого ядра двигательного отсека компанилы, раскручивается и приканчивает линкор в протест Нарфана-Дюма, будто попавший в череп заряд из пращи. Остатки компанилы зачищают дальний край Каллского-Веридийского опорного пункта и рассыпаются по всей планете, разлетаясь, падая и пылая, словно метеориты. Вся катастрофа заняла менее секунды. Она произошла в абсолютной тишине. Вспышка света в безмолвной пустоте. Все наблюдатели, как на окрестных кораблях, так и на поверхности планеты, могли бы увидеть лишь ослепительную вспышку, похожую на превращение звезды в сверхновую, на смену которой тут же пришла распространяющаяся группа концентрических огненных кругов, пожирающих все небо. Отметка 01830. Световой удар превышает разрешительную способность экранов мостика Чести МакКраги. Они с шипением темнеют. Подключенные сервитеры визжат и трещат. Автоматические системы захлопывают противовзрывные заслонки на всех обзорных окнах мостика, оставляя их в красном, защищенном полумраке. Марий Гейдж поднимается с кресла. Что это было? Требовательно спрашивает он. Никто не отвечает. Выяснить! Ревет он. Обрушивается ударная волна. Отметка 01830. Отблеск. Винтан знает, что это. Инстинкт опознает это за промежуток времени, который дается сознанию, чтобы дать объяснение. Это электромагнитный импульс, предшествующий большому взрыву. Он успевает увидеть, что Селатон тоже это ощутил. А Синишаль нет. Ее человеческие инстинкты слишком не развиты, чтобы заметить проблеск. Она что-то говорит. Винтан хватает ее и тянет вниз. Арбут вопит, ничего не понимая. Он знает, что закованные в броню пальцы ломают ей ребра. Но все же есть шанс, что он сумеет прикрыть ее своим телом. В небе над космопортом Нумина поднимается абсолютно новое солнце. Отметка 01830. Свет опаляет края неба, а затем, словно жгучая струя из личного огнемета Бога, небо над полями и устьем в Нериде наполняет пламя. Ол Персон вздрагивает, хотя до жара и ветра еще полминуты. Ему доводилось видеть, как корабли взрываются на орбите. Но он никогда не видел ничего настолько масштабного. Сумерки наливаются оранжевым. Позади них вытягиваются вечерние тени. Озадаченные и напуганные сборщики трав глядят вверх. «Рядовой Персон?» – спрашивает граф, неспособный задать более сложный вопрос. «Хорони нас всех, Господь!» – произносит Ол. Темнотравье шевелится и шелестит. Налетает ветер, такой горячий, как будто неподалеку открылась дверь печи. Отметка 0.18.30 Раскат грома. Так это слышит Хеллок. Что за долбанная, дерьмовая стрельба? Выхватывая изо рта сигару, начинает он, обращаясь ко всем, кто его слышит. Прямо перед ним рядовой Рейн. Внезапно тот превращается в силуэт, как и трущобы со шпилями по ту сторону реки. Черные очертания на фоне неба, которое стало белым, словно дополнительный рассвет, словно долбанная озорница, и при этом яркая, как обычная молния. Хеллок не знает, что произошло, но он уже чувствует, что это самое плохое из того, что ему когда-либо придется пережить. Он ошибается. Отметка 0.18.30 Небо над Нумином взрывается. Бараэлен и Андром вскакивают, выходя из режима отдыха. Они молчат, поскольку говорить еще фактически не о чем. Однако вынимают оружие, не дожидаясь указаний капитана Дамокла. Это взрыв на большой высоте или на низкой орбите. Множественные взрывы, накладывающиеся друг на друга. Это становится ясным мгновением позже, когда вспышки разделяются и начинают мерцать, словно стробоскопический источник света. Огонь расцветает внутри огня, который находится внутри огня. «Мы только что потеряли корабль», — говорит Андром. «Это был не один корабль», — поправляет капитан Дамокл. Отметка 0.18.30 «Вы все это видели?» — восклицает капитан Фрасторикс. «Видели?» «Я видел, капитан», — откликается сержант Анхис. Небо к западу от их лагеря покрыто световой рябью, как будто кто-то ведет светящуюся сферу за шелковым занавесом. Звучит рык, продолжительный грохот, который, кажется, исходит из космоса и, кажется, не собирается прекращаться. «Поднимай людей!» — кричит Фрасторикс. Вокс накрылся. Всякий раз, когда Фрасторикс пытается активировать канал, в шлеме раздаются странные, шипящие и кашляющие звуки. Это вопли. Это пение. «Поднимай людей!» — готовность, — повторяет он. А затем с грохотом бежит через расчищенный участок территории, назначенной для 111-й. Экриту тоже нужно поднять своих людей. Что-то происходит. У Фрасторикса не было настолько плохого предчувствия со времен перестрелки на Ковалоте-5. Экриту нужно быть наготове, чтобы это не оказалось. Странный ветер колышет деревья, заставляя их шелестеть. Ветер теплый и сухой. Такое ощущение, что это выдох какого-то злобного существа. «Экрит!» — кричит Фрасторикс. На равнине ниже леса поднимаются несущие слова. Фрасторикс видит, как они строятся. Видит, как собираются их подразделения. Это хорошо. Чертовски хорошо. Гораздо лучшая выучка, чем он ожидал от 17-го, учитывая их репутацию диких берсеркеров. Гораздо более быстрая реакция. Хорошо. Хорошо, если так. Они все готовы. Готовы встретить это. Единые, словно один. Его сердце радуется. Они смогут вместе встретить это, чем бы оно ни было. Отметка 0.18.30. Информационный шок убивает сервера Ула Кехала Хеста. Убивает не так моментально, как 46 модераторов данных в окружающих его кагитационных колодцах, но разрывает и поджаривает главные узлы церебральной архитектуры. Это повреждение мозга, которое невозможно вылечить, и от которого он никогда не оправится. Синаптические соединения выгорели, словно испорченная проводка. В лобной доле начинается мозговое кровотечение. Он продолжает стоять. Через наносекунду после волны информации на орбитальную сторожевую башню обрушивается свет. Ноосфера рушится, будто ледяная статуя в печи. Манифольд башни дает сбои. Хест чувствует общую агонию многих тысяч смертных. Его модифицированных братьев на основной верфи, на борту пришвартованных кораблей и в башне вокруг него. Некоторые из этих смертей быстрые, вспышки аннигиляции. Другие, хотя тоже происходят быстро, причиняют боль. Жидкие брызги сжатия, взрывная мука декомпрессии, тупая ярость удара, вопящий ад сожжения. Иные медленны, на них уходят почти секунды. Окружающие сервера, подключенные к нему люди, в амниотических саркофагах из бронестекла шатаются. Когда на их мозги, словно молот, обрушивается шквал данных. Информационная перегрузка. Сенсорная перегрузка. Гипертравматический загрузочный синдром. Когда ноосфера отказывает, он ощущает облегчение. Он покачивается. Окна башни автоматически затонировались, чтобы приглушить свечение орбитальных взрывов. Постоянный канал ММУ Хеста пылает, словно продернутая сквозь его душу раскаленная добела проволока. Его полностью созданная биоинженерия личность смертного повреждена. Он удерживает лишь одну мысль, зафиксированную в простой бинарной форме. Хест отключил дискреционный режим 462 минуты назад. Он передал его орбитальным биомашинам. Биомашин всей орбитальной автоматики больше нет. Планетарная оружейная сеть Калта только что перестала существовать. Отметка 0.18.30. Телемехер снова просыпается. Он пробуждается, вытянувшись, крича и завывая, словно после кошмара. На спине холодный пот, но у него нет спины. Во рту кровь, но у него нет рта. Глаза открыты, но у него нет глаз. Его инициировала вспышка поток информации, которая потрясла его так сильно, что на мгновение он обрел физическую память о своей жизни до трансформации. Не недавней трансформации. Еще раньше, до формирующей трансформации в космического десантника путем биогенетического конструирования. На секунду у него появилась память о пробуждении после кошмара в бытность немодифицированным человеком, ребенком. Он осознает, что это был не только информационный шок, еще и значительный физический. Саркофаг резко встряхнули, бросили, уронили. Имплантированный счетчик времени сообщает, что он спал чуть больше, чем 9 часов и 10 минут. Внешние сенсоры не работают, он не видит, он не может открыть саркофаг. Нет никакой ноосферы, никаких загружаемых данных. Собственные сенсоры, киберорганические датчики боевого корпуса-носителя сообщают, что температура снаружи саркофага превышает 5000 градусов по Цельсию. Инерционные локаторы сообщают, что он перевернут и падает на постоянной скорости. Отметка 0.18.30 Небо взрывается. Креол Фолст так крепко прижимает свой атом к груди, что клинок прорезает пальцы до крови. Глядя на пожирающую небеса огненную бурю, братство ножа начинает петь летанию актета. Ушкул ту, ушкул ту. Фолст хочет присоединиться к ним, но он слишком занят тем, что смеется, неудержимо хохочет, словно безумный. Отметка 0.18.30 Эрип поднимает взгляд от черных камней. Центр ритуального круга, где лежат леющие и подергивающиеся тела многих из процессии, Кенвар Каул, расфокусирован почти на 10 минут. В этом месте материя корчится. Оболочка вселенной стала жидкой. Пахнет чем-то похожим на странные грезы. Запах сильный, но совершенно неузнаваемый. Эссембер Зод из Галворбак что-то бормочет, когда в небе на юге взрывается первая вспышка. Эрип уже наблюдает. Огонь, сияние, первый свет, своего рода заря. Эрип понимает, что благодаря их плану будут достигнуты некоторые очевидные стратегические преимущества. Однако, это все военные цели, которые мало что значат для него. Первому из темных апостолов важен смысл, значение, искусство, контекст. Свет в небе, громадная яркая вспышка, которую они сегодня сотворили. Это ушкулту. На архаическом наречии святых миров это означает «жертвенное солнце» или «звезда подношения». Сложно дать точный перевод. Есть ощущение жертвоприношения, ощущение обещания, которое предвещает рассвет, и ощущение, что последует нечто большее. Грядет еще более великий восход. 2. Отметка 0.18.20 Огромная верфь Калдского Веридийского опорного пункта гибнет в пламени, получив повреждения, после которых невозможно спастись или стабилизироваться. Гигантская платформа опрокидывается, распадается на части и пульсирует, словно внезапно возникший на орбите Калда белый карли. Это энергетический огонь, атомное пламя, раскаленное до бела, сферическое и колышущееся. Ближайшие орбитальные платформы содрогаются от серий ударных волн, которые бьют со стороны пораженной станции. Некоторые из них одновременно получили повреждения от выброшенных обломков надстройки или осколков взрывающихся кораблей, и теперь горят все в пробоинах. Корабли по всей длине швартовочной линии полыхают или изуродованы. С нища обваливающегося орбитального сооружения продолжают падать осколки и выбросы, захваченные гравитацией Калда. Это хаос. Электромагнитные удары повредили коммуникационные сети, а немногочисленные оставшиеся воксы и пикторы задыхаются от бешеного межкорабельного сообщения, вопросов, требований, просьб, настояний. Что случилось? Что происходит? Немедленно скажите, что творится. Никакой информации, никаких данных. Механикум перехватили горло, его гортань вырезана, а мозг превращен в кашу. Имеющиеся факты доступны только тем, у кого есть глаза, иллюминатор или работающий пиктор. Совершен акт невообразимой жестокости. Верхняя орбита Калда превратилась в огненную бурю. Число погибших огромно. Нанесенное флоту и инфраструктуре станции рано немыслимо. Никакой несчастный случай не имел бы таких последствий. Веридийскую систему и подступы к ней защищают безупречные системы проверок и контрпроверок, непробиваемые слои избыточной безопасности. Чтобы добиться таких масштабов катастрофических разрушений, потребовался бы злой умысел, осознанное или враждебное намерение обойти охранение. Это не несчастные случаи, это нападение. Кто-то, находящийся где-то, бормочет среди потоков нефильтруемых вогс-сообщений и произносит слова «Орк и зеленокожий». Враг пронюхал о веридийской мобилизации. Его предупредили о готовой к броску силе, и он нанес удар первым. В течение 10 или 20 секунд с момента первого удара корабли по всей верхней швартовочной зоне начали отчаянно запускать двигатели и оружейные системы. Некоторые накапливают энергию, надеясь поднять щиты или даже готовясь ускользнуть с обязательного места стоянки, сменить позицию. Затем боевая боржа открывает огонь. Тяжелый корабль известен Ультрамарину как Рапторус Рекс. Однако несущие слова без уведомления также сменили цвета боевого облачения, переименовали его в Инфидус Император. Инфидус Император – боржа Корфаэрона. Он разряжает все основные лэнс-орудия в боевую боржу сыны Ультрамара и превращает ее в кружащееся облако металлического мусора, которое разносится во все стороны от разрастающегося огненного шара. Инфидус Император выбирает следующую цель. Находящаяся в строю позади грозового корабля Корона Колхиды также открывает огонь, как и линкор Камеэль, как и пламя Чистоты и Копье Седроса. И то же самое делает флагман Темного Апостола Эриба – боевая боржа Длань Судьбы. Капитан ООН Гамет, командир тяжелого эсминца Святость Сараманта, видит, как Инфидус начинает безжалостный рейд вдоль швартовочной линии. Он совершенно точно понимает, что делает громадная боржа несущих слова. Она расправляется с выстроенными в линии возле нее кораблями. Так вооруженный человек мог бы казнить ряд беспомощных узников. Ему и самому приходилось делать подобное. В верхней гавани Фарнола, после приведения Эфигении к Согласию, он провел святость вдоль эллингов, уничтожая плененные вражеские корабли, чтобы их не смогли отремонтировать и вновь использовать. Это была грубая и неблагодарная, но предельно прагматичная задача. Корабли были слишком опасны, чтобы оставлять их нетронутыми. Будучи корабельщиком, человеком, вся жизнь которого была посвящена обслуживанию колоссальных звездолетов, он никогда не получал удовольствия от уничтожения. Так почему же кажется, будто Инфидус наслаждается? Гамет кричит на командный состав, требуя дать ему энергию, орудия, защиту, информацию. Все, что можно. Святость стояла у эллинга в холодном режиме, заглушив двигатели. Как ни подгоняй подчиненных, для приведения корабля в оперативную готовность потребуется 50 минут. Это относится ко всему флоту. Звездолеты Ультрамара стояли на высокой орбите, в холодном режиме, ожидая объединения. Все силовые установки были переведены на минимальную выходную мощность для удобства обслуживания, загрузки и посадки. Готовые двигатели, орудия или щиты были не нужны. Они пребывали под прикрытием планетарной оружейной сети. Энергию вопит он. Мне нужна энергия. Мощность растет, сэр, отвечает первый помощник. Нужно быстрее. Мне нужно активное состояние. Двигательное отделение сообщает, что у нас нет шансов наращивать выходную мощность быстрее, чем... Скажи этим ублюдкам в двигательном отделении, что мне нужна энергия и никаких оправданий. Времени нет. Инфидус приближается. Что бы ни произошло, какое бы злодеяние ни случилось, корабли 17-го явно думают, что это нападение, и рассматривают корабли Ультрамара как угрозу. Они заранее убивают все, что могут раньше, чем... Гамет останавливается. Он пытается себя контролировать. Он осознает, что поражен паранойей и крайним потрясением, как и все. На мостике вокруг него смятение. Ясная голова и единственный шанс как-то, хоть как-то поправить ситуацию. Инфидус приближается. Вот в чем все дело. Вот в чем дело. Трижды проклятый Инфидус приближается. В момент нападения все корабли были отключены. Поэтому-то сейчас они беспомощны и беззащитны. Но Инфидус приближается. Он движется. Как и прочие корабли флота несущих слово. Это непоспешная реакция. Они не устраивают бешеную пальбу по воображаемым целям, еще не разобравшись, что же творится на самом деле. Дело в том, что они вообще движутся. Они не были отключены. Они стояли в горячем режиме. Они знали, что произойдет. Они были готовы. Ублюдки! Выдыхает он. Инфидус приближается. Он размеренно производит бортовые залпы, озаряясь по всей длине разноцветной яростью. От каждого залпа напрягается контрактивная гравиметрика, удерживающая звездолет в равновесии при колоссальном разряде. Каждый залп убивает очередной беспомощный корабль. Созвездие Тармуса исчезает в хлопающем столкновении огня с металлом. Инфидус приближается. «Энергия!» – спрашивает Гамет. Первый помощник качает головой. Инфидус содрогается и дает еще один бортовой залп. Огневой мощи достаточно, чтобы выжечь и распылить Луну. Получившее попадание в середину корпуса, святость Сараманта разлетается на куски. Отметка 0.17.01 Магас Мейер Эдв Тауриан отмечает у себя гипервысокий уровень адреналина. Она избежала всеобщей инфосмерти, которая воцарилась в орбитальной сторожевой башне. Ее спас Хест. Ее спасла базовая операционная процедура. Ей не хочется думать об иронии ситуации, о стечении обстоятельств, о доброте. Нужно сделать слишком многое. Они посреди немыслимого кризиса, катастрофы. Она должна спасать ситуацию, должна спасти Хеста. Лифты и подъемные платформы больше не работают. Она поддергивает пол длинного одеяния и мчится по основной винтовой лестнице. Все в дыму. Жужжат сигналы тревоги. Сверху и снизу доносятся отзвуки голосов. Небо снаружи неестественно светится. Она пробегает мимо шатающихся и пускающих слюни, лишенных разума сервиторов, за которыми тянутся разорванные разъемы. Некоторые из них упали. Некоторые визжат или раз за разом воспроизводят импульсы любимых данных, словно детские стишки. Другие бьются головами о стены лестничной клетки. Токсичная информация, инфосмерт, перегрузка. Пусть Хест будет жив. Он был подключен. Он должен был принять основной удар. Не думай об этом. Просто поднимайся. Она спотыкается о распростертое тело сервитора высокого уровня. Ее подхватывают под руки. «Не упадите, магас!» Произносит плотский голос. Таурин поднимает глаза на грозное лицо Арука Сиротида, начальника бригад скитария в башне. Арук создан для войны, а не для работы с информацией. Изысканно украшенная броня отчасти церемониально, отчасти ритуально. Нарочито вычурная отсылка к временам угрожающей раскраски и устрашающих пост. «Разумеется, нет!» – отвечает она. Он помогает ей подняться по лестнице, убирая с дороги ослепших безмозглых сервиторов. Он выше ее на метр. Глаза – гололитические алые прорези, в медной маске. Она замечает, что один из них мерцает. «Мы понесли потери», – говорит он. «Масштабный инфошок», – отзывается она. «Гипертравматический загрузочный синдром». «Хуже того», – продолжает он. «Взрывы на орбите. Мы потеряли корабли, орбитальные станции». «Нападение?» «Боюсь, что так». Оба используют режим плотских голосов. Ей мучительно это сознавать. Так медленно, так кропотливо. Ни контирования, ни инфоимпульсов, никаких синхронных и мгновенных передач идей данных. Ей кажется, что она никогда раньше не разговаривала с Аруком, плотским голосом. А он явно вообще не привык говорить. Но эти причудливые усилия необходимы. Они оба были изолированы от инфошока и должны оставаться в изоляции. «Мне нужно добраться до сервера», – объясняет она. Он кивает. Один из красных глаз продолжает моргать. Сбой. Арук получил какие-то повреждения. Как и все скитарии, он должен был быть подключен к ноосфере и получить инфошок. Впрочем, у скитариев есть свой выделенный манифольд – кризисный резерв. Арука ударила загрузочным шоком, но он успел переключиться на усиленную военную кодовую систему своей бригады. Он ведет ее наверх. «Вы не повреждены, Магос?» – спрашивает он через плечо. «Что?» «Вы ранены, Магос?» «Нет, инфошок миновал меня. Я не была подключена». «Вам повезло», – произносит Арук. «Да, произошла проблема с мусорным кодом. Сервер Хест вышел из дискреционного режима, чтобы разобраться с ней». Арук бросает на нее взгляд. Забрала его шлема, похожий на клюв хищной птицы. Плечи и верхняя часть торса громадны, словно принадлежат быкообразной обезьяне. Он понимает – это простой протокол. При работе с существенной проблемой мусорного кода сервер отключает своего заместителя, чтобы исключить риск его заражения. Это мера оперативной безопасности. Она спасла Таурин от куда большего, чем просто инфицирование мусорным кодом. «Может ли дело быть в мусорном коде?» – спрашивает Арук. Таурин уже думала об этом. Серьезный сбой ноосферы, вызванный критической порчей кода. Да, это могло вызвать столкновения и несчастные случаи на орбите. Могло даже вызвать отказ сети и ошибочный залп корабля. Они добираются до командной палубы. В воздухе висит пелена дыма. Техники пытаются освободить раненых модератей из разбитых амниотических капсул. Сервиторы безвольно свисают с пучков разъемов. Экраны шипят от бури помех. Хест съежился на платформе. С дороги кричит Таурин, проталкиваясь среди собравшихся вокруг него нерешительных сервиторов и сенсорей. Возле его головы лужа темной жидкости. Она чувствует запах токсичных гормонов и избыточных химикатов, которые выжгли кровеносную систему и разорвали сосуды. «Мы должны его отключить», – произносит она. Арук кивает. Сервитор технического класса что-то трещит. «Голосом проклятие», – огрызается Таурин. «Ноосферы нет». «Отключение сервера может привести к критической церебральной травме», – стрекочет техноклассник. «Чтобы надлежащим образом отсоединить его от ММУ, нужна киберхирургическая бригада». «Он умирает», – говорит Арук, глядя на сервера. Арук много раз наблюдал смерть. Он знает, что говорит. «Он серьезно ранен», – щелкает техноклассник. «Классифицированное отключение может его спасти, но…» «Мы понимаем», – произносит Таурин. «Она смотрит на Арука. Нам нужны специалисты», – говорит она. «Если есть хоть какой-то шанс его спасти, мы должны его использовать». «Разумеется». Она опускается на колени возле Хеста, пачкая одеяние кровью. «Я здесь, сервер», – произносит она, склоняясь над ним. «Я здесь. Это Мейер Таурин. Вы должны держаться. Я готова вас освободить. Но нам нужен хирургический персонал. Просто держитесь». Хест шевелится, подавая проблеск жизни. Он что-то бормочет. «Просто держитесь. Я здесь», – говорит она. «Отключите меня», – булькает Хест, брызгая кровью на подбородок. «Сперва нам нужен хирургический персонал, сервер. Произошла крупная катастрофа. Не думай обо мне. Сеть не работает. Она не работает, Таурин. Отключи меня и перехвати управление. Ты должна попробовать перезапустить ее». «Подождите», – успокаивает она. «Хирурги близко. Подождите». «Сейчас же». «Вы умрете, сервер. Его веки дрожат. Мне все равно. Это не важно. Я не важен. Орбитальные биомашины погибли. Мейер». Ее глаза расширяются. Она бросает взгляд на Арука. «Они погибли», – повторяет Хест. Голос. Всего лишь вздох. «Ты должна подключиться, Мейер. Занять мое место. Подключиться и посмотреть, что можно спасти. Какое управление можно восстановить. Сервер. Ты должна реконструировать ноосферу. Без сети калб, беззащитен». Таурин смотрит на тяжелый кабелевод постоянного канала ММУ Хеста, который свернулся под ним на полу, словно мертвый удав. Она не сможет отсоединить его, не убив. Так ведь? Особенно, когда он в столь хрупком состоянии. Один из сенсорик речи. Они смотрят вверх. С неба падают осколки орбитальных взрывов. Первые куски металла дождем обрушиваются на речную долину, оставляя за собой огненные следы, будто метеориты. Она видит, как они падают в реку, поднимая столбы пара, или чиркают по крышам крепости Калкас. Более тяжелые глыбы, как ракеты, взрывают здания. Некоторые бьются об окна командной палубы, оставляя трещины на бронестекле. Град обломков – это лишь начало. Падают более крупные объекты, части кораблей, части орбитальных сооружений, части доковых станций. Таурин видит это раньше, чем сенсори. Гранд крейсер Антрадамикус, длиной 20 километров, падает из разрушенного сухого дока назад, в атмосферу, окруженный облаком микроосколков. Падает медленно и величественно, словно рушащийся горный склон. Падает, кормой вперед, на крепость Калкас. Отметка 0, 16, 11. «Меня не волнует, чего там нет. Покажите то, что есть», – ревет Марий Гейдж. Зедов, капитан чести Мак Краги, снова пробует возражать. «Покажи ему», – гремит голос. «На мостике Желеман». «А еще лучше покажи мне», – рычит он. «Оценки, все, что есть», – кричит экипажу Зедов. Удар произошел меньше двух минут назад. Экраны флагмана ослеплены. Никаких данных. Никакой связи с ноосферой. Никаких контактов с сетью. Существующее комп-сообщение – хаос вопящих голосов. «Мы слепы», – сообщает примарху магистр Первого Ордена. «Столкновение на орбите?» – спрашивает Желеман. Он бросает взгляд на застывшего на палубе мага-сапилота. У большей части остального персонала механикум дела не лучше. Члены экипажа начинают передавать примарху инфопланшеты. Он изучает фрагменты записи. Гейдж знает, что Желеман объединяет их в голове. Строка данных отсюда. Последний зафиксированный кадр оттуда. Пикт. Последние показания Ауспика. «Предположительно, что-то на сортировочной станции», – говорит Гейдж. «Сканеры не работают. Экраны мертвы». «Проклятие!» «Марий, используй свой мозг», – произносит Желеман и оборачивается к экипажу мостика. «Открыть заслонки!» «Все!» «Все окна!» Сервосистема начинает поднимать противовзрывные заслонки, которые прикрыли огромные кристофлексорные панели мостика. Некоторые из настенных щитов приходится возвращать в исходное положение вручную. Стюарды в спешке ищут кривошипные рукоятки. Основная заслонка ползет вверх. Из открывшейся щели льется пугающе много нестабильного мерцающего света. «Во имя Терры», – бормочет Гейдж. «Капитан корабля», – произносит Желеман, оборачиваясь к Зедофу. «Приоритеты таковы – поднять мощность, поднять щиты, восстановить сенсорный потенциал, восстановить ВОКС, сообщить мне о выполнении каждой задачи, а если на что-то потребуется больше пяти минут, мне нужен точный временной прогноз». «Да, сэр. Как только у нас будет ВОКС, мне нужна связь со следующими. Командирами всех кораблей в строю. Сервером сторожевой башни, наземными командующими, начальником орбитальной станции, не говоря уже о моем дорогом браке. Затем он прерывается, услышав, как Гейдж ругается. Заслонки поднялись достаточно высоко, чтобы можно было посмотреть наружу. Мостик освещен отблесками пламени. Они глядят на всю планету, на разрушенные взрывами главные станции Калта. Повсюду, куда падает взгляд, горят корабли. Некоторые вздрагивают и взрываются, словно оставленные слишком близко к огню боеприпасы. Рабау Джелеман никогда не забудет этого зрелища. Оно гораздо ужаснее, чем все, что он мог себе представить, когда после ударной волны вскочил в своих покоях и побежал на мостик. И скоро станет еще хуже. Это корабельный огонь, говорит он, указывая на проблеск света. Определенно, корабельный огонь, соглашается Зедов, прерывающимся голосом. Проклятие, кто стреляет? Спрашивает Джелеман. Во что они стреляют, черт побери? Он не ждет ответа. Он идет к основному детекторному пульту, отпихивая с дороги ошеломленных штабных офицеров. Они настолько парализованы, разворачивающиеся за открытыми заслонками сценой, что отшатываются в сторону, будто сомнамбулы. Есть ауспик, хоть какой-нибудь, спрашивает Джелеман. Один из офицеров приходит в себя. Импульс, произносит он, кашляет. Электромагнитный импульс, повелитель. На мгновение он лишил нас чувствительности. Программы автовосстановления займут время, заканчивает Джелеман. Мы могли бы, человек запинается. Я имею в виду, что мог бы разрешить перезапуск системы обнаружения, но это может взорвать каналы. Мы лишимся всего, и на починку системы уйдет месяц в доке. Да, мой примарк, отвечает офицер. Все равно выполняйте, произносит Джелеман. Человек колеблется. Ради твоего же блага, поторопись, шепчет ему Гейдж. Офицер, опомнившись, принимается за работу. Если это бой, и ты спалишь систему, от нас не будет толку, тихо говорит Гейдж. От нас уже нет толку, откликается Джелеман. Он озирает картину, впитывая всевозможные детали. Он уже мысленно зафиксировал название нескольких кораблей, которые были обездвижены или уничтожены. Стрельба, задумчиво произносит он. С юга и очень близко. Не из межпланетного пространства. Это на стоянке. Гейдж молчит. Он не вполне уверен, что примарх определяет это по доступному глазам зрелищу Дали, космоса, горящего газа, энергетических вспышек и рассеянного света. Мне тоже так кажется, говорит Зедов, более привычный к виду из окна мостика. Думаю, вы правы, сэр. Кто-то мог поторопиться с пальбой, произносит Джелеман. Они стреляют потому, что думают, будто это нападение. Это действительно может быть нападение, говорит Гейдж. Джелеман кивает. Он продолжает наблюдать. Его спокойствие практически пугает. Гейдж – транс-человек, созданный и натренированный не ведать страха. Ускорение биения его сердца и рост уровня адреналина – простая реакция на ситуацию, готовность действовать более быстро и эффективно. Однако Джелеман находится на совершенно ином уровне. Он смотрит на критическую катастрофу, которая развернулась на одной из самых любимых его планет. Прискорбная утрата жизненно важной верфи, сопутствующий ущерб, уничтожение кораблей, обездвиживание части флота, попавшие под дождь обломков участки поверхности. Даже если это несчастный случай, это ужасно. Да еще в этот главнейший из дней, когда предстояли столь выдающиеся государственные деяния, сулившие небывалый подсчет. Но это не несчастный случай. Гейдж нутром чует, что нет, и он знает, что примарх тоже знает. Однако примарх обдумывает события так, как будто взвешивает следующий ход в ригициде. «Поторопитесь с ауспиком!» – кричит Гейдж. «Положите вокс на микрофон!» – говорит Джелеман капитану корабля. «Там суматоха, сэр!» «На микрофон!» На огромном мостике раздается как афонический виз. Статика, импульсные помехи, кодированный свист, голоса, заглушка, перебои, искажения, плохой сигнал. На них как будто орет вся вселенная. Гейдж может отчетливо расслышать лишь те голоса, которые вопят о помощи. Требуют ответов, разрешения покинуть орбиту или открыть огонь. Гейдж наблюдает, как Джелеман слушает. «Они молчат!» – произносит примарх. «Что, сэр?» – переспрашивает Гейдж. Джелеман напряженно вслушивается. Он выделяет из шума каждую деталь. «Они молчат!» – повторяет он. «Кто молчит?» – спрашивает Гейдж. «Несущее слово. Весь инфопоток – это мы. Откуда вы знаете?» Джелеман слегка пожимает плечами, продолжая слушать. «Он узнает названия кораблей, голоса, номера, коды передачи. О, если бы механикум смог создать биомашину, хотя бы в половину столь же эффективную, как разум Джелемана!» «Только мы просим помощи и разъяснений», – произносит он. «Только мы запрашиваем инструкции и разрешения на ответный огонь. Только мы гибнем!» Он смотрит на Гейджа. «Несущие слово стреляют по нам», – говорит он. «Нет, нет, они бы просто не…» – Джелеман заставляет его умолкнуть. «Что бы это ни было, что бы ни произошло, они думают. Будто это нападение, а мы в нем участвуем. Все, что они думали на наш счет, только что оказалось правдой, Марий, и они стреляют по нам. Он поворачивается к Зедову. Забудьте про Ауспик, активируйте Литопроектор и покажите мне Ларгара. Важнее этого ничего нет». Отметка 0, 16, 0, 5. Падает первый объект. Это какие-то обломки. Ол Персон не знает, что именно. Его едва ли это волнует. Кусок корабля – часть орбитального сооружения. Оно размером с жилой блок. Оно падает с пылающего неба под углом в 45 градусов. Оно сияет от перегрева, словно метеор. Оно опасно, как ракета. Оно падает в заросшую кустарником местность на дальнем краю устья. От сотрясения все падают на землю. Темнотравье на поле вокруг изорвано, словно мекина. Сбивая с ног Ола и работников, налетает жаркий ветер, потом пыль, а потом шквал мелких обломков. После этого начинается дождь. Дождь, обжигающий горячий. Это вода из устья реки, которая от удара превратилась в пар и обратно. Секунду спустя на них обрушивается еще несколько миллионов галлонов воды. Столкновение выбило реку из берегов и пустило по земле Ола Персона двухметровую волну. «Вставайте!» кричит Ол своим паденщикам. «Вставайте и бегите!» Волна поглощает его, подминая под себя. Он ударяется о столб ограды и цепляется за него, задыхаясь. Свирепый поток обволакивает его, а затем тащит обратно, когда вода отступает, торопливо втягиваясь назад. Падают новые объекты. Еще два крупных куска, словно ракеты, попадают в дальний берег. В небо взлетают огромные снопы пламени. Мелкие обломки падают повсюду вокруг, как снаряды, выпущенные из легких полевых орудий. Они оставляют в земле воронки, как от разрывов гранат. Выбойны, заполненные грязью, водой, испутанной растительностью. Свист, хруст, дрожь земли, фонтаны, кины. Как будто он снова вернулся на Хризофар. В то последнее путешествие в преисподнюю. Он чувствует, как возвращается былой страх, и возносит молитву своему Богу. В легкие попала вода. Он покрыт грязью, черной жижей, добрым алювиальным черноземом. Гром, как от пушек красентинского хребта. Гул, как от хлопающих на ветру парусов. Дрожь под ребрами, как будто на тебя что-то давит, сплющивая диафрагму. Боже милостивый, Боже милостивый, позволь мне жить, позволь мне жить, я твой слуга. Это не снаряды, не снаряды полевых орудий из редутов с защитными мешками, не снаряды. Никакого запаха фицилина, но также скверно. На них падает дождь, ливень пылающих обломков, обстрел. Каждый удар как бомба. «Ищите укрытие!» Кричит Ол. Глупо. Как глупо. Где тут может быть укрытие? Небо рушится. Некоторые из работников уже мертвы. Он видит человека, который зажимает брыжущей кровью обрубок руки, с воплями корчась черной грязи. Он видит, как из дымящегося края воронки торчат части тела женщины, которая ему очень нравилась. Он видит, что одного из мальчиков раздавило насмерть, а второй ползет с оторванными ногами. Красентин, точно как на Красентине, хребет. Он прибыл на Калт, чтобы оставить ту жизнь позади, но она вновь нашла его. Что-то пылающее, как падающая звезда, попадает в одну из термоядерных станций Нериды, и вся земля сотрясается. На этот раз волна четырехметровой высоты и похожа на ракритовую стену. Отметка 0.16.03 Сенешаль Арбут приходит в себя. Она смотрит на Винтана так, будто он на нее напал. Сбоку на ее лице ссадина. Она прижимает обе руки к телу. Перелом ребер. «Что вы сделали?» спрашивает она. Она все еще не понимает. «Слушайте меня!» произносит Винтан. Он опускается перед ней на колени, но даже так оказывается выше. «Сенешаль, слушайте!» «Мы найдем вам медиков и...» «Почему вы меня ранили?» «Вы меня ранили!» «Сенешаль, вы должны меня выслушать!» «Произошло...» «Что произошло, капитан Винтан?» «Что ему сказать ей?» Он перенес ее в укрытие подземного перехода. Кафель холодный, однако они ощущают жар, горящего на земле огня. Падающий внутрь тоннеля косой свет подрагивает и окрашен оранжевым. «Что случилось?» спрашивает она. Только теперь начинаю осознавать масштабы происходящего. Приближается Селатон, который ведет нескольких ее сотрудников и портовых рабочих. Они все в крови. Один ранен довольно серьезно. «Я не могу связаться ни с Ротой, ни с Орденом», сообщает Селатон Винтану. «Вок сгорел!» Винтан кивает. «Информация!» «Вот что им сейчас нужно!» «Информация!» «Это победа!» «Для этого им понадобится передатчик с большим коэффициентом усиления, основной транслятор, что-нибудь достаточно прочное, чтобы уцелеть после электромагнитного шока. Он слышит шум, от которого вибрирует рокерит внизу. Он идет к выходу из туннеля. В небе ярко-красная огненная буря. В ней с шипением возникают жгучие желтые и оранжевые пики и зигзаги. Это тоже молнии, мощные разряды электричества. Вниз летят горящие обломки, как будто они попали под метеоритный дождь. Космопорт в хаосе. Отдельные участки, особенно мачты и наиболее высокие мостики повреждены ударной волной или дождем осколков. Опаляющий жар и чрезмерное давление снесли краны, стапели, погрузчики и осветительные вышки. Над прометеевыми цистернами и разбитыми перерабатывающими заводами поднимаются густые шлейфы черного дыма. Удар опрокинул много погрузочной техники, в том числе два тяжелых подъемника. Места аварий охвачены пламенем. Персонал бежит во все стороны. Ошеломленные пожарные и аварийные бригады бездействуют. Винтан видит тела на земле. Шум издает громоздкий транспорт. Оставляя за собой шлейф из дыма и огня, он летит низко над головой. Настолько низко, что капитан ощущает потребность пригнуться. С корабля сыплются обломки. Он пытается подняться, но у него не хватает подъемной силы. В его корму, усиливая крен, вонзаются два осколка, которые летят с большой высоты, оставляя за собой полосы, словно ракеты. Корабль борется, воют двигатели, содрогается земля. Он скрывается из виду за огромными жилыми ульями и внешними доками. Проблеск света. Винтан чувствует удар. Насколько далеко? Шесть километров. Семь. Похоже на землетрясение. Воздух заполняется песком, а вибрация настолько сильна, что у него на секунду заволакивает глаза. Позади кричит арбуд. Вопль настолько внезапен, что Винтан даже подпрыгивает. Она дохромала до него, к выходу из туннеля, и только что увидела все остальное. Что это? Что происходит? Сохраняйте спокойствие, прошу вас, говорит подошедший к ним Селатон. Это нападение? Спрашивает она. Жар силен. От огня идет сухой и едкий запах. Ей приходится заслонять глаза от света. Им нет. Нет, произносит Селатон. Несчастный случай. Должно быть. Винтан не знает, что сказать. Сэр! Появился ультрамарин. Он их заметил. С ним ликвидационная группа. Это Аман, командир отделения 7-й роты. Знаешь, что это? Спрашивает Винтан. Нет, капитан. Сколько с тобой? В наряде по охране порта три отделения. Отзывается Аман. Мы не можем найти своего сержанта или связаться с ним. У вас есть вокс? Аман качает головой. Ничего не работает. На дальнем конце вестибюля есть станция перехвата, говорит Орбуд. Винтан смотрит на нее. Она опирается на руку Селатона, чтобы подняться и морщиться от боли. Станция перехвата? Часть изначальной портовой системы управления сообщением до усовершенствования. Там старые, но мощные передатчики. Винтан кивает Орбуд. Хорошо, давайте выясним, что происходит. Возможно, мы сумеем узнать и насчет стрельбы, произносит Аман. Какой стрельбы? Моментально реагирует Винтан. Сообщают о стрельбе на западной стороне периметра, сэр, говорит Аман. Мне кажется, что это, скорее всего, загоревшийся груз боеприпасов. Однако подтверждения еще не было. Двигаемся быстро, произносит Винтан. Я совершенно не уверен, что это несчастный случай. Стоило только этим словам вылететь изо рта, он уже пожалел, что заговорил. Почему нет? Спрашивает Селатон. Потому что я пессимист, отзывается Винтан. Селатон глядит на него. Они подхватывают раненого синишаля, помогая ей идти. — Видишь ли, — говорит Винтан сержанту, — я бы не смог настолько сильно разрушить транспортную сеть Калта, даже если бы попытался это сделать. Аман бросает на них взгляд. — Разумеется, это катастрофа, — произносит он. — Чем еще это может быть? Винтан не слушает, он чувствует дрожь воздуха. Все чернеет, на них упала густая тень. Он слышит, как Арбут и ее помощники кричат от смертельного ужаса. В небе падает кормой вперед корабль. Гранд Крейсер. Он огромен. Совершенно ошеломляюще наблюдать нечто столь большое и рожденное для космоса в масштабе поверхности планеты. От этого корабль кажется крупнейшим объектом, который вообще можно себе представить. Он падает мучительно медленно, скользит в небе, рассыпая облака обломков, а оставляет за собой след из распадающихся остатков сухого дока. Как будто атмосфера Калта — глубокое озеро, а корабль — древесный ствол, который плавно погружается в него. В подобном разрушении присутствует первобытное величие. Спуск, который они видят, кажется мифическим. Словно луна сошла с небесного свода. Бог, разучившийся летать. Будто падение из старых преданий. Сошествие добра во зло. Света во тьму. «Антрадамикус!» — шепчет капитан, узнавая очертания колоссального корпуса. Кажется, будто тот подвешен в воздухе, но до удара остались считанные мгновения. Он сокрушит мир. Пламя его гибели выжжет континент. «Назад!» — успевает начать Винтан. «Назад!» 3. Отметка 0.15.50 Брат Брайлен утверждает, что они должны направляться в город. Капитан Дамокл уже отдал транспортным командам соответствующий приказ. Чтобы не происходило, это плохо. И людям в Нумине потребуется помощь. Ликвидация последствий катастрофы. Блокада. Вероятно, у них уйдет два часа на дорогу от Урасенских холмов. Никто не отдает приказов. Не отдает вообще ничего. Координация отсутствует. Так что капитан — высшая инстанция, которая есть у шестой роты. Брайлена это устраивает. Они выдвинутся, развернутся и закрепятся. Спасать и обеспечивать безопасность — на это их натренировали. Он размышляет об этом, когда положение дел внезапно меняется, а с ним меняются их планы. С неба начинают сыпаться танки. Первый удар сюрреалистичен. Брайлен видит его отчетливо. Примерно в 60 сотнях метров впереди с пятнистого неба падает сверхтяжелый теневой меч, практически в идеальной сохранности, если не считать вьющейся за ним секцией гусеницы. Броня корпуса танка слабо светится розовым от прохождения через плотные слои атмосферы. Он приземляется — сокрушительный удар, ослепительный свет, ударная волна. Столкновение вызывает взрыв, как от детонации плазменной мины. Боевых братьев подбрасывает воздух, будто игрушки. Некоторые отлетают от транспортов или грузовых штабелей. Отделение Брайлена находится на краю области поражения. Братья остаются на ногах, силовые доспехи автоматически блокируются и приобретают жесткость, ощутив взрыв. Инерционные компенсаторы напрягаются. Брайлен чувствует, как песок и микроосколки отскакивают от брони, словно заряды ручного оружия. Волна проходит, автоблокировка размыкается. Какое-то мгновение, даже дисциплина под вопросом. Это не страх, всего лишь потрясение. Танки просто так не падают. Еще один, на этот раз гибельный клинок. Он вертится вокруг своей оси. Танк попадает в ротные укрытия километром западнее, вызывая взрыв, от которого разверзается земля, а с холма напротив сходит оползень. Потом друг за другом еще два, тоже гибельные клинки. Один разбивает пару громовых ястребов. Через долю секунды второй рушится в стороне от дороги и пробивает воронку, не взрывается. Он подскакивает, разваливаясь на части. Подскакивает и прокатывается через рассыпающийся строй боевых братьев. Калеча их и рассыпаешь метки брони с колесными узлами. Повсюду вокруг падают все новые, как бомба, как сказочный град, как высыпавшиеся из детского ящика игрушки. Некоторые взрываются, некоторые разлетаются при ударе и отскакивают. Некоторые зарываются во вспаханную землю, словно пули вплоть. Брайлен поднимает взгляд к небу. Если не считать дымных пятен от города, оно почти синего цвета. Оно заполнено падающими объектами, танками, бронемашинами, транспортами, грузовыми капсулами, просто обломками. Они вертятся в воздухе, блестя на солнце, сверкая и кружась. Вместе с ними ливнем падает пепел и металлические волокна. Участки кабеля, провода, оптические магистрали, куски гоптической клавиатуры, фрагменты инфопланшетов, стеклянные и латунные осколки, пластины керамита. Где-то наверху на низкой орбите разбилось хранилище, и упакованное содержимое высыпалось наружу, словно сокровища из мешка. Боевая техника и экипировка, которых хватило бы на целую дивизию, выброшены вниз и подхвачены гравитацией. Они слишком низко, чтобы полностью сгореть. Трение о воздух лишь накаляет их. На западе, среди волшебного дождя, Брайлен замечает вращающееся в падении блестящее треугольное очертание грозовой птицы, а затем видит и падающие тела. Они перенесли полет не так хорошо, как детали машин. Они обожжены и падают, словно пучки сырых веток и лопаются. От них не остается таких громадных кратеров и взрывов, как от падающей бронетехники. Однако в каком-то смысле их падение выглядит куда более опустошительно. Отметка 0.15.48. Сенсоры сторожевой башни начинают верещать, понимая, что произойдет. Даже наполовину ослепнув, оглохнув и обезумев от шока, они ощущают огромные размеры несущихся на них металлических объектов. Подъем уровня радиации, инерцию, смещение атмосферы, искажение гравитации. Антрадамикус надвигается с истерзанного неба. К его корпусу, словно неоновая паутина, липнут электрические разряды. Он проходит сквозь обширную пелену дыма, которая расплывается по земле от горящего космопорта, и рассекает яркие фонтаны вулканического пламени, которые внезапно вырываются из термоядерной энергостанции в устье реки. Приближаясь через плотный, вздымающийся дым, он напоминает севший на мель галеон старой терры. Большой морской корабль, украшенный носовыми фигурами и золочеными узорами, омываемый пенящимися бурунами береговой полосы. Он виден изо всех окон сторожевой башни. Он такой высокий, такой длинный, как целый город, летящий к ним по маятниковой дуге. Вокруг него, оставляя за собой световые полосы, падают метеоры обломков. Крохотные яркие крупинки, движущиеся намного быстрее тяжелого звездолета. Некоторые из них бьются в борта корабля, превращаясь в пламенные цветки. Другие со свистом проносятся мимо и падают на землю, в город, в реку. Таурин знает, что в другой день любое из этих падений было бы гражданской катастрофой, разрушением жилого блока или участка улицы мощным взрывным импульсом. Сегодня это мелкие и незначительные повреждения. Арук, кричит она, держа в руках участок постоянного канала ММ у Хеста, словно бухту швартовочного каната. Скитарий глядит на нее. Одна из красных щелей глаз слабо шипит. Тулвар оказывается на свободе за секунду. Клинок аккуратно рассекает переплетенные кабели. С треском и шипением летят искры. Хест бьется в эпилептическом припадке. Арук берет сервера на руки и закидывает дергающееся тело на массивное плечо. Он сжимает правым кулаком левую руку Таурин и переходит на бег. На серверной платформе вокруг них визжат и рыдают Сенсори и Магасы. Некоторые бегут к лестнице. Некоторые выпрыгнули из разбитых окон башни навстречу смерти. Громадные, холодные, мертвенно-черные сопла Антрадамикуса, в которых не сгорает топливо, становятся все больше и больше, не помещаясь в окнах. Хест мертв, его конвульсии прекратились. Изо рта и носа, по полированной спиной броне мастера скитария, стекает кровавое вещество. Таурин подбирает подол, ей неудобно бежать. Арук так быстро. Где он надеется спастись? Она доверяет ему, но не понимает его действий. На что она рассчитывала, когда заставила его разрубить ММУ? Времени недостаточно, недостаточно ни на что. Он пытается добраться до посадочной площадки на вершине башни. Челнок, лихтер. Нет времени открыть люк, не говоря уже о том, чтобы запустить двигатели и взлететь. Нет, нет. Он двигается к спасательным капсулам. В нишах, окружающих вершину башни, находятся аварийные саркофаги. Они предназначены для того, чтобы позволить старшим магасам спуститься в бронированные бункеры под фундаментом сторожевой башни. Это грубые приспособления, просто механизмы с противовесами. Хватит ли их? Есть ли вообще время добраться до бункеров? Бункеры могут защитить от авианалета, но от этого на город падает звездолет. Арук рывком распахивает люк капсулы. Он закидывает Хеста внутрь, а следом бросает Таурин. Антрадамикус падает. Хвост ударяется первым, вгрызая землю совсем близко от северной куртины крепости Калкас. Корабль и его корпус рассчитаны на то, чтобы переносить воздействие империи. От столкновения они лишь слегка деформируются. Они зарываются в почву. Все 12 километров звездолета продолжают двигаться, скользя хвостом вперед и прорезая в коре планеты траншею глубиной в 500 метров. Киль рассекает землю, словно гигантский лемех плуга, выворачивая ее в сторону от огромной борозды. Грунт и нижний слой почвы вспарываются. Борозда пересекает магистральные дороги и мемориальный парк. Корабль бьет в куртину и разрушает ее. Продолжая скользить, Антрадамикус пробивает себе дорогу через внутренний город крепости Калкас, путь шириной в 2,5 километра. С неба вокруг все еще хлещут метеориты обломков, которые бомбардируют город и местность. От падения звездолета вздымается стена пыли, превосходящая по высоте сторожевую башню. Смог из частиц, рассыпанных в пыль зданий. Хора планеты содрогается в затяжной вибрации. В воздухе надрывный скрипучий вист, перемалывающий друг друга на части звездолета и города. В конце концов, конструкция не выдерживает длительного напряжения. Антрадамикус начинает сминаться. Вся его громада приземляется брюхом вниз, раскалываясь поперек средней части и носа. Броня корпуса рвется. Командные башенки и мачты гнутся и валятся. Остатки остого сухого дока, которые обвивают его, словно гирлянда, отлетают прочь. Корабль добивает внутренние взрывы. Верхние секции брони вышибают наружу. Обнажаются ребра, подсвеченные атомными углями разбитого сердца звездолета. Он все еще движется. Все еще со скрежетом скользит назад, уничтожая, перепахивая город пополам, с корнем выдирая жилые башни и вытяжные трубы ульев, расплющивая шпили и крыши. Ударная волна сравнивает с землей те части крепости Калкас, до которых корабль не дополз. А орбитальная сторожевая башня вздрагивает. Ее структура уже не выдерживает нарастающей вибрации. От нее откалываются части. Она начинает качаться, будто дерево посреди тайфуна. Когда скользящий хвост звездолета, наконец, достигает ее и таранит, она в любом случае уже падает. Антрадамикус вдавливает ее в землю настолько сильно, что от городского сооружения не остается ни единого следа. Отметка 01420. Находясь в бартере, они ощущают, как под пласталевыми подошвами содрогается земля. Подземные толчки. Тектоническая система Калта не выдерживает ужасающего удара. Деревья в лесах колотятся, как припадочные. В теории интересуется Фросторикс. Экрит предельно хладнокровен и сосредоточен. Крупный инцидент на орбите. Несчастный случай или нападение. Значительные потери флота. Значительные потери инфраструктуры поддержки. Катастрофический сопутствующий ущерб, нанесенный поверхности планеты вследствие орбитальных разрушений. Он выдерживает паузу и смотрит на Фросторикса. Космопорта больше нет, все коммуникации отключены. Никакой связи с флотом. Никакой связи с прочими наземными подразделениями. Кроме той, что мы сможем обеспечить самостоятельно. Никакого поступления данных. Никаких оценок масштаба урона. На практике спрашивает Фросторикс. Очевидно, откликается Экрит. В самом деле, думает Фросторикс, мы собираем боевое построение. Все, что у нас есть. Твою и мою роты. Армию Механикум, 17-й. Все, что находится по эту сторону реки и не погибло. Строимся и оттягиваем силы на восток, в провинцию Шарут. С неба падает весь этот ад, но планета вертится, Фросторикс. Если будем сидеть тут, вытаращив глаза, то нас разбомбят обломки, или хуже того. Давай собирать всех, кого можно, и с этого сборочного пункта отводить на восток, с дороги разрушений, чтобы они остались боеспособными. «А если это нападение?» спрашивает Фросторикс. «Тогда мы будем готовы к бою», рявкает Экрит. Фросторикс кивает. Инстинкт понуждает его броситься навстречу опасности, не ведать страха и продвигаться в преисподнюю. Но он знает, что молодой капитан прав. Их долг — сохранить то, что у них есть, и перестроиться. Это то, чего ожидает от них примарь. По правде говоря, он, Экрит и капитаны, находящихся в долине рот несущих слова, располагают вооруженной силой, которая способна сокрушить мир. Их долг — вывести эту силу с дороги разрушений на точку ожидания, чтобы она была на готове и в силах сделать все, что потребуется Желеману. «Начинай выводить группировку через лес», — начинает Экрит. «Я свяжусь с несущими слова. Армии и...» «Нет», — твердо произносит Фрасторикс. «Ты возглавишь переход. Поведешь людей за собой в буквальном смысле слова. Укажи им путь. Я отдам распоряжение семнадцатому и механику. Иди, иди». Экрит поднимает закованный в броню кулак. «Во имя Маккраги», — говорит он. Фрасторикс бьет по кулаку бронированными костяшками пальцев. «Всегда», — соглашается он. Он спускается по склону, проходя сквозь ряды своих людей и кобальтово-синих воинов Экрита. Он слышит, как позади него Экрит, Анхис и другие офицеры обеих род призывают людей к порядку, готовя их к выступлению. Подземные толчки продолжаются. Небо полыхает и грохочет. Он замечает двадцать третье отделение. «За мной», — кричит он. Те быстро строятся. Фрасторикс нуждается в сопровождении. Если он собирается раздавать приказы офицерам несущих слова и напышенным ничтожествам из армии, ему потребуется почетный караул, чтобы подтвердить свои полномочия. «Какие распоряжения, капитан?» — интересуется боевой брат Каллингс. «Прямо сейчас нужно собрать и сберечь столько боеспособного состава, сколько в наших силах», — отвечает Фрасторикс. По обе стороны от них в обратном направлении движутся подразделения «Ультрамарина». В пойме внизу танки запускают двигатели, приближаются огни. Фрасторикса изумляет быстрота реакции несущих слова. Быть может, ему нужно пересмотреть свое мнение о никудышном семнадцатом. Он видит фигуры в красной броне. Они поднимаются на холм. Несущие слова уже движутся. Это хорошо. Возможно, их будет не так уж сложно убедить. Фрасторикс вскидывает руку, подзывая ближайшего офицера несущих слова. «Выстрел Болтера». Боевого брата Карлингса разрывает в области пояса, и он падает. Второй заряд отрывает пальцы на поднятой руке Фрасторикса. Взбираясь на холм в тылу рот «Ультрамарина», несущие слова выстраиваются в линию. Они наступают по сухой, заросшей папоротником насыпи, подняв оружие и ведя беглый огонь. Фрасторикс срухнул на одно колено. Изуродованная рука болит, однако раны уже затянулись. Он пытается извлечь оружие левой рукой. Настоящая боль в его разуме. Абсолютное непонимание на мгновение лишило его подвижности. Не существует никакой подходящей теории, никакой понятной практики. По ним ведут огонь. По ним ведут огонь несущие слова. Семнадцатый из легиона Састартос. Ведут огонь, подобный им. Оружие в здоровой руке. Он не знает, что с ним делать. Даже под огнем идея стрелять в ответ по космическим десантникам выглядит ужасающе. Фрасторикс поднимает взгляд. В рядах ультрамаринов разрываются болтерные заряды, которые разносят синие доспехи и швыряют людей в воздух. Его бойцов поражают плазменные лучи, которые обжигают, словно наглая ложь. Подстреленные в спину, в ноги, рассеченные, разрезанные надвое. Ультрамарины падают. Воины валятся лицом вниз. Затылочные части шлема в претер, вдавленные дымятся. Это избиение. Резня. За считанные секунды, еще до того, как основные силы успевают опомниться, заросший папоротником склон усыпан мертвыми и умирающими. Листья в кровавых узорах. Деревья дрожат и шипят от омерзения. Земля вздымается. Словно не может носить на себе подобное бесчестье. Словно хочет встряхнуть себя ультрамаринов. Словно не хочет быть причастна этому. Открывают огонь тяжелые орудия, ласпушки, гравитационные орудия, мелты, штурмболтеры. Роторные автопушки скашивают ряды воинов в лесу, измельчая поросль в зеленую дымку, забрызгивая древесные стволы кровью и осколками синего металла. Раздробленные деревья падают рядом с раздробленными людьми. Братья и сопровождающего капитана отделения убиты. Отколотый кусок брони, отлетевший от падающего ультрамарина, рассекает правую глазницу фрасторикса, повреждая оптику. От удара голова мотнулась вбок. Удар пробуждает, выводит из ступора, из ошеломляющего оцепенения. Он поднимается, наводя оружие. По пропитанному кровью склону к нему приближаются багровые космодесантники. Он слышит, как они поют. Их оружие пылает. «Ублюдки!» выкрикивает он и падает, сраженный выстрелом в голову. На вершине холма, в глубине леса, Экрит оборачивается, услышав стрельбу. Он не понимает того, что видит. Вокруг него поворачиваются и замирают остальные ошарашенные воины. Они наблюдают за разразившейся бойней, будто это какой-то фокус или иллюзия, которым чуть позже найдется объяснение. Выстрелы достигают людей в окружающем Экрита беспокойном строю. Головы запрокидываются, панцири взрываются, братьев отшвыривает назад. Другие оседают на месте, из них вытекает жизнь. Экрит трясется, он слишком взволнован, чтобы принять решение. То, что он наблюдает, невероятно, невозможно. Далеко внизу он видит фрасторикса. Видит, как тот поднимается с оружием в руке, не в той руке, а потом видит, как того опрокидывает назад выстрелом в голову мертвого. Экрит ревет от ярости. Он начинает спускаться по склону, под град выстрелов. Анхис хватает его и останавливает. «Нет!» – кричит сержант. «Нет!» Он встряхивает Экрита и разворачивает его. Справа от них через лес надвигаются титаны. Падают вырванные с корнем или сломанные громадными машинами деревья. Гремят боевые горны. Экрит чувствует запах пустотных щитов. Титаны начинают стрелять. Отметка 0.11.21 Сержант Хеллок выкрикивает приказы. Никто его не слушает. Бейл Рейн стоит, разъюнув рот, во власти чрезмерного шока. Люди разбегаются во все стороны. Огненные шары с воем падают с неба, цвет оспекшейся крови и разрываются повсюду вокруг. Рейн напрягается и перегибается, когда фрагменты орбитального мусора заканчивают свой стремительный полет и попадают в цели. На дальнем краю строевого плаца взрывается кухонная палатка. Медицинский блок взлетает в воздух, словно под ним сработала мина. От каждого взрыва Рейн вздрагивает. Но его глаза не отрываются от главного чуда. Примерно в 30 километрах к западу от них только что упал корабль. Целый корабль. Теперь он разбитый и дымящийся, разлегся там, словно свежевыросший горный хребет. По расколотому корпусу с хлопками пробегают волны взрывов. Это за пределами того, что он способен представить. Корабль слишком большой, чтобы быть настоящим. Он может думать только о Нив на дальнем берегу реки. Она испугается. Она должна быть жива. По крайней мере, он убеждает себя в этом. Звездолет упал на той стороне реки, где Калкас. Анумин не тронут, хотя обломки метеорами падают на всю местность. Кто мог бы подумать, что в космосе столько всего, что может упасть? Скорее всего, она пошла к тете. Она умная девочка. Она пошла к тете и спряталась в подвале, в полной безопасности. Рейн сглатывает комок. Он осознает, что не любит ее. Возможно, никогда не любил. Внезапно он отчетливо это понимает. Все было так легко, так романтично. Он собирался стать солдатом и отбыть со сбором армии, так что время было дорого. Вероятно, они бы больше друг друга не увидели. Так что все было легко. Легко сделать. Легко делать благородные жесты, когда за ними ничего не стоит. Все было романтично. Все было остро. Все имело значение, ведь у них было так мало времени. Они поженились. Великое начало. Все плакали. Так романтично. Так романтично. Так нереально. Так же нереально и неправдоподобно, как разбитый звездолет на том месте, где всегда была крепость Калкас. Так же нереально, как весь этот день. Как будто он попал из грез в кошмар наяву, где все куда разумнее. Кранк сбивает его с ног. Ты что, выдыхает Рейн. Нечто. Почти наверняка. Колесо боевого танка. Светясь краснотой от нагрева, проскакала по лагерю, давя палатки и водяные колонки. Если бы не Кранк, оно бы скосило его. Уходим, кричит Кранк. Куда? В блиндажи, орет сержант Хелок. Забирайтесь в блиндажи. В этом тоже нет смысла. В ближайшей округе несколько тысяч солдат и несколько дюжин блиндажей. В соответствии с уставом сооруженных на случай авианалетов. И если на них рухнет еще один звездолет. Мышиная нора в земле в любом случае их не спасет. Смотрите, кричит рядовой Юсуф. Смотрите на проволоку. Они глядят на ограждение, которое отделяет их лагерь от вспомогательных подразделений армии на службе у 17-го. Раньше те пели. Теперь они у забора. Они прижимают бледные руки и скорбные лица к металлическим звеньям. Они зовут. Рейн видит, как пламя лежит дальний край соседского лагеря. Они в ловушке, говорит Хелок. Клятые ублюдки. Они там застряли. Они не могут выбраться. Несколько человек бегут вперед посмотреть, не смогут ли они открыть ворота. Подождите, произносит Рейн. Не надо. Они слишком близко. Его товарищи по отделению слишком близко к проволоке, к бледным кричащим лицам. Ограждение падает. Его подрезали в нескольких местах. И оно просто заваливается на землю, звеняя треща. Чужие вспомогательные подразделения накатываются на лагерь Нуминского 61-го. «Какого хрена? Что происходит?» – произносит Хелок. «У чужаков есть пушки, ружья, пистолеты, клинки. Оружие на длинных рукоятях. У них, мать их, копья. Первые выстрелы поражают ближайшие Нуминские отряды. Те сгибаются и падают. Дикари своим наступают. Один из них вгоняет копье в горло Юсуфу. Юсуф издает вопль, какого не приходилось слышать еще никому. Крик продолжается рваными отрывками, пока дикарь проворачивает и дергает древко. Седдом, еще один знакомый Рейна, получает в щеку лазерный заряд. Его голова приобретает причудливую форму, и он падает. Звайтиса подстреливают, когда он разворачивается, чтобы бежать. Бардера раз за разом наносят колющие удары. Застрелен Уртваз, затем Кейсон, затем Горбен. Рейн и Кранг пробуют убежать. Гаспиан поворачивается, чтобы бежать с ними, но спотыкается оседомо, а затем на него набрасываются дикари, которые насмерть забивают его копьями, словно прачки с колотушками на берегу реки. Хелок выкрикивает проклятие, выхватывает автопистолет и стреляет. Он совершает первое активное убийство со стороны лоялистов в битве за Калл, хотя впоследствии об этом обстоятельстве не вспомнят. Он стреляет в дикаря с копьем и укладывает того на повал. Затем ему в руку вонзается пика, еще одна раздробляет бедро, и он падает. Они пригваждают его к земле, а он вопит, выкрикивая все оскорбления, какие может вспомнить. Ушметар Каул потоком льются мимо, вырезая его людей. Несмотря на ярость и боль, Хелок понимает, что они все еще поют. Один из удерживающих его ублюдков наклоняется, чтобы перерезать ему горло ножом, но другой ублюдок останавливает того. Каул Фолус смотрит сверху вниз на человека, которого пригвоздили к земле его солдаты. Офицер. Звание имеет ценность. Ритуальное значение. Раненый сержант ему пригодится. Есть существа, которых в конце концов придется кормить. Отметка 00939. Вентан тащит арбуд по пылающему портовому комплексу, однако путь указывает она. Селатон и помощники Сенешаля следуют за ними в сопровождении Аманта и его отделения. Сюда, говорит она, по скату, вон туда. Перед ними два громадных прослушивающих пилона. Чудовище в оправе из лесов с тарелкой приемником посередине. Это старье, очень простое, возможно, сооруженное первопроходцами, которые основали колонии Накалки. Впрочем, это старье военного образца. Ничего лишнего. Создано, чтобы выстоять. Мой отец работал в порту 30 лет. Я проводила время здесь. Это была часть первоначальной системы управления движением в порту, пока не прибыли механику и не установили нормальный манифольд. Станцию следовало бы сдать в металлолом сотню лет назад, однако ее продолжали обслуживать. Почему, спрашивает Винтан. Она надежна. Когда каждые 15 лет или около того начинаются солнечные бури, она гораздо устойчивее к вспышкам радиации, чем системы манифольда. Хорошо, говорит Винтан. Воздух над головой продолжают рассекать бомбы пылающих обломков. Никто из отряда еще не пришел в себя до конца после зрелища падения антродамикуса. Некоторые помощники плачут. Пилоны установлены на платформе в центре ракритовой чащи, около посадочной платформы номер 60. Это естественное укрытие. Здесь, под краем платформы, сгрудилось около двух сотен портовых рабочих и носильщиков. Так себе убежище, но это лучше, чем ничего. Идет дождь раскаленного пепла и горящих чешуек. Время от времени в землю, словно пуля, врезается что-нибудь небольшое, но тяжелое, вроде вырванного швартовочного болта или ручки-шлюза. Увидев космодесантиков, прячущиеся люди выходят вперед. У них вопросы, много вопросов и просьб о помощи. «Мы ничего не знаем», — говорит им Винтан, ставя арбуд на землю и поднимая руки. «Очевидно, что действует чрезвычайное положение. Мне необходимо запустить этот пост перехвата. Возможно, таким образом мы получим какие-то ответы. Мне нужны вокс-операторы». Вперед выходят несколько человек. Он выбирает двоих. «Пойдемте», — говорит Винтан. Он начинает раздражаться. С начала катастрофы прошло уже почти 10 минут. А он все еще абсолютно ничего не знает. Комнаты управления постом — три стандартных модульных домика, которые установлены на высоте 35 метров на балочной оправе системы пилонов. К ним ведет открытая спиральная лесенка с решетчатыми ступенями. Винтан снова подхватывает арбуд и идет впереди. Добровольцы-операторы идут следом вместе с парой помощников Синишаля, Селатоном и Амантом. Бойцы Аманта рассредотачиваются, чтобы успокоить взволнованную толпу. Они отпирают один из модулей. Питание все еще есть. Техники принимаются за работу, прогревая основную трансляционную сеть станции. Винтан берет инфопланшет и записывает частоты каналов, которые он хочет настроить. Управление сборами Эруда. Командование флотов. Командование его собственной роты. Вокс-операторы садятся за пульты основного транслятора лицом к окнам модуля. Старые массивные динамики гудят от кашляющих помех и радиационных искажений. Это была стрельба? Спрашивает Селатон. Мне так не показалось. Откликается Винтан. Возможно, удары обломков. Он выходит на узкий мостик снаружи модуля. Обзор великолепен, но вид нет. Большие участки порта охвачены огнем. Небо по обе стороны реки черно от дыма. Мрак, словно лазерные заряды, все еще пересекают полосы метеоритов. Трудно разглядеть огромные останки корабля. Хотя пелена в той стороне, где была крепость Калкас, пульсирует красным, словно адский зев. Издалека доносится регулярный звук. Крохот. Почти что планетарная бомбардировка. Огонь кораблей с орбиты. Он продолжает цепляться за мысль, что все это несчастный случай. Снизу доносится крик. В чащу у подножия пилонов вошло еще три отделения космических десантников. Они облачены в красное, семнадцатые. Это хорошо. Хорошо получить немного помощи в этот час крайней нужды. Может быть, коммуникационные сети несущих слова несколько лучше перенесли инцидент. Он видит, как команд и толпа портовых рабочих движутся поприветствовать их. Вентант заходит обратно в модуль станции перехвата. Я спускаюсь, говорит он Силатону. Только что прибыли подкрепления, и я хочу выяснить, что им известно. Он глядит на напряженно трудящихся вокс-операторов. Как только у них что-то получится, зови меня обратно. Силатон кивает. Вентант оборачивается. Замирают. «Что?» Спрашивает Силатон. «В чем дело, сэр?» Вентант не уверен. Он открывает рот, чтобы ответить. Никаких предупреждений. Никаких чертовых предупреждений. Наносекундный укол. Жжение интуиции. Что что-то не так. Наносекунда. Слишком мало. И проклятие. Слишком поздно. В пол и переднюю стенку модуля станции перехвата врезаются масс-реактивные снаряды. Масс-реактивные снаряды, выпущенные снизу. Пол и стена рвутся в клочья. Разрушающаяся металлическая обшивка превращается в осколки и смертоносные лохмотья. Свет и пламя из точек детонации врываются внутрь, через разорванную оболочку модуля, неся с собой осколки. Воздух внутри модуля заполняется распространяющимися огнем и свистящими кусками. Ударная волна вышибает окна и уничтожает пульты вокс-перехватчика. Синешаля арбут отбрасывает назад. Голова и плечи одного из ее помощников превращаются в красное облачко от попадания и разрыва заряда. Раскаленные добела, расщепляющиеся, зазубренные обломки разносят двух вокс-операторов. Другого помощника, клерка, подкидывает к потолку, направленный вверх импульсом взрыва. Изломанное тело падает и проваливается в свежую пробоину в полу. Силатон видит, как безвольное, исковерканное тело убитого клерка катится прочь. Труп исчезает среди балок пилонов. Всего лишь еще один кусочек в граде вертящихся обломков и пылающих частей. Пол начинает отламываться от передней стенки. «Назад! Назад!» — командует винтант. Весь модуль визжит и качается, словно вот-вот слетит с креплений. Часть металлической клетки, которая поддерживает лестницу, отрывается и падает. Невидимые убийцы снова стреляют. Очередной ливень разрывных зарядов окружает и терзает модуль. Винтант лихорадочно оценивает ситуацию, вытащив оружие. Атака ведется с позиции внизу, у подножия пилонов. Массы реактивные взрываются при попадании. Боеприпасы легиона Са Стартес. Невозможно! Невозможно! Если только не... Ошибка! — восклицает позади него Селатон. Стрельба по ошибке! Ошибка! Кто-то совершил! «Я сказал назад!» — кричит Винтант, хватая Селатона и толкая того к задней части модуля. Винтант и Селатон начинают стрелять в ответ. Поля в дыру, которая образовалась, когда секция пола провалилась и рухнула. Внизу только дым. Нет ясных целей. Четкого термального отпечатка. Они все равно стреляют. Сбивают с толку. Информационные системы доспеха не врут. Модуль заваливается назад. Он отрывается от креплений и падает. Орбут мертва. На ней нет ран, но Винтант знает, что сверхдавление и кинетический удар масс реактивных зарядов размазал ее внутренние органы. Амант упал. В него снизу вошло два или три масс реактивных снаряда. Он лежит навзничь на быстро разрушающемся полу. Ступней нет. Взрывы срезали броню и плоть с голеней, бедер, торса и лица. Он все еще жив. Сворачивающаяся кровь заполняет полость и ран. Несколько секунд на стабилизацию, и они смогут его вытащить. Отнести на реконструкцию. Даже со свежеванной и исхлестанной передней частью тела он снова вернется в бой через месяц-другой биотехнического модифицирования. У модуля нет нескольких секунд. У них нет нескольких секунд. Винтант видит глаза Аманта. Они расширились посреди маски из крови и разбитого забрала, глядя с беспомощным недоверием. Винтант понимает, что он видит. Амант знает, что это конец. Конец не только его собственного существования, но и галактики, как они ее понимают. Яростным ударом ноги Винтант вышибает задний люк. Поддерживающей лесенки больше нет. Идти некуда. Модуль начинает падать, резко опрокидываясь, словно лодка, которая медленно набрала воду и, наконец, перевернулась. «Прыгай!» — кричит Винтант. «Приказ есть приказ, черт побери!» Они прыгают. Отметка 0.03.59 Желеман практически окаменел от ярости. Он излег перо стилуса и стоит у окон мостика, записывая на инфопланшете все, что видит. Потери кораблей, рассеивание, построение. Он хочет, чтобы к моменту перезагрузки систем флагмана и выхода энергии на активную мощность у него были данные, опираясь на которые можно действовать. «Мне нужна связь!» — кричит он через плечо, прикидывая относительное расположение рога изобилия и вернок с Апсалом. «Поднимать щиты?» — спрашивает Гейдж. «Как только они у нас появятся!» — отвечает Желеман. «Передайте это всему флоту, как только будет возможность!» Гейдж кивает. «Стрелять в ответ!» — интересуется он. Желеман смотрит на него. «Это трагедия!» — «Трагедия!» — «Ошибка!» «Как только мы сможем защищать самих себя, мы это сделаем!» «Но не усугубляйте все!» «Мы не станем увеличивать число погибших!» Гейдж стискивает зубы. «Я бы убил их за это!» — произносит он. «Простите меня, однако это преступление!» «Они должны знать, что все не так!» «Они позорят нас!» «Они уязвлены!» — говорит Желеман. «Они верят, что над ними нависла смертельная угроза!» «Для них все их страхи реальны!» «Марий, мы не станем усугублять их безумие!» «Не станем добавлять к их ошибкам свои собственные, чего бы это ни стоило!» «Есть связь!» — кричит Зедов. Желеман разворачивается. Литотранслятор — еле-еле, в основном звук. Желеман сует инфопланшет Гейджу и идет к гололитической платформе. Вокруг него вновь расцветает свет. Не такой яркий, как раньше, и не такой стабильный. Видны фигуры, которые находятся не вполне здесь. Потрескивающие призраки на краю разрешающие способности. Желеман видит только контуры Аргела Тала, тень Хол Велофа, едва намеченный световой набросок, который может быть Федралом Феллом. Ясно виден только Ларгар. Его изображение черно-белое, оно скачет и перерывается. Голова опущена, глаза в тени. Где бы он ни стоял, там очень мало света. Исходящее только сверху освещение погружает лицо в чернильную темноту. — Останови это! — произносит Желеман. Ларгар не отвечает. — Брат, прекрати огонь сейчас же! — говорит Желеман. — Прекрати огонь! Это ошибка! Ты совершил прискорбную ошибку. Останови расправу! Мы не враги вам! — Вы против нас! — шепчет Ларгар. Его голос складывается из визга белого шума. — Мы не нападали на вас! — настаивает Желеман. — Клянусь в этом! — Однажды вы обратились против нас. Вы опозорили и унизили нас. Вы не сделаете этого снова. — Ларгар, послушай меня! Это ошибка! — Почему, во имя всех звезд, ты считаешь это ошибкой? — спрашивает Ларгар. Он так и не поднимает глаз. — Прекратите огонь! — произносит Желеман. — Мы не нападали на вас сами и не давали напасть другим. — Клянусь жизнью нашего отца! Ответ Ларгара теряется в трескучем шуме. Затем пропадает и его изображение, и гололитическая платформа отключается. — Контакт потерян! — сообщает Зедов. Он отклоняет наши попытки восстановить связь. Желеман смотрит на Гейджа. — Он не собирается отступать! — произносит Желеман. — Он не прекратит это, если мы его не остановим. Гейдж видит в глазах Желемана боль, чудовищность того, что все это означает. — Что он сказал, мой примар? — спрашивает Гейдж. — В конце! Желеман колеблется. Он сказал. — Я сирота! Гейдж вытягивается и бросает взгляд на старших членов экипажа. — Ваше распоряжение, сэр! — твердо спрашивает он. — Как можно быстрее передайте инструкцию! — произносит Желеман, сходя с платформы. Всем подразделениям 13-го легиона и вспомогательным силам, с кодом моих полномочий, первоочередная задача — защищать себя любыми средствами в месте расположения. Гейдж прокашливается. — Мой примар, мне нужно от вас подтверждение. Вы только что санкционировали действия вплоть до ответного огня включительно. Следует длинная пауза. — Ответный огонь также предписан, — говорит Желеман. Зедов и старшие офицеры артиллерии начинают с рявканием раздавать приказы. Гейдж поворачивается к рубрикатору, который стоит на готове у командирского кресла. — Офицер записи, — произносит он, — начать отсчет. — Инициализация боевой записи 13-го легиона. Отчет прошедшего времени, — сообщает рубрикатор. Отчет начинается. Отметка Калта — 00-00-00. Убийство системы При некоторых обстоятельствах бывает необходимо, даже в крайних случаях, во время операций по приведению к согласию, методично уничтожать инфраструктуру противника вместе с ним самим. Порой яркой военной победы бывает недостаточно. Иногда нужно солить саму землю. Так называют это в древних текстах. Первоочередными аргументами для действий такого рода могут быть психологический аспект против непокорных людей или рас, или вопрос безопасности, если вы зачищаете регион от чего-либо слишком опасного, чтобы позволять ему существовать. Ни один из этих аргументов не приносит особенного успокоения прагматичному командующему. Война направлена на достижение победы, а не на тотальное уничтожение. Это разновидность абсолютной войны. Этот процесс разорения часто применяется в состоянии шока или же сверхагрессивными силами. Воины Ангрона, моего брата, примарха 12-го легиона, называют подобное итогом. И даже они редко применяют его в полном объеме. У моего брата Русса из Вургена, боевого наречия волка Фенрика, мы позаимствуем термин «Скира-ворд-ротта», что можно наиболее наглядно перевести, как «Убийство системы». Желеман. Примечание к воинской кодификации. 4-1-9 1 Отметка 0-2-0-0-1 Брат мой, услышь меня. Воины 17-го легиона, послушайте меня. Эта жестокость противоречит принципам легиона Састартес и воле нашего отца, императора. От имени 500 миров Ультрамара я умоляю вас прекратить огонь и отступить. Выйдите со мной на связь. Давайте поговорим. Давайте урегулируем это. Происходящая трагическая ошибка. Прекратите огонь. «Я, Рабаут Желеман, клятвенно заверяю, что мы обойдемся друг с другом честно и справедливо, если удастся приостановить враждебные действия. Я призываю вас ответить». Желеман кладет переговорный рожок и глядит на Гейджа и мастера Вокса. «Как только появится возможность, — говорит он им, — запустите это сообщение на повтор. Циклическая передача. Никаких перерывов». «Да, сэр», — отвечает мастер Вокса. Отметка 02010 Левиафаны шевелятся. Превосходя по размеру все, что может постичь человеческий разум, в пылающих пыльных облаках над Калтом движутся звездолеты. Их темные корпуса возникают из сверкающих облаков, прорываясь через кружащиеся вспышки выброшенной энергии, словно морские чудовища, которые поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Они летят вслепую. Они сражаются вслепую. Они выкрикивают угрозы и бросают вызовы в пылающую пустоту через сломанные ВОК-системы и перегоревшие динамики. Они отрываются от сверхтяжелых мостиков, кранов и якорных стоянок станций. Некоторые рвут кабели, линии и шлюзы в отчаянном стремлении вырваться на свободу. В движущуюся цель сложнее попасть. Теоретически, на практике движущаяся цель становится одинокой и уязвимой. Боевые корабли 17-го легиона делают убийства легкими. Двигаясь по инерции, вальяжно и величаво, они несутся вперед. Щиты светятся, создавая вокруг корпусов яркие ореолы от сгорающих на силовых полях пыли и твердых частиц. Щерящиеся орудийные отверстия открыты. Основные орудия выдвинуты из шахт. Зарядные батареи и плазменные конденсаторы бурлят энергией, готовые к смертоносному разряду. Предполагается, что корабли также слепы и глухи. Однако, это не так. Системы обнаружения и целенаведения, которые находятся за пределами самых темных грез механикум, впериваются в шумный мрак и сходятся на разбегающихся кобальтово-синих кораблях флота Ультрамара. Словно те горячие угли среди холодного пепла. Они находят их и привязываются к ним, неустанно следя, сладострастно изучая до мелочей, взвешивая и оценивая защиту и крепость корпуса. А тем временем орудийные батареи выдвигаются и самонаводятся, загружая боезапас. Громадные магазины пыхтят и лязгают, пока снаряды и ракеты передаются автозагрузчиками, межпалубными лифтами или зарядными лотками. Боеприпасы заполняют пустоту, словно метель. Колонны жгучей плазмы и лазеров длиной в сотни километров прочерчивают полосы остаточных изображений на сетчатке тех, кто их видит. Основные лэнс батареи изрыгают яркую энергию, выплевывая свет лучами, комками, осколками, подергивающимися зигзагами молний. Во тьме взрываются корабли. На гладиусе, четырехкилометровом корабле охраны, из сараманского крыла раздается серия взрывов, начисто отрывая его от эллинга. Его бронированный корпус рассечен и изувечен внутренними детонациями. Боржа «Надежда на Армении» попадает под веер ракет, которые поражают ее, словно буря иголок, пробивают верхний корпус и корму в сотни мест, изрешечивает их и заливает внутреннее пространство пламенем. Транспорты поддержки напутствия и «Восферус» выведены из строя длительным бортовым огнем боевой боржи 17-го. Напутствие не выдерживает первым. Пластины его корпуса разворачиваются вокруг взорвавшегося реактора. Словно ускоренная съемка лепестков цветка, которые раскрываются, расцветают и умирают. Спешно запущенные спасательные боты сносят волной сверх температуры. Временно спасенный гибелью однотипного корабля «Восферус» разворачивается, чтобы спастись бегством. Однако вражеские орудия достают его и превращают двигательную секцию в месиво. Соплы и раструбы двигателей взрываются, и направленное внутрь давление приводят к аварии тяговой силовой установки. Серии сверхвыбросов в машинно-котельные помещения выжигают корму транспорта, словно заложенная в трубу бомба. Сила выбросов волной давления швыряет разрушенный корабль вперед. На войсковой транспорт «Антрофилис» разрезает тот надвое. За пять секунд гибнет 80 тысяч человек. Линкор типа «Инфернус» пламя чистоты – одно из настоящих чудовищ во флоте 17-го – нападает на орбитальную станцию «Ассертиз», устраивая канонаду, чтобы максимально увеличить сопутствующий ущерб. Его нос защищен броней – громадным полированным тараном, гигантским чеканом, украшенным золотыми серафимами, нарвалами и орлами. Он рассекает оказавшиеся на его пути пришвартованные малые корабли, разрубает некоторые надвое, а прочим, вспарывает и крушит корпуса. Основная хребтовая лэнс-установка – экзолазерное оружие высочайшей мощности – пробуждается и издает виск, выбрасывая копье уничтожающего материю света, от тяжелого удара которого начинает кружиться вокруг своей оси, пытающейся защитить станцию сторожевой крейсер станции «Ультрамара». Крейсер пытается выправиться, оставляя започерневшим и оплавленным левым бортом след обломков. Он заторможенно разворачивается, неуклюже озирая посты поддержки и мостики станции. Из поврежденных двигателей извергаются облака розового пламени. Он поднимает щиты. Пламя чистоты снова делает выстрел из перезаряженного экзолазера. Окружающие станции «Ультрамара» щиты даже не замедляют луч. Они лопаются, как мыльные пузыри. Луч испаряет центральную часть крейсера, пока оттого не остается лишь металлический остов корпуса, вокруг светящийся белым от жара дыры. Пламя чистоты наращивает мощность, отшвыривая дрейфующие останки станции «Ультрамара» прочь магнитной носовой волной. В мрачных шахтах двигательных отсеков и машинных отделений от яростного усердия надрываются толпы кочегаров и разнорабочих. Помещения инфернальны, покрыты коркой сажи и освещены красным свечением громадных двигателей и топок реакторов. Армии лоснящихся от пота кочегаров, глаза которых похожи на белые камни, на почерневших лицах, забрасывают в железные лотки горючую руду и прометевые шашки. Команды сервиторов, чья металлическая кожа от постоянной жары изменила цвет, словно старый котел, толкают и тянут вибрирующие рычаги активаторов, ускоряющих тяговые силовые установки. Раскачиваются угольно-черные цепи, меха хрипят и, как дыхание дракона, извергают в газоводы и вентиляционные трубы шары бурлящего пламени. Похожие на троллей, ворчащие рабочие обхуманы изнемогают от жиры, вытаскивая из шахтовых палуб монолитные вагонетки неочищенного топлива. Здесь царит безумие, паника, которую едва сдерживают хлысты и приказы начальников двигательного отсека. Тут нет окон, никакой возможности оценить окружающую вселенную и угрозы, которые она может содержать в себе. На самом деле, экипажи мостика в стеклянных и позолоченных башнях высоко наверху понимают происходящую катастрофу не лучше, чем слепые кочегары во тьме внизу. Если бы кочегары это знали, вряд ли им стало бы легче от этого знания. Многие более не увидят света. Некоторые из уничтоженных во время калтской бойни кораблей будут продолжать обращаться вокруг истерзанной звезды 100 тысяч лет. Замерзшие развалины, корабли-скелеты безмолвных мертвецов, которые мумифицировались в миг своего последнего крика. Отметка 0,2,0,20 Вентан и Селатон грохнулись на землю. Падение жесткое. Их сила и доспехи гасят удар, и они поднимаются, держа на готове болтеры. Броня покрыта слоем пыли и пепла. Они начинают двигаться. Позади них до земли долетает модуль, разрываясь при приземлении. Раздается треск раскалывающегося металла. За модулем следует большая часть одного из пилонов. Они слышат, как стальные тросы лопаются со звуком выстрелов болтера. Сломанные крепежные болты, вылетевшие от перенапряжения, свистят в воздухе, будто крохотные ракеты. Селатон и его капитан выскакивают из подрушащегося пилона. Тот падает, как усыпленное животное, сначала подогнув колени, потом на живот, а затем голова падает на бок с обмякшей шеей, загнутой назад. Словно вызванная звуком раздираемой стали, вздымается бурлящая стена пыли. Винтан и селатон выскакивают из пыльной волны. Посадочные платформы впереди покрыты обломками и трупами. Винтан бледнеет, увидев павших ультрамаринов. Их покрасневшие доспехи цвета кобальта и золота ободраны и расколоты огнем болтеров. Он видит труп с полковым штандартом. Это расположенный поверх двуглавого орла золотой символ легиона. Древко так крепко сжато бронированными кулаками, что на нем остались следы, как от зубов. Это была почетная стража, церемониальное отделение, которое уничтожили, когда они готовились к посадке. Рядом лежат тела городских сановников, торговых чиновников, синишалей, помощников и бригадиров-грузчиков. От них остались окровавленные останки, бесформенные мешки из рваной одежды, набитые мясом. Их поразило оружие, созданное для постчеловеческих войн. Оружие, которое способно убивать и сейчас убивает легиона Састартес. Оружие, воздействие которого на немодифицированных, неусовершенствованных и незащищенных людей чрезмерно. Селатон замедляет шаг и замирает. Он рассматривает гору мертвецов. «Идем», – приказывает Винтан. «Они ждали посадки», – произносит Селатон, словно это имеет какое-то значение. Винтан останавливается и глядит на сержанта. Это настолько очевидно, но все же он не заметил. Чтобы увидеть истину, потребовался менее опытный ум Селатона. Они ждали посадки. Они умерли, ожидая посадки с поднятыми знаменами и штандартами. Но с момента начала катастрофы, вероятно, прошло 15 или 20 минут. 15 или 20 минут со времени орбитального взрыва, с которого начался огненный дождь. Они все это время стояли тут и продолжали ждать посадки, когда мир вокруг озарялся. «Они уже были мертвы», – произносит Винтан. «Мертвы или умирали?» Это убийство предшествовало катастрофе. В лучшем случае произошло одновременно с ней. Катастрофа не была несчастным случаем. Над платформой визжат выстрелы. От противовзрывных барьеров позади них с хлопанием отражаются лазеры. Болтерные заряды закручивают в штопор дым. Повсюду вокруг удары от попаданий. Винтан видит, как из дымной пелены надвигаются несущие слова. С ними идут солдаты, когорты армии с лазерными винтовками и алебардами. Они палят по всем целям, которые видят. Силатон, все еще сдерживаемый этическими параметрами, привычной для его понимания Вселенной, задает очевидный вопрос. «Что нам делать?» произносит он. «Что нам делать?» На борту самофракии Сорат Чур исполняет свою вторую службу. Его люди уже убивают большую часть высокопоставленных членов экипажа, продвигаясь к главному мостику, прожигая задраенные в отчаянии противовзрывные люки. Чур оказывается лицом к лицу с капитаном корабля, который мрачно сообщает о своем отказе подчиняться Чуру, чем бы ему не угрожали. Чур не обращает на офицера внимания. Тот всего лишь тяпкающая дворняжка, которая слишком невежественна, чтобы вести себя осмотрительно. Дворняжка тщетно лает о своей непокорности только что вошедшему в дверь Карнадону. Чур хватает голову капитана правой рукой и сдавливает ее, как сырое яйцо. Он позволяет телу упасть. Экипаж мостика таращится на него, осознавая, что их проблемы гораздо серьезнее, чем они могли себе представить. При захвате корабля экипаж мостика обычно может гарантировать себе неприкосновенность в обмен на жизненно необходимые технические услуги. Офицеры мостика самофрагии видят, как убивают их капитана и понимают, что в их услугах нет надобности. Некоторые вытаскивают пистолеты, хотя знают, что они всего лишь немодифицированные люди в тканных одеждах, хотя воины транс-люди, только что проложившие себе дорогу на главный мостик, превосходят их числом, хотя понимают, что их ласт-пистолеты даже не поцарапают броню захватчиков. Чур одет в более свежую модель доспеха Максимус, как и подобает командующему. Алый первый цвет, в который была окрашена броня. Смерть, приказывает он, когда в наплечник со звоном попадает лазерный заряд. Несущие слова пользуются кулаками, повесив оружие на ремни. Чур не хочет, чтобы массореактивные заряды испортили приборы управления мостика. Они крушат людей, хватают их, переламывают шеи с позвоночниками, размазывают черепа, выдирают глотки. Офицерам некуда бежать, но они все равно бегут, вопя от ужаса. Их ловят и вздергивают за волосы, за фалды, за лодыжки и запястья. Ловят, подхватывают и убивают. Тела сваливают в кучу в центре палубы, перед креслом бывшего капитана. Чур озирает работу. Он поднимает левое запястье и говорит в приваренное к нему устройство из стекла и проводов. На нем нанесен знак священного актета. Темная блестящая тварь, которая обитает в оплетенной проводами склянки, не транслирует слова, как вокс. Она просто повторяет их другими устами в других местах. Услышав сигнал при помощи собственных варп-склянок, на мостик выходят Магос и Механикум. Все они из числа примкнувших к магистру войны. Они отвернулись от Марса и Теры. Мельчайшие изменения о деянии и символике демонстрируют измену. Однако главный ее признак мрак. Они окружены тайной своего технологического мастерства, словно тенью. Корабль захвачен, сообщает Чур их предводителю. Магос кивает и расставляет своих людей на мостике. Десять минут и мы обретем подвижность, говорит Магос Чуру. Стимуляция приближается к выходной мощности. Станция Зецун верит. Чур называет пункт назначения. Это мелкое специализированное сооружение, часть орбитального архипелага, в котором стояла самофракия. Магос снова кивает. Под палубой гудят системы, набирая активную мощность. Чур поворачивается к своему заместителю Гералу. Локатор произносит он. Отделение Герала вытаскивает вперед локаторный модуль, варп склянку размером с урну и ставит ее посреди палубы. Они втыкают ее между трупами, чтобы закрепить в вертикальном положении. Пол под ногами скользит от крови. Они отходят, что-то внутри склянки пульсирует и колышется, блестя черным, словно слизень. Что-то шепчет во тьме, что-то прячется, будто блестящий моллюск, в раковину, скрываясь в кольцах, петлях и витках внутренней архитектуры. Но только раковина находится не здесь, на мостике самофракии, а где-то еще, в иной вселенной. Гора тел покрывается инием, окоченевшие трупы дергаются и качаются, словно пытаясь вывернуться из приплетения конечностей. Вокруг склянки вспыхивает коронный разряд, который освещает тела, подергивается и трещит на потолочных балках, будто неоновый плющ. Он становится невероятно ярким, Чур отводит взгляд. Когда он смотрит туда снова, сияние угасает, сваленные в кучу трупы обгорели дочерно, а среди них появилась новая фигура, которая все еще дымится от энергии телепортации. Добро пожаловать на самофракию, говорит Чур склонив голову. Воздухе пахнет горелым жиром от сожженных тел. Сорот, начнем, произносит Корфаэрон. Отметка 0, 20, 34. В бартере к востоку от Бороса горят леса. Сквозь вздымающиеся над кронами дым и искры с грохотом движутся китаны-предатели. Они похожи на борющихся с пожаром лесников. Орудийные установки сеют смерть на просеках и во врагах. Своем проносится воздушная поддержка. В лесах разбитые остатки 111-й и 112-й род ультрамарина отступают перед разящей атакой изменников. Окрашенный валый цвет и украшенный зловещей символикой лендрейдеры типа ахилл и протей без разбора сносят деревянные укрытия людей. Мегаболтеры скрижища словно несмазанные механизмы раздирают планету превращая деревья в опилки камни в пыль тела в месиво. Экрит отходит назад стреляя на ходу. Рядом анхис который делает то же самое. За ним еще несколько верных людей. Экрит уже даже не думает о том что происходит. Думать означает столкнуться с немыслимым и оставить рассудку столько же защиты сколько сейчас дают его телу хрупкие деревья. Он просто борется за жизнь стреляет по всему во что они выигрывают время для тех отделений которые он отослал в ускоренном темпе. Одному трону известно смогут ли они выбраться или найти укрытие относящееся над ними авиацией. То что осталось от его рот отрезано от сил поддержки. У них в арсенале нет ничего что бы остановило лендрейдеры. Каждое из этих чудовищ вырубает полосу леса перед собой. При всем желании ничто не остановит титанов. Каждый раз когда один из шагающих гигантов подает голос издавая из динамика горна грохочущие война смешки и торжества Экрит ощущает содрогание собственных костей. Он продирается через поросль перезаряжая оружие магазинами снятыми с убитых. Чужая кровь багрит его доспех и он ощущает неожиданно болезненную потребность смыть эту страшную краску. Среди деревьев визжат и хлопают болтерные заряды. Один из них размазывает листья в сочную пыль. Другой попадает в ствол, разрывается и целиком валит древнее дерево. Еще один разносит голову брата Каладина и отбрасывает его труп в канаву. Экрит находит мышистый склон, подныривает под переплетение корней и карабкается вверх. Старая кладка, уцелевшая стена какой-то землянки, построенной в былые времена, когда эта земля была обитаема. Дым тянется по лесу, как будто его гонит океанское течение. Звери и птицы покидают опустевшую местность целыми стаями, как в год эпидемии. Природа бежит, мир перевернулся с ног на голову. Он продолжает лезть наверх, он выше уровня деревьев. Он видит на много километров, видит, как горит мир. На равнинах за пределами леса он видит громадные орды, которые штурмуют приличные города и порт. Десятитысячные волны людей, армии, или того, что еще час назад считалось армией. Волны людей, бронетехники, шеренги титанов, фаланги и космодесантников. Они наступают во мгле пыли и дыма. Бесчестие нападения, позор преступления. Только здесь, к востоку от реки, сконцентрированы силы, которых достаточно, чтобы захватить континент. Быть может и мир. Это всего один военный сбор Калдского объединения. Он наблюдает, как они катятся текучей массой, сметая все на своем пути. В небе так много горящих кораблей и орбитальных станций, что кажется, будто одновременно происходит сотня закатов. Настоящее Солнце, чистая сине-белая звезда Веридийской системы, теряется за окружающим дымом. Экриту хочется убить их всех. Хочется встретиться с ними лицом к лицу и убивать всех, одного за другим, пока не останется никого и жар его ярости наконец не угаснет. Он чувствует движение, появляется первый из несущих слова. Позади него тащатся по скату землянки еще двое, за ними идет еще несколько. Экрит поднимается навстречу. Они не стреляют к него, он медлит, держа в одной руке болтер, а в другой силовой меч. Он такой же красный, как они, только это не цвет полка. Только приблизившись, они видят под липким блеском крови его настоящие опознавательные знаки. К этому моменту, пока они реагируют, Экрит уже убивает их. Он стреляет первому в лицо. Нет времени испытывать удовольствие от зрелища взрывающегося решетчатого шлема и разлетающихся во все стороны кусков костей, волос и мозгового вещества. Второму он попадает в живот, по склону на идущих позади воинов. Четвертое попадание опять в голову. Пятого нет, не осталось заряда. Экрит бросается на них с мечом. Он рассекает запястье, бедро, шею, протыкает тело и отрывает его от земли, швыряя по скату землянки, будто мешок. Оно врезается в сородичей внизу. Схватив меч двумя руками, он саживает острие клинка в очередной шлем, раскалывая тот пополам. Один выронил болт пистолет. Экрит хватает оружия сокровавленного мха и дважды стреляет в грудь ближайшего предателя, укладывая того на повал. Он убивает еще двоих, а затем с плеча рубанув вбок, достает человека на холме слева. Но они подошли вплотную, их слишком много. Достаточно, чтобы захватить мир, достаточно, чтобы поставить на колени мечей. Прижимают к земле и молотят, дробя и сминая броню, пока кое-где снова не проступает синева. Один из них срывает с Экрита шлем. Ублюдки, ублюдки, кричит Экрит. Кулак размазывает его лицо, снова и снова нанося удары, чтобы смять плоть и раздробить кость. Он сплевывает кровь и зубы сквозь распухшие губы. Одного глаза больше нет. Они сдергивают его вверх. Он капитан, трофей. Над ним возвышается фигура. Наполовину ослевший Экрит понимает, что это один из Титанов, который подошел к землянке. Раздается гром динамиков горна. Несущие слова ревут в ответ и вскидывают кулаки в воздух. Когда Титан продолжает наступление, обрушивая старую землянку и давя деревья, на броне его корпуса распят Экрит. Отметка 0 32 31 Недавно телепортировавшийся на поверхность Хол Велов руководит наступлением на порт в Ланшире. Воинство Каул Мандори, Джахарваната и Ушметар Каул несутся впереди своей техники. Отряд Сенвар Каул окружает порт Севера. Братства бьются с высшей степенью преданности. Велов и его приближенные офицеры лично выбрали и помазали многих из числа фанатиков. Они каналы для варб-колдовства, которым пользуются высшие чины семнадцатого, чтобы привести воинство в экстаз. Хол Велов амбициозен, он желает быть большим, чем просто командующим и каналом. Такое положение ему обещали Эриф, Малак Карта и другие безымянные тени, которые порой стоят возле него и шепчут в сумерках. Его наделят силой, он станет сильнее, чем даже Гал Ворбак, но он должен проявить себя, хотя уже тысячу раз делал это в ходе войны. Это новая разновидность войны, война, которую никогда раньше не вели в открытую. Велов должен достичь своих целей и хорошо исполнить свои обязанности. Он должен доказать, что может в равной мере командовать людьми и нелюдьми. Он жаждет силы. Эриф и Корфаэрон всегда, с первых дней, были величайшими адептами. Однако теперь похоже, что примарх превзошел их. Его сущность пугает. Ларгар трансцендентен. Дело не просто в силе, а в плавной неуловимости, с которой он ею пользуется. Просто находиться рядом с Ларгаром привилегия. Быть на расстоянии, как сейчас на Калте, кажется, будто скрылось солнце. Холвелов думает, что Эриф и Корфаэрон мучительно сознают, что отстали. Он думает, что они глядят на примарха и копируют его, заимствуя фокусы и таланты, которым научились в ходе наблюдения, а затем неуклюже и грубо применяя их. Они больше не адепты. Они силятся поспеть за мастерством Ларгара, как будто они берут силу из иного источника, в то время как Ларгар стал единым целым с настоящим источником. Холвелов намеревается занять место подле примарха. Он сожжет ланшир ради права на это. Отметка 0,45,17 Городу Нумину нанесена смертельная рана. Вдоль горизонта дрожит актиническое свечение. Криол Фоу знает, что благословенные темные мастера из 17-го уже расшатывают калп. Они сдвигают его, раскачивают, словно вор, который выворачивает драгоценный камень из-за правы. Стены и крыши города покрываются изморозью, которая затем тает. Здания гаснут без всякой причины, а потом снова загораются. Фоуст дважды поднимал взгляд и видел сквозь покров дыма расположение звезд, не соответствующие калту или веригийской системе. Раньше он никогда не видел этот узор, однако тот показался ему настолько знакомым, что он заплакал от счастья. Он собирает людей. Ушметар каул упорны. Они уже разграбили лагеря армии вдоль южного изгиба реки и оставили кеда горать. Они убили тысячи. Фоуст осматривал сваленных в кучу мертвецов. Почти целый дивизион бросился в реку в судорожной попытке спастись, но их достали из пушек и ружей. Тела, которые не унесло течением, образовали на берегу несколько новых насыпей, выступающие в запятнанный поток скаты эллингов из трупов. Там, где оказывают сопротивление, братство не отступает. Они идут под встречный огонь, поглощая попадание. Это процесс радостного самопожертвования, который ведет к подавлению. Некоторые из его людей обвязаны взрывчаткой. Они проникают в толпы бегущих врагов, чтобы обрести вознесение. В разграбленных лагерях Нуминского 61-го братство обнаружило ящики винтовок, лазерного оружия, недавно выпущенных иллюминаторов, готовых к выдаче. У Шмитар Каул забрали их, выбросив свое старье ради нового мощного оружия. Она прочная, легкая и практически без отдачи. У нее складной проволочный приклад, который можно снять, чтобы он не мешал. Он уже убил из нее шестерых. Он образован, ирония ситуации не ускользает от него. Легион отдает приказы. Нужно закрепиться в космопорте, а затем в удаленных дворцах на равнинах. Фауст размышляет о южном полушарии планеты, которая в основном занята океанами и малонаселено. Он думает, что туда скорее всего будет отмерено больше ярости. Сегодня пустили в ход великие силы, как ритуальные, так и фактические. Но следующее задание потребует куда большего. Отметка 0 5808 Самофракия проходит через раздвижные ворота станции Зет-Сун-Верет. Позади пылает главная верфь Калта. У Самофракии никто не спрашивает пароль. Это корабль из флота 13-го, который ищет укрытие. Кроме того, ВОК заглушен, а ноосфера мертва. Никто на борту станции Зет-Сун-Верет не задумывается над тем обстоятельством, что их станция осталась нетронутой. Слишком мала? Проглядели. Однако это очень важное специализированное сооружение, а окружающие ее станции были взяты на прицел и уничтожены. Крейсер швартуется между двумя быстроходными эскортными кораблями, которые укрылись внутри станции. Сколько? спрашивает Корфаэрон у старшего мага со своих скрытых в тени техножрецов. Три часа при условии, что нас не прервут, Маджир, отвечает жрец. Их не прервут, произносит Сорат Чур. Корфаэрон тяжело дышит. Кажется, что под броней он высоко ослабел, будто дыхание вытягивает из него огромные объемы собственной жизненной силы. Пространство вокруг него истончилось. Калб, его операция гораздо в большей степени, чем Ларгара. Корфаэрон скрупулезно спланировал это для своего примарха и исполнил при помощи Эриба. Его первоочередная цель наказание и уничтожение тринадцатого, уничтожение и казнь презренного Робаута Желемана. Но это также и продвижение, очередной шаг по спиральному пути великого ритуала. Это позволит их возлюбленному примарху пройти дальше. Сороту Чуру известно о бремени его командующего. Неудачи нет места. Нужно добиться бесценной первой военной победы. Однако даже она бледнеет по сравнению с великим замыслом. Он будет поддерживать командира во всем. Сорот Чур уже несколько лет пользуется привилегией быть одним из старших штурмовиков при Корфаэроне. Новое преображение легиона еще усилило его преданность их общему делу. Их всегда вела вера в высшую силу. Теперь же они получили доказательства существования этой силы. Она наделила их новым могуществом. Она дала им ответы, благословила их, открыла истину, на которой опираются все тайны созидания. И вот главнейшая из этих истин. Император Терры не бог, как они когда-то думали. Он крохотная и жалкая искорка в черноте космоса, которая никоим образом не заслуживает их преданности. Он порицал несущих слова за их веру и в этом был прав. Быть может, он боялся того, что сделают настоящие боги, когда увидят, что ему поклоняются. Вера несущих слова была неуместна, она была направлена не туда. Они искали бога, а нашли лишь ложного идола, алчно желающего преклонения. Теперь же они набрели на небесную силу, достойную их веры. стыковочные зажимы открывают люки шлюзов. Как и во время первой части обряда, соратчур идет впереди. Три. Отметка 01-16-32 Построившись звездой, 17 кораблей флота 17-го под предводительством катера Длань Судьбы выходят на низкую орбиту над южным полушарием. Снижаясь, корабли ведут прицельный обстрел местных орбитальных сооружений, полностью уничтожая две станции и повреждая третью. Упрямая ярость устраняет все препятствия. Попытавшийся встретить атакующую флотилию, фрегат Юниверс гибнет от многочисленных ленд-зарядов. Транспорты Стейнхард и отвага Конора оттеснены, а затем обездвижены в прямом столкновении. Стейнхард терпит критический сбой питания, лишается всех механизмов поддержки и соскальзывает на неровную тысячелетнюю солнечную орбиту, а его экипаж примерзает к своим постам. Дважды пробитая бортовыми залпами и пытающаяся отступить от надвигающегося строя отвага Конора, в третий раз попадает под огонь орудий. Пластины корпуса не выдерживают, корабль разламывается. Мизонный луч разрывает обнажившееся ядро проваливаясь в атмосферу. Таким образом он становится вторым крупным кораблем, упавшим на калк. Его погружение не столь величаво и неторопливо, как падение гибнущего гранд-крейсера Антрадамикус. Отвага Конора полнолунный шар белого пламени, пожираемый флоресцентным свечением со всех сторон. Он летит словно метеор, раскачиваясь и вращаясь. Он попадает в холодный открытый океан возле южного полюса планеты. Удар сродни падению метеорита. Атмосфера деформируется на 500 километров во все стороны, когда высвобожденный жар и свет брызжут наружу, искаженной эпиполической вспышкой. Триллионы тонн океанской воды мгновенно испаряются, и еще триллионы фонтанами взлетают вверх. Происходят тектонические повреждения. Последующая приливная волна, катящаяся стена черной воды обрушивается на побережье континента спустя шесть минут и смывает приморский район на 4 километра вглубь материка. Это всего лишь прелюдия, сопутствующий ущерб, жестокое предвестие настоящей атаки. Штурмовое построение опускается на минимально возможную рабочую высоту. Шипящие пустотные щиты визжат и воют при контакте с разряженной атмосферой верхних слоев. Нижний лэнс батареи и бомбардировочные орудия открывают огонь. Начинается систематическое разрушение. Здесь нет изящества. Северное полушарие густо населено стратегическими целями и центрами скопления населения. Там приходится тщательно выбирать цели. Также Северное полушарие место, где большая часть наземных сил 17-го смогла высадиться до начала боевых действий, не вызывая вопросов. Южное же полушарие можно просто опустошать. Именно это и делает команда длани. Магмовые бомбы громят бледные континенты антиподы, зачищая их адскими огненными бурями. Огонь лэнсов превращает морскую воду в пар и выводит океаны из берегов. Мезонные преобразователи и ионные лучеметы сдвигают древние тектонические образования, прогибают кору и порождают в мантии сейсмические спазмы. Дым и выброшенные частицы материи. Полярные широты окутаны паром. Леса пылают, джунгли выгорают, реки исчезают, ледники тают, горы рушатся, болота высыхают, пустыни оплавляются до состояния стекла. В рассредоточенных южных городах гибнут миллионы. Отметка 01 37 26 Желеман наблюдает, стилус переломился у него в руке. Он требует другой. На пульте перед ним грудозаписей и схем набросков. Магас и механикум из числа тех, кого не убило, не искалечило и не свела с ума первая вспышка, начали перезагружать поврежденные системы флагмана. Вокс восстановлен в ограниченном объеме. У Желемана есть энергия для движения, щиты и вооружения. Однако, даже могучая честь Макраги не в силах в одиночку бороться с флотом 17-го. Подразделения флотилии Ультрамара рассеяны, нет способа координировать их. Нет способа координировать их достаточно быстро, чтобы хоть как-то противодействовать нападению на планету. Калк пылает. Калк сокровище Веридии один из величайших миров пяти сотен. Разрушен так, что нет никакой надежды его восстановить. Желеман отворачивается, он не в силах смотреть. Оно все еще повторяется, спрашивает он. Мой повелитель, отзывается Гейдж. Мое заявление, сообщение для моего брата. Да, повелитель, говорит Марик Гейдж. Оно на постоянном повторе, при поддержке тех малых коммуникационных возможностей, которые у нас есть. Примарх кивает. Мне отменить его? Спрашивает первый магистр. Желеман не отвечает. Помощники доставили ему на мостик новые данные. Не имея рабочего кагитатора и активной сети, он разместил на всех наблюдательных палубах песцов и рубрикаторов, которые вручную заносят информацию на планшеты и бумагу. Посыльные сносят все документы к нему каждые четыре минуты. Гора информации растет. Примарх что-то заметил. Заметил какую-то деталь среди прочих. Он вытаскивает лист из писанной бумаги из топки. Потревоженные инфопланшеты и отчеты соскальзывают на палубу. Что это? Спрашивает Гейдж. Отметка 01 40 41 Мир содрогается. На дальней стороне шара идет ковровая бомбардировка, накрывшая южное полушарие. Повреждения, переданные в виде подземных микротолчков и трепета атмосферы от чрезмерного давления можно ощутить даже здесь. Здесь, в Нуминском космопорте. Огромные участки его территории все еще горят. Со стороны города доносится грохот тяжелой артиллерии. Каждые несколько минут над головой проносятся звенья авиации, с ревом изрыгающие, яркие волны форсажного жара. Небо почернело от дыма, видны только яркие, булавочные острия пылающих обломков, корабельного огня в космосе и горящих гибнущих орбитальных станций. Повсюду пыль, она мелкая, желтоватая, побочный продукт пепла и выбросов при ударах о поверхность. Она застилает воздух и тонким слоем оседает на куртках. От микротолчков она осыпается и скользит ручейками, просачивается в вентиляцию, скатывается в канавы, носится словно дым, когда ее тревожит ветер, липнет к крови. Она пристала к пропитанной кровью кожи и броне павших, словно опилки затянула лужи крови. Она покрывает мертвые лица, будто пудра, и трупы выглядят законсервированными и нагримированными, по всей форме подготовленными служащими морга. Вилкет, генонареченный предводитель ударной группы Каул-Мандори продвигается вдоль одной из проезжих дорог, целясь из лазерной винтовки. Его ботинки из коричневой кожи шаркают по желтой пыли. За ним следует восемь человек из отделения его ближайших братьев. Еще двенадцать держат тыл на бронированном спидере с установленной автопушкой. Где-то поблизости Заратор, их наблюдатель. Эту местность нужно зачистить. Таков приказ. К полуночи весь порт должен быть разбит на части и обездвижен. Пока повсюду прячутся выжившие. Кет осторожен, поскольку знает, что некоторые из этих так называемых выживших окопавшиеся воины тринадцатого легиона. Его люди не экипированы против такого противника, каким бы сломленным или загнанным в угол тот ни был. Вот почему с ними тяжелая поддержка и наблюдатель. Кет боится не смерти. Они Каул-Мандори, они бессмертны. Так им обещали, и они приняли эту клятву. Это обещание манило его со времен жизни в армии и заставило примкнуть к братству. Бессмертие за службу Вилл-Кету это показалось честным обменом. Он не боится смерти, однако за свою карьеру он пережил достаточно, чтобы понять, что предпочитает избегать боли. Присутствие в этой области Зоратора вспугивает врагов из укрытий. Кет резко поднимается, когда впереди трое людей выскакивают на открытое место и начинают убегать по полю тлеющего щебня. Это не гибридные люди к его облегчению. На них цветная форма погрузочной гильдии, они безоружны. Кет скидывает винтовку, целится и подстреливает первого. Выстрел 75 метров подвижущейся мишени. В ногу сзади, как он и рассчитывал. Неплохо. Человек падает, забывая от боли. Живой. Живой это хорошо. Помимо зачистки территории, ударной группе велели добыть пищу. Вокруг него каул мандори поднимают оружие и целятся. Двое стреляют, выстрелы проходят мимо убегающей пары и скользят по щебням. Гарел, заместитель кета, выпускает лазерный заряд и срезает одну из целей. Пораженный в голову человек падает, мертвый, тоже неплохо. Кет смеется, Гарел хохочет в ответ, скаля белые зубы на покрытом коркой лазер. Внутряной глубокий грохот. Болтер. Гарел взрывается. Повсюду разбрызгиваются мясо и черная кровь. Они покрывают их всех, темная кровь и разжиженная ткань поверх слоя пыли. Тет дергается, когда в него со свистом попадает кусок позвоночника Гарела. Он моргает, прочищая глаза от крови. Видит на земле зубы, зубы в обломке челюсти. Зубы, которые только что ухмылялись ему. Люди тета разбегаются. Он выкрикивает приказ. Поддержка! Поддержка! К ним приближается хренов ультрамарин. Выходит из укрытия. Движется словно синее размытое пятно. Этот ублюдок огромен. Они открывают огонь. Пять лазерных винтовок стреляют в гиганта. Поражают его короткими неоновыми зарядами. Удары крошат пыльный синий доспех. Они задерживают его, но не останавливают. У него в одной руке долбанный меч, а в другой потрепанный золотой штандарт. Он протыкает мечом форба нахрен насквозь, а потом рубит грока. Когда меч настигает его, грок разворачивается. Он вертится словно танцор в пируэте, кровь вихрится словно взлетающий плащ, а затем он падает. Ультрамарин убивает сорка, а потом мир для стремится к тяжелой поддержке. Он знает, что это подлинная угроза. Тед перекатывается, сплевывая кровь, пыль и часть языка, которую он откусил, когда в него врезался ультрамарин. Убить его! Убить его! Отделение поддержки приближается, люди ведут огонь. Некоторые опустились на колено, чтобы стрелять точнее. Ультрамарин бежит прямо на них. Он размахивает древком хреново штандарта. Идиот! Автопушка его сделает. Спидер рвется вперед. Какого хрена он не стреляет? Тед понимает, насколько умно поступил ультрамарин. Вот почему он прошел через них в лоб. Он хочет захватить спидер. Если тот откроет огонь, Тед и остальные окажутся в зоне поражения. Идиоты, думает Тед. Ну вы и идиоты! Какого хрена случится со вселенной, когда вы будете править ею? Я не имею значения. Я долбанный бессмертный. Гена нареченный. Помните? Мы генный род. Они взяли нашу кровь. Они вернут нас назад. Несущие слова обещали это, если мы станем им служить. Если мы умрем за них, они вернут нас. Они это могут. У них есть генотех. Забудьте про меня. Застрелите ублюдка нахрен. Спидер несется вперед, навстречу мчащемуся ультрамарину. Этот ублюдок такой быстрый. При таких размерах и весе он не должен двигаться настолько бы. До кета кое-что доходит. Гарила убили из болтера. Но у ультрадесантника нет болтера. У него нет болтера. А стало быть. Показывается второй гигант в кобальтово-синем. У него есть болтер. Он соскакивает с крыши свораченного цеха в 20 метрах позади. Прыжок на бегу с 6 метровой высоты. Трансчеловеческая сила делает это возможным. Он летит вниз, перебирая ногами. Он выжидал, пока спидер не окажется под ним. Выжидал этого, чтобы выйти навстречу напарнику. Новоприбывший с грохотом врезается в колпак спидера, прочно упершись обеими ногами и проминая обшивку крыши. Падение такое же громкое, как попадание заряда болтера. Спидер подпрыгивает на гравитационном поле, поглощая удар. Напрягая ноги, противник нагибается и стреляет из болтера сквозь крышу. Бум! Бум! Два выстрела, два убийства. Первый ультрамарин добирается до него. Часть прямо на лихорадочный огонь ручного оружия отделения отлетает от брони. Он размахивает мечом, артериальная кровь заливает борт спидера. Ультрамарин взмахивает штандартом, словно дубиной, напрочь вышибая одного из каул из ботинок. Второй ультрамарин спрыгивает с крыши спидера и присоединяется к рукопашной. Он убрал болтер, экономит боеприпасы. Он действует боевым клинком. За несколько секунд гибнет 8 из 12. Кет кричит. Кричит так громко, что ему кажется, будто легкие вот-вот вывернутся наизнанку. Вентан слышит вопль. Он оборачивается. С потрепанного золотого штандарта в его руках капает кровь. Зачем ты это взял? Рычит Селатон, выдергивая клинок из последней жертвы. Вентан не слушает. Некоторые из вражеских пехотинцев еще живы. Предводитель кричит. Его носит Селатон. Он открыл боковой люк спидера и вытаскивает наружу разорванное тело. Внутреннее пространство кабины окрашено кровью. Нужно найти рычаги, чтобы отрегулировать кресло. Появляются несущие слова. Катафраг. Терминатор. Зара Тор, мой наблюдатель, убей их, верещит Тет. Терминатор огромен. Громадная, усовершенствованная броня прочная, как у танка. Сегментированные латы наплечников возвышаются над увенчанным плюмажом шлемом. Объемистый воротник изображает щерящуюся пасть, забранную решеткой. В Теруге кожаные полосы на шлеме или по краю керасы из проклепанной кожи. И кольчужные полы прикрывают уязвимые сочленения. Он похож на титана, широкие плечи и торс, массивные ноги. Вокруг когтей левой руки трещат молнии. Массореактивные заряды рвут толпу. Они взрываются и убивают двух каул мандори, которых винтан оглушил, но не прикончил. Сбивают винтана с ног, вгоняя осколки брони ему в голень и бедро и выдирают заметный кусок из носовой обшивки спидера. Селатон рывком перекатывается в укрытие, используя спидер как преграду. Он пытается стрелять в ответ. Прицел точен, но катафраг поглощает заряды. Вокруг усиленного панциря брызжет пламя от масс реактивных импульсов. Несущее слово обрушивает на силотона массированный огонь. Спидер получает новые серьезные повреждения. Болт обдирает отсек экипажа, отслаивая металлическую обшивку так, что она задирается, будто язычок ботинка. Винтан ранен, его нога пробита. Кровотечение ломадному терминатору, кроваво-красному чудовищу с алой гривой. Ультрамарин несется к нему. Тот переводит прицел обратно. Винтан обладает трансчеловеческой быстротой, однако не способен опередить заряды комби-болтера, а его доспех их не остановит. Раздается звук рвущегося металла, лопающихся болтов. Его издает силотон, выдирая автопушку спидера со станка. Он стоит на спидере, наполовину скрывшись в кабине, одной ногой на сиденьях, другой упершись в носовую броню. Крыша задралась назад, словно задник на театральной сцене. Многоствольное орудие прижато к бедру. Толстая и тяжеловесная металлическая змея ленты боеприпасов вьется назад в отсек экипажа. Он стреляет, тяжелое оружие издает скрижащий металлический звук, словно перемалываемые исполинской мельницей колокола. Вокруг вертящихся стволов мерцают прыгающие языки отработанных газов. Гуря выстрелов накрывает катафрактия и перечеркивает его пополам. Куски металла сыплются с брони в клубах вызванного трением дыма. По обе стороны от него взрывается щебень. Части ворота изобрала отлетают вместе с лоскутами кожаных птерук, обрывками гривой и кольцами разбитой кольчуги. Выстрелы пробивают доспех в четырех местах и из воронок обнажившегося металла выплескивается кровь. Терминатор долго остается на ногах, шатаясь и отступая под градом выстрелов. Наконец он с грохотом заваливается на спину. Винтан нависает над ним, в воздухе полосы едкого синего дыма. Несущий слово шевелится, булькая кровью, которое заполняет он начинает поднимать масляно-черный комби-болток. Винтан обеими руками вгоняет острие древка штандарта в смотровую щель, толкая его, поворачивая и прокручивая, пока оно не упирается изнутри в затылок бронированного шлема. Из глазных прорезей и кромки ворота льется кровь. Она стекает по бокам шлема, грива плюмажа тускнеет. Винтан отступает назад, оставляя погнутый штандарт на месте. Подходит Селатон. Пора двигаться, произносит он. Спидер работает, более или менее. Винтан выдергивает штандарт и несет его к простреленной машине. Вот зачем, говорит он. Что, переспрашивает Селатон. Вот зачем я его взял, отвечает Винтан, поднимая окровавленный штандарт. Именно для этого. Отметка 01-57-42. Что это значит, интересуется Мари Гейдж. Это значит, начинает Джелеман, он снова берет инфопланшет, размышляя над ним. Это означает предварительный злой умысел. Он смотрит на бомбардировку планеты внизу через огромные кристаллфлексорные окна флагмана. Не то, чтобы в этом были какие-то сомнения, добавляет он. Если бы это и началось как ошибка или несчастный случай, то уже вышло бы за рамки простительного. Впрочем, полезно знать, что преступление моего брата полностью доказано. Джелеман быстрым жестом подзывает мастера Вокса. Отменить мою предшествующую цикличную трансляцию, произносит он, беря в руки переговорный рожок. Заменить на это. Он медлит, размышляя, затем поднимает голову и быстро и отчетливо говорит в устройство. Ларгар колхидский, запомни вот что. Первое, я полностью отказываюсь от предшествующей просьбы официально прекратить огонь. Она отменяется и более не будет обращена ни к тебе, ни к кому-либо из твоих лишенных родины ублюдков. Второе, ты мне больше не брат, я найду тебя, убью тебя и сброшу твой ядовитый труп в пасть преисподней. Он передает рожок Вокс-офицеру. Немедленно запустить это на повтор, произносит он. Желеман вводит Гейджа, капитана Зедофа и других старших руководителей в стратегиум. Для координации флота в отсутствие Вокса нам потребуются лазерные коммуникаторы прямой связи и физическая доставка секретных распоряжений быстроходными лихтерами, начинает он. Я экспромтом набросал тактический план. Каждому из магасов и капитанов кораблей нужно передать особое распоряжение скорейшим из доступных способов. Мне нужно, часа, часа, Этот флот начал работать целенаправленно. Мы помешаем этой бомбардировке. Это наша цель, спрашивает Зедоф. Нет, признает Желеман. Я собираюсь доверить этому Латусу и скорбе Солонима. Они поведут формации против нападающих на планету. Нашей особой целью станет Фиделитас Лекс. Зедоф поднимает брови. Стало быть, личные счеты, говорит он. Желеман не пытается это скрывать. Я его убью, на самом деле убью, голыми руками. Он смотрит на Гейджа. Ничего не говори, Марий, произносит он. Ты отправишься на Млатус, чтобы возглавить атаку. С трезвым рассудком и подходящим планом. Я знаю, что охота за вражеским флагманом имеет серьезные тактические недостатки. Меня это не волнует. Это единственная битва за мою карьеру, где я буду сражаться с сердцем, а не головой. Этот ублюдок умрет. Ублюдок. Я всего лишь хотел протестовать против своего отсутствия в тот момент, когда вы его убьете, замечает Гейдж. Мой примарх. Они оборачиваются. Мастер Вокса Блегин. Литопередача, сэр. Сигнал дальнего действия с Фиделитас Лекс. Желеман кивает. Стало быть, он игнорирует просьбы прекратить огонь, однако стоит мне сказать ему, чтобы катился нахрен, как он тут же выходит на связь. Включайте. Мой примарх, я, начинает Гейдж. Желеман проталкивается мимо него, направляясь к панели литотранслятора. От этого разговора ты меня не удержишь, Марий, говорит он. Желеман вступает на гололитическую платформу. Перед ним изгибается и пузырится свет. Изображения формируются и гаснут, переформируются и распадаются, будто светящиеся царапины на пленке. Затем лицом к лицу с ним в полный рост возникает Ларгар. Его лицо опять скрыто в тени, однако освещение делает его предельно реальным. Вокруг него толпятся неясные фигуры, части и фрагменты теней. В некоторых уже не узнать его приспешников и заместителей. Да ты не слышат усмешку. Я тебя выпотрошу, тихо отвечает Джелеман. Ты потерял терпение, великий невозмутимый и уравновешенный Робаут Джелеман наконец-то поддался страстям. Я тебя выпотрошу, освежую, обезглавлю. Ах, Робаут, шелестит Ларгар, наконец-то слышу от тебя речи, которые мне действительно нравятся. Предварительный злой умысел, произносит Джелеман, его голос лишь шепот. Вы захватили компанилу. По моим оценкам, захватили ее как минимум 140 часов тому назад. Ты устроил эту бойню, Ларгар, и ты придал ей вид ужасного несчастного случая, чтобы воспользоваться нашим милосердием. Ты вынудил нас сдерживать руку, пока сам убивал. Это называется предательство, Робаут. Отличная работа, как ты узнал? Мы проследили маршрут компанилы, как только выяснили, что именно врезалось в станцию. После взгляда на схему, идея о том, что это был какой-то несчастный случай, становится смехотворной. Как и идея, что ты сможешь причинить мне боль. Мы не будем это обсуждать, червь, вероломный ублюдок, говорит Желеман. Я просто хотел, чтобы ты знал, что я тебе заживо сердце вырву. И я хочу знать почему. Почему? Почему? Нашему отцу следовало выкинуть тебя на снег после рождения, скормить тебя русу, ничтожество, червяк. Ларгар слегка поднимает голову, и Желеман видит в тени лица намек на улыбку. Это никак не связано с нашей неприязнью, Робаут. Ну разве что дает мне возможность отомстить за свою честь тебе и твоим нелепым игрушечным солдатикам. Это всего лишь восхитительное подношение, восход новой галактики, новый порядок. Ты бредишь, ублюдок. Галактика меняется, Робаут, переворачивается вверх ногами, вверх станет низом, а низ вверхом. Нашего отца сбросят с трона, он падет, и никто не соберет его заново. Ларгар, ты... Слушай меня, Робаут, ты думаешь, будто ты такой умный, такой мудрый, такой информированный, но это уже началось, это уже происходит. Галактика встает с ног на голову, ты умрешь, наш отец умрет, как и все остальные, поскольку все вы слишком глупы, чтобы узреть истину. Желеман делает шаг к литотрансляторному видению, словно он может ударить его, сломать ему шею. Слушай меня, Робаут, шипит цветовой призрак, слушай. Империум кончился, он рушится, он горит, нашему отцу пришел конец. Его злобные мечты возвышается, Робаут, ты понятия не имеешь о его способностях, он выше всех нас, мы встанем рядом с ним или сгинем. Ты дерьмо, Ларгар, ты одурманен, спятил, что за безумие? Хорус, что Хорус, он возвышается, он приближается, он убьет всякого, кто встанет у него на пути, он будет править, станет тем, кем никогда бы не смог стать император. Хорус, Желеман прокашливается, он сглатывает, он ошеломлен, очевидностью сумасшествия Ларгара. Хорус никогда не изменит, если один из нас изменит, остальные. Хорус восстал против нашего безжалостного и жестокого родителя, Робаут, произносит Ларгар. Прими это и умрешь с миром сердца. Хорус Луперкаль решил свергнуть порчу Империума и покарать тирана. Это уже происходит, и Хорус не один. С ним я, верный и принесший клятву, как и Фулгрим, Ангрон, Пертураба, Магнус, Мортарион, Курц, Альфарий. Твоя верность, воздух и бумага, Робаут, наша верность, кровь. Ты лжешь, а ты умрешь, Истван пять пылаев, братья уже мертвы. Мертвы? Кто? Ферус Манус, Коракс, Вулкан, все мертвые сгинули, зарезаны, как свиньи. Это все ложь. Взгляни на меня, Робаут, ты же знаешь, что нет. Знаешь, ты изучал каждого из нас. Тебе известны наши сильные и слабые стороны. Теоретически, Робаут, теоретически. Ты знаешь, что это возможно. Знаешь, исходя из самих фактов, что такой итог вероятен. Желеман отступает назад. Он открывает рот, однако слишком ошеломлен, чтобы ответить. Что бы ты про меня не думал, Робаут, говорит Ларгард, каково бы ни было твое мнение, а я знаю, что оно наихудшее из возможных, тебе известно, что я не глуп. Я бы предал брата и напал на собственные силы тринадцатого легиона из-за обиды. В самом деле, в самом деле, с точки зрения практики, Робаут, я здесь, чтобы уничтожить тебя и ультрамарин потому, что вы единственная, оставшаяся в лагере императора Сила, которая может остановить Хоруса. Вы слишком опасны, чтобы оставаться в живых. И я здесь, чтобы проследить, что вы в живых не останетесь. Ларгард подается вперед, свет падает на его зубы. Я здесь, чтобы вывести тебя из игры, Робаут. Желеман делает шаг назад. Либо ты обезумел, либо галактика сошла с ума, произносит он с замечательной твердостью. Как бы то ни было, я иду за тобой и прикончу тебя с твоими дикарями-убийцами. Экс коммуникати трайторис. У тебя не будет возможности поразмыслить о чудовищности этого преступления. О, Робаут, от тебя всегда можно ожидать, что ты будешь выражаться, как огромная напышенная задница. Иди и возьми меня, поглядим, кто сгорит первым. Ларгард разворачивается, чтобы выйти из освещенной области, но затем медлит. И последнее, что тебе нужно знать, Робаут, тебе в самом деле не понравится то, с чем ты еще столкнешься. Сумасшедший, бросает Желеман, отворачиваясь. Ларгард преображается. Галотрансляционный образ плывет, словно плавящийся жир, словно деформирующиеся кости, словно капающий воск. Улыбка рвется надвое, и из человеческой фигуры поднимается нечто. Это не человек. Желеман чувствует это. Он разворачивается, видит. Его глаза расширяются. Он чует это. Чувствует запах черного, словно деготь кошмара, космический смырад варпа. Тварь растет, продолжает расти. Пустая оболочка ларга распадает, как змеиная кожа. Это ужас из самых темных пустот, блестящая черная плоть, сплетенные вены, лягушачья слизь, бусины моргающих глаз, зубы и крылья летучей мыши. Это анатомическое зверство, тератология, сотворение монстров. Грязный свет скрывает и окутывает его, словно бархатное одеяние. Оно тень и дым. Его венчают четырехметровые буры и ребристые рога Тура. Оно фыркает. Урчание в животе, рычание хищника, запах крови, вонь кислоты, привкус яда. Парившие позади ларгара существа тоже преображаются. Они становятся черными, словно жуки, блестящими, переливающимися синевой. Лишенные костей конечности и псевдоподии извиваются. Они шевелят вибрисами и пощелкивают, словно насекомые. Многочисленные лица складываются и стекаются вместе, превращаясь в жуткий гипрозотоп. Накладывающиеся друг на друга рты морщатся или печут имя Желемана. Желеман встает тверже, ему неведом страх. «Я уже насмотрелся на эти шарлатанские фокусы», произносит он. «Разорвать канал литотрансляции!» «Связь!» начинает магистр Вокса. «Сэр, связь уже разорвана!» Желеман рывком разворачивается навстречу кошмару. Твари, которые больше не являются ларгаром. Рука тянется к эфесу меча. Существо начинает говорить в его голосе безумие. «Рабаут!» произносит оно. «Пусть галактика запылает!» Оно бросается вперед, челюсти разъянуты, брызжет слюна. Кровь, много сотен литров человеческой крови внезапно под давлением брызжут на стены мостика флагмана. Кристалфлексовые окна вылетают наружу метелью осколков, исчезая в космосе. Башня линкора «Честь Макраги» взрывается. EM Петля «Чествия недели» «Хопа» «Петля утвы Галактика флагмана» «Звучит макраги» «ТВ скули — что Colin и крики» «Петля утвы Галактика флагмана» «Хопа» «Звучит макраги» «Давай у Эррят – яркий наш téléphone» «Давай у скули» Продолжение следует...